всем привет ребят понемножечку начинаем турнир kings of the craft сначала сегодня будет так сейчас микрофон поправим вот kings of the craft сначала турнир сегодня будет но возможно он залезет зайдет на турнир keep it race wars неизвестно насколько по времени вот будем ориентироваться по ходу действия соответственно вот и разбираться этим моментом пытаться как-то ну не знаю разберусь так куда-то добавить трема допустим будет пока и так сойдет но ждем начала судя по тому что на канале присутствует hydra и сос 1 матч будет hydra против соса это будет просто жестко но а вы не видите кто там где присутствует часа вам покажу кто где присутствует короче час я чайку заварю ребят и вернусь к вам обратно начинаем сейчас может быть даже одну рандом щекам тут на американском сервере катну игру почему такие вот дела сегодня не будет такого долгого дня как вчера по идее не должно быть хотя будет на нас все таки достаточно долгие битва ждем короче начала ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас откроем все, что нужно. Продолжение следует... 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 и на эти бетики то все есть на и на тот и на другой турнир ставочки есть вот у нас здесь уже они присутствуют сос гидро м сирианг киур хиан улд блай все это будет естественно так что кому интересно запиливайте рианг мс почти одинаковые коэффициенты но соц фаворит здесь явный скидрой конечно так и есть думаю что он должен затащить рианг мс ну рианг сильную игру показал мне кажется он фаворит с мс действительно кьюр против хиана кьюр явный фаворит но облай пол пол тоже фаворит естественно но наблая кстати такой даже не сильно прям дико пол фаворит ну углая будет шанс любая играет пол то будет вообще великолепно если он не выиграет то он попадет на победителях Яна Кьюра. Вот, если как-нибудь Яна долеет Кьюра, то в лайм может выйти. Если в лайм пройдет полто, то он уже будет в матче либо в полуфинале биться будет, и даже если проиграет матч и за третье будет биться, что круто, безусловно. Ну, короче, ждем начала всего, действия всего. Так, у меня добавлена сетка везде. Да, я вчера спать ложился, думаю, надо побриться, а то так никогда не побреюсь. Загребут меня просто. Органы за пропаганду бармалейства соответствующие, либо за попа уже будут принимать скоро. Нужно было побриться, поэтому я решил побриться. Побрился, спалось хорошо. Короче, ждем начала. Закрываю все сетки. Помните про группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее. Записи выкладываются уже понемножечку. Добавлены рестримы сегодня. Кстати, видите, я запилил ссылку. Кстати, надо проверить, как там рестрим идет. Идет рестрим, ништяк, все вообще работает. Отлично, меня это радует. Просто чем больше ресурсов, где будет мой стрим, тем лучше. Естественно. Добавлены рестримы. Добавлены рестримы. Добавлены рестримы. А так, подчёркивание, ФВЛ поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Удачки. Опа! А так, ФВЛ. Спасибо тебе. Запоздалая реакция с моей стороны. 1000 рублей прилетает. Хорошее начало. Очень хорошее начало. Я бы сказал. В 1001 бы надо было бы. А то счёт на третьем месте уже. Раз, два, три, четыре, пять. Тысяча стой, короче. Уже места не хватает. Так бы было в 1001. Всех остальных бы убрал бы. Ха-ха, получается. Вот. Имба. Ну ладно. Шутю. Мне не жалко место. Наоборот. Чем больше, тем лучше. Ха-ха-ха. Да и самочувствие вроде неплохое. Желаю всем удачи. Так, изображение запиливаем. Сюда графичку ставим. Всё. Всё отлично. Начинает черкать. Гидра против Соса. Первая игра, ребят. Это очень серьёзная битва будет. Это, наверное, один из центральных матчей. Четвертьфиналов этих. Я показал вам уже сетку. А биться будут у нас, соответственно, в четвертьфиналах. Гидросос. Рьянг МС. Хьянг Юр. В Лайпоут. Ну и Гидросос мне вот это ПВЗ очень прямо, прямо очень нравится. Так. Ну, наконец-то, Твич. Теперь можно будет с телефона нормально смотреть. Тугая с могилки. Как странно работает. Ну всё, вырубаю Твич, короче. Что там странно работает? Я не понимаю. Ну ладно, смотрите, неважно. Мне теперь... Неважно, сколько он на ГГ-плеере прям именно сидит. Хотя я хотел бы, чтобы больше сидел на ГГ-плеере, но с общего премиума идёт чисто по общим премиумам. Только кто с него смотрит, как бы, да. Вот. Здорово, Миш. Спиритолог. Здорово. ВСС готовится. Писали о том, что то ли 3-го, 6-го марта, то ли 4-го, 6-го марта. Как-то так. Короче, в начале марта там. Пока я не вижу анонса на Ликвипедии. То есть, когда он будет, я уже запилю. А так, Вэл, 3-д Сашечку вижу чётенько. Вот это другое дело. И место освободилось. Спасибо тебе ещё раз. Добавил видео на мой канал. В смысле, как добавил, куда добавил, чуть не понял. А, во, вижу, видя. Спасибо, Андрю. А я у Миши спрашивал, он говорит, пока, типа, вручную только можно уводить. Автоматом пока нет. Короче, ну я понял. Привет всем. Ребят, сейчас я, короче, буду переименовывать по картам, точнее по матчам. Тогда чисто буду ставить, чтобы на мылах лут будет, конечно, приходить. Так, Фракибед пока удалю. Я не знаю, вообще получится ли Фракибед сегодня постримить. Что-то слишком долго здесь всё будет. Но составчик, конечно, адовый просто на этом турнире. И будет на что посмотреть, ребята, абсолютно точно. Так что зовите всех сюда. Редко когда с таким составом турнира стримил я последнее время из игры. Но в последнее время всё меняется к лучшему. И это не может не радовать, на самом деле. Вот. Так что спасибо и Кэтсу. Спасибо спонсорам этого турнира, которых Кэтс просил. Про них говорить иногда. Это вот эти бары Мелдаун какие-то там в Америке. Не знаю. Термалтейк. Ещё какая-то штучка. И sportsgaming.com.ru Ком, точнее, слэш рут. У нас этот адрес заблокирован. Просто esportsgaming.co у нас получается вот так вот. Не знаю, слэш рут будет работать или нет. Я такой-то казино там или что-то ставки какие-то тоже не знаю. Вот. То, что турнир такой делает, это хорошо. Как вчера хэппи-дай играл с Дайши. Вы можете видеть на главной гудгейме, во-первых. Кстати, игра плюсики ставим. Вот. Вот. Вот скидываю А вы плюсики не забывайте ставить Потому что Потому что так надо Ну что, вот я уже в игре Все, поехали Задержек особо нет никаких Пора стартовать Так Стрим добавился от меня На ликвидию Отлично На ликвид, тимликвид точнее Привет всем Да, побрился Задостало мне еще Все это достало Вроде все нормально Гладенький какой То, как Маша говорит Целуюсь Колючий Ну что Погнали, ребят Начинается сегодняшний Тоже не такой, наверное, долгий Как вчера Но тоже долгий день Сегодняшний Начинается Начинается просто с игр Которые достойны В принципе Финалов ВЦС Я не знаю Финалов турниров Такая вот пара СОС против Гидры Ну, будем смотреть На кибетике Все есть Можете ставки делать Так Плюсики ставить Не забываем В записях Не вижу я ни хрена Плюсиков там ibtя Продолжение следует... Продолжение следует... Так, скопировала, что мне сказать, и ссылка не встроилась, ну ладно. Ну что, бомбит тут гидродроном пробку, прошу прощения. Да, воврился. Достало. Не игрел. Да, думаю, Бармалей какой-то стримит, вербует. Или поп. Беламур, 19, здорово. Насчет бага, да, сохраняется он. А как мне запустить английский? А, язык и регион, наверное, да, там есть? Ну давайте попробуем, в принципе, язык и регион. Нет, погодите. А, наверное, это не здесь, наверное, да, получается? У нас можно... График, здесь же такое же, нет? Нет, здесь нет, язык и регион только там, во внешнем меню можно выбрать. Наверное, там получается, да, можно английский выставить. У меня делюкс, по идее, как бы должно все быть, работать. У ладера Европы 4 СНГшника на первых местах. Главное, чтобы все эти СНГшники на первых местах были когда? 12 февраля. Почему? Потому что ладерные закроются. Вот эта тема и будет квалификация топ-16 ладера. И если будут еще на первых местах СНГшники, то они будут попадаться на топ, на нижних, короче, будут попадаться. То есть первая на 16-е, вторая на 15-е и, соответственно, в такой схеме. Так, СОС ставит с делками. Смотрите, как СОС интересно, кстати, делает. Два пилончика, между ними и делок. Говорит, иди сюда. Сейчас всем щи разобью здесь. По одному подходи, главное, не окружай. Собака приманивает сюда. Так. Минус овер. По потерям овер сбит и дрон, а не два линга уничтожен. А СОС-пилончик где-то потерял. А где СОС-пилончик-то потерял? Не знаю, где он потерял. А, может быть, Нексус он отменил. Почему сотка? Ну, сотка может ровно только пилон стоить и отмена Нексуса. Больше сотку ровно ничего не стоит. Пивчанский не продадут. А если так, тогда продадут. Ну, я не пью. Сейчас. Так. Профорасил СОС. Один дрон выжил. Видите, успевает ХП регенить, когда один Феникс всего лишь атакует, и Феникс был потерян. Вот первый провал, наверное, такой. Отвротся такой уровень игроки, такой уровень не должны терять Фениксов. Да я уже понял, да. Попробую поменять. Но пока что-то, смотрите-ка, пока на нолик не проседает зерговский боевой лимит, может, само все заработало на американском-то сервере. Оп, больного нашел, выцепил того, отомстил за Феникса, тот, который погиб как раз из-за этого дрона. Ну что, Фениксы летают. Гидра занимает четвертую. 97.89 по лимиту. СОС добавляет. Сейчас продакшна. Два роба уже работают. Кстати, любят роба СОС. На третий ставить. По два Эмморкла строится уже. Точнее, об сервер Эмморкл сейчас. Ну, нужно второго Эмморкл заказывать. Гидролисик. С бородой круче. Не знаю, ребят, не знаю. Мне кажется, что так лучше. Бороду успею еще. Гидов еще добавляет. Кстати, сколько? 8 штук будет сейчас. Два роба, 8 гидов. Чарж делается. Архивы Тамплара делаются. Сейчас архончики пойдут. Об сервером контролят. Крип летает. Аккуратнее. Ну, же здесь оверсир висит. Вот уже и королевы вперед идут. Сейчас могут сбить. Видит, как тут зерк плодится. Видит, как триптуморы пошли. Сос сейчас прекрасно. Об сервер хитро завис над неровностью. Вот этой вот. А, пилон не отменял. То есть я что-то общаюсь просто. Сейчас там про пилон забыл. Давайте в игру больше уникну сейчас. Это борода, борода. Что борода-то? Здесь уже 160 лимита идет. Сейчас будет Сос у борода, если он не будет готов. 132, 160. А вот и лимитик на ноль пройдет. Стал в итоге. Минус фениксов. Несколько штук. Сос как-то вообще их не сконтролил. Но ведь фениксы могут помочь тоже здесь при обороне. Оверчажа на нижний пилон. Немножечко отвлекают. Два гидралиска подняты сейчас. Так, зелки слились. В итоге архоны с иммортлами остаются без зелков прикрытия. 100 на 130 по лимиту. Гидра очень дико пуш. Сейчас есть мазеркор оверчаж? Да, есть оверчаж. И не один, а даже два. И скоро на третий подкопится. Зачем ты, Сос? Ёма, что за идиотизм? Зачем сюда был выставлен оверчаж? Ведь он такой гигантский демаж сейчас наносит. Ну, хайграун, зря не выставлено. Спустился опять вниз. Сос не может, что ли, без четвертого Никсуса никак? Да что ж такое-то? Сейчас развалят Соса. Кстати, у Зерга Микс, против которого, вот, как я уже и говорил, то есть, помню, Блай, и Мортал Куш убивал, ровучей-то заказывая. Да и вот Лотви нет смысла в этом абсолютно никакого. Зачем ровучи? Вот Никсу Зерга, который вообще, против которого, и Мортал неэффективный. Почему? Они, конечно, по двадцатке стреляют, но могут-то они по пятьдесят стрелять. Поэтому ровучи, как бы, их должно быть как можно меньше. Вот сейчас добавил Гидра, правда, ровучей, но можно из них реводзеров сделать. И десять люры пошло штук. Красавчик Гидра. Если Сос отобьется, правда, то у Гидры все печально. Будь спускается Сос, решил, что... Так, или он ничего не решил. Он просто вперед пошел. Но нужно лезть на крип. Сейчас Люра просто... Ой-ой-ой, сейчас Сос может не вернуться. Он может попасть в ловушку. Люры в десять штук готово. Пошло все наверх сейчас. Или назад Гидра идет. Ошибка от Гидры, что он вот так вот делает, как по мне. Ему нужно было идти вот сюда, подкопаться, подробно. Хотя тогда мог бы убить бы Сос, например. Всю эту Люру. Сос идет в размен сейчас. Понимая, что дома Люры слишком. Уксу 3-4-7-9. Четвертый Нексус-то он отменит. Так, глуперы возвращаются. Сос подловил. Красавчик. Выжидал он. Выжидал. Хитрый Сос. Когда же вернется ли это Люра? Роучи дерутся с имморталами. Не очень хорошая идея для роучей. Нужно отступать сейчас Сосу. Конечно, он это и делает. Здесь обсервером наблюдают, что Люра Нексус атакует. Пока Нексус жив, можно проатаковать Зилками, попытаться. Но Нексус Сос вообще отменить не успел, потому что бой идет в это время. Иммортлы бьются. Но даже несмотря на то, что они роучи сейчас эффективно убивали. Гидра отжимает эту группу войск. Зилки поздно пошли Люру убивать. Короче, косяков от Соса миллиард. КГГ-1.0 Гидра. Официал Трин. Это вопрос или с восклицательным знаком? Как девушка говоришь, что борода лучше. Вырастет новая через недельку, не волнуйся. Не такая, как была, правда. Не знаю, сколько уже не брился, наверное, к месяцу. Для этого. Ну что, Гидра молодец. Гидра молодец. И Сос как-то вообще на расслабончике отыграл, я вам скажу. Ну, Гидра это единирчук, в принципе. Нет, стремлю я с задержкой. Так, окно открыто, я не понял. Батчер. Яндекс. Яндекс.Бавода только через плеер. Спасибо, Батчер. 1050 вижу на киве. Краснощеки и помидор любят все из давних пор. С незапамятных времен дарить людям радость он. Спасибо тебе. Списки обновляются за поддержку. Огромное спасибо. Атака, потеснил немножечко. И вытеснилась топ-3 прям. Агрессивно, агрессивным натиском. Спасибо всем за поддержку. Вопрос. В личку на сайте напиши. Просто так неудобно. Ну, никнейм в описании канала там есть мой. Я думаю, что как в личку писать на Гудгейме ты понимаешь. Просто напиши, что там, да как. Да я тебе отвечу там уже в скайп, если надо. Вот так вот собаку уже пока. Собака отдыхает. Сегодня с Машей тут разговаривал я. А вот с Дашей Чарлик и так был привлечен. Вид из окна. Не знаю, могу показать. Давайте пока игра начинается. Надо показать. Так, окрестности мои, так сказать. Так, вот там вот окно. Велосипеды мои и Даши. Цветы пока на балкон, пока зима не выставляются. Там крышу красную, видно, немножко. А вот другая сторона. Ну, здесь срач полный. Там лекарства мои всякие болел. В холодильник машинка. Как-то вот так. Так, короче, сколько, не знаю, тут длина этого всего дела. Раньше перегородка была, где я сижу здесь на балкон, как бы, стенка. Сейчас ее нету. Уничтожено. 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 Ничего страшного, труба не помешает, всё равно боя видно, всё нормально. Короче, давайте смотреть, игра начинается, тут такая катка, а я что-то тут показывал, хрень какую-то. Телевизор, здорово. Мастаргет. Насчёт Блая пока не знаю, почему. Потому что пары идут не подряд сверху вниз и не снизу вверх, а в разнобой вчера шли. Я думаю, сегодня тоже как может... Ну, я сейчас Блая спрошу, просто сейчас от игры уже отвлекаться не буду, в паузе. Выбивает Гидрогаз в Сосу, наверное, запилил. Дилок его сейчас расковыряет. И Твайлайт в Сосу на второй базе. Но это скорость атаки Адептом, видимо, будет. Потому что такой ранний Твайлайт обычно просто для этого сейчас делают. Да, так и есть, Глеты. Пошли. Резонирующие. Здесь у нас муфлингом делается, третья хата готова. Походим шку Гидра по рабам нагоняет. Так. Ну что, пилончик пошел. Велосипед сколько скоростей? 20. Не знаю, сколько. Не помню. Так, здесь застройка для Адептов, чтоб, не дай бог, их не выбили. Смотрите, как овер висит. Просто вот Вижен, а вот Адепт стоит. Вот Вижен, а вот Адепт. Ну, это Старкрафт бывает такое. Двадцать четыре, наверное, восемь задних, три передних. Двадцать одна или семь, как-то так. Сколько там? Семь и восемь. Наверное, семь все-таки. Я помню, что у меня было меньше, чем сколько-то там у некоторых других. Адептики врываются. До варп новых идет. Может быть, на мейн лучше ворваться? Гидра лингов добавляет. Сос понял, что пока лучше не спешить. Сейчас новые Адепты придут, а вот теперь можно и поспешить. Потому что, когда Адептов столько, сколько сейчас, то Лингом особо будет не в кайфах окружать. Смотрите, как они лингов просто шинкуют. Реально, посмотрите, побоище какое осталось. Зерк-мясник просто какой-то. Сам на убой все повел. Куда-то побежал окружать, с королевами губился. Пусть бы они врывались. Так, здесь форку минусуют. Сос на третий уровень пошел. Роучи начали выходить. Да на муви уходит Адепт. Пошли через атаку. Послал через атаку Сос наконец-то. И постоянно, как только кулдаун иллюзий проходит, Сос сразу же их посылает. Об этом я постоянно говорил, что Адептами именно так нужно контролить. Только когда я прошел, сразу послал. Даже если телепортироваться не собираешься, у тебя есть выбор, телепортироваться или нет. Вот пошли сейчас. Так, врывается уже в роучий Сос. Да, начинает разваливать зерга в лоб. Таймвар будет ставить? Нет, пока ничего не ставят. Таймвар пошел. Мазеркор, Клея пытаются впускнуть. Это ГГ, ребята. Это пламешку называется. 1-1. Тысяча четыреста пятьдесят. Четыре триста. Хорош. Сос. Просто решил, а что мне... Что он мне вообще люрой какой-то тут убивает? Что я не могу, что ли, Адептами? Могу гореть Сос. И пробрил. Думаешь, сейчас я облачек спрошу. Вот если бы чуть раньше Гидро увидел вот это вот, тех вот, адептов, может быть, получилось что-то. Ну, как моя, моя квартира, мамина как бы. У меня теперь своя с Дашей, но в комнате тут где-нибудь буду стримить в будущем. На кухне в проходе сижу как делок. Примерно текст HouseALLUM ГОВОРИТУСА ДАХОТИКТОМЕНИЕ 3 игра начинается поехали 1 1 у нас счет так сергей а реально за роксов и грады ребят если пишите пишите что понятно было не понимаю что допишешь реально ли за гроксов играть или реально ли я за руксов играл я не понимаю смысл вопроса и и и Ну что, Блай говорит, что вроде его игра вторая, что демки пол-то СМа найдены. За поддержку вам ещё раз всем большое спасибо. Ну и будет Блай тащить, конечно, пытаться. Я надеюсь, что не только пытаться будет, а и реально тащить. Через два гейтасос начинает с мейна сейчас на этой карте, очень опасный. Два адепта запилены, и варп сразу бустится пошёл. Ну вот это интересно. Овером. Хорошо, что первым гейдра не угадал, так бы он вообще всё видел. Ну это стандартное направление разведки. Опа! Твайлайт пошёл, ребята. Элегантная одна бейс от СОСа какой-то сейчас будет. Судя по всему, это адепты с ранней очень скоростью атаки. Может быть, Даркшрайн ранний, пока не понимаю я абсолютно, что происходит. Так, Линк бежит. Минус Линк, хорош СОСа. Ещё даже и туда пошёл и Линк, минус. Ну, так и нужно делать. Оверпробку не видит, это очень важно. Опять просто прям на грани она едет. И если вот здесь СОС может запилить, например, гейд и пилончик, и сюда Дарков, к примеру, наварпить, или адептов со скоростью атаки. Это адепт со скоростью атаки. Ой, хочу посмотреть, вот как работает от такого динозавра, как СОС Бивня, просто жёсткого. Такие темы. Мне кажется, должно работать. Гидра, что ж ты делаешь-то, лингов всех насливал? Вот айот. Взял, слил всех лингов. Четыре адепта здесь у Гидры уже. Ой, у СОСа, простите. Видел ли Гидра пилон? Да, заметил пилон, СОС бежит домой. Здесь третий гипсити, застройка, элегантно всё. Понял, Гидра, что происходит. Нужно срочно сейчас бустить и вот этот грейд СОСу. Пришёл домой, ушёл из дома опять же сюда. Варп сейчас будет готов. Четвёртый гейд пошёл. Почему здесь пораньше гейд было не поставить, пока не знаю. Мазеркор готов, чтобы прикрывать этот район варпа естественно оверчаржем. Очень важно этот момент. У БУС сюда идёт. СОСу нужно врываться до... Блин, врывайся, это же СОС до готовности бэйнов. Ё-моё, если бэйны будут, уже будет тяжко, потому что адепты они в куче обычно ходят. Вот в чём проблема небольшая заключается. Так, адептов всё больше и больше глефа. Через 15 секунд будут готовы. Бэйлингов несколько делается. Заходит СОС, видит плётку. Пока не телепортируется. Адептов больше и больше добавляет. Мазеркор сейчас будет готов. Всё, глефы сейчас готовы будут. Бэйлингов 6. Решат ли 6 бэйлингов? Здесь прям дико, жёстко. Нужен варп ещё. Ещё 2 адепта. Пошло сколько? 12 адептов. 13 адептов на 24 линга 6 бэйнов. Ребят, это хорошее количество адептов на 24 линга 6 бэйнов. СОС почему-то не телепортирует. Почему СОС-то не телепортирует? Что ж такое-то? Он сейчас настроит там бэйнов миллиард вообще. Заходит СОС на муви. Иллюзии посылает. Отступает немножко. Бэйнов видит вообще? Нет, Бэйнов, кстати, СОС не видит. Вот сейчас будет врываться. Да нет, почему? Когда врываться-то будешь-то, СОС? А, он хочет сюда может быть даже с оверчаржем ворваться. Я не знаю. 59, 56. Ну что же, напряжёнка идёт. Оверчаржем овер разбивает, чтобы не видела СОС-гидро, где же СОС-то вообще находится. Так нету возможности выйти в Нексус. Вот чем проблема-то, ребят. Так, заходит на хайграунд уже полностью сейчас. Иллюзии телепортируются. Бэйлингов всё больше и больше. Против бэйнов надо контролить. СОС-пэйны взрываются, но, ой, как адептов смело там часть жёсткую очень сейчас. Мазеркор минус. Кажется, гидра готов. Оказался, СОСу нужно было не ходить в такой куче. Нужно вот, знаете, в чём ошибка? Вот реально, смотря эту демпу, я понимаю, как, что делать СОСу было бы сейчас нужно, чтобы вообще в хлам это говнище законтрить гидренно. Просто вот так вот адептов посылаешь иллюзии, но одну послал вот сюда, а одну сюда. Просто по сторонам разведать. Почему? Потому что то, что нет роучей, это подозрительный очень момент со стороны зерга. И, возможно, он делает бэйнов. Это очень невероятный такой расклад. Здесь роуч ворон, мазеркор, то, что погиб, не очень хороший расклад, но СОС, посмотрите, добавляет сейчас Даркшайн. Он хочет добавить Даркшайн. Вот почему, кстати, на мейн СОС не врывался, странно. Так, один пришёл, адепт разведывательный, минус адепт. СОС, СОС, ты ему эскейпе-то не нажал. Будет Гидра сам врываться, интересно. Спорка пошла. Подозревает, что-то Гидра. Молодец. Будет СОС спорку минусовать? Думаю, что пока не будет. А нужно ли её минусовать? Нужно, конечно. Хотя вот Дарка можно завести вот сюда, ворпануть вот так. Оп. Хотя мейн прикрыт здесь, а ворвавка. Так, бэйлинга попуснул одного. Только одного. Один ещё жив. Кстати, всего один бэйлинг жив, но уже роучий, зато готовый. Ну, кстати, можно сделать что СОСу сейчас? Сюда ворп дарков, адептами вырываемся на мейн, пока Зерк отвлекается, дарками вот здесь вот, к примеру, пробиваем спорку вот эту и убиваем нахрен просто вторую базу, убиваем потом мейн. Я не знаю, почему СОС так сделать не хочет. Дарк воркается сейчас. Всё, иллюзии пошли. Хотя, если кто-то около спорки останется, то уже будет тяжеловато, конечно. СОС не врывается пока. Дарк обходит сейчас. А, 3-4 дарка уже, вот это да. Архонов может подслить. Так, иллюзии вот сюда-то отвлекать надо как-то, я не знаю, СОС. Телепортируется, дарки заходят вчетвером, на спорку вчетвером они заходят, минус спорка, СОС просто разводят. Блин, как у него такие темы получаются, хорошо. Минус королева, на мейне спорки пошли, на второй спорки пошли, но не успеют они достроятся, дружок, не успеешь ты их достроить. Так, сюда выходит дарк, одного блочит, второго не блочит, дарки падают, как СОС развел, блин, ну он великолепен, просто, мне приятно смотреть на игроков таких, мне реально приятно смотреть на игроков, которые понимают, как можно вот так вот сделать. Одно выверенное движение, без суеты, без суеты, долго присматривался, как бы сделать получше, и сделал в итоге. Гидро овер висел, гидро затупил, кстати, он видел, как дарки там вниз бежали, мог бы понять, что делает СОС, прочитать, не прочитал. Красавчик, красавчик. Так, присоединяемся, два один СОС, один СОС. Продолжение следует... Ну, Гидро не прочитал, что сейчас, то, что еще. У него спорка одна была. Поставь пару спорок, и все, уже не сработала бы эта тема. Да, на хайграунд нельзя варпать точно, кстати, я и подзабыл совсем. Ну, там разницы мало на хай, на лол, там пройти секунду. Пул первый от Гидро. Здоровый, Мун, лет 6 скинул. Ну да, без Уйсофта. Я же сказал, Блай сказал, что вторым он вроде как играет. То есть сейчас соц Гидро и доиграют, и Блай будет с пол там играть. Возможно. Невозможно, ну, скорее всего, так. Почему у меня в часике тебя как мем используют? Ну, так предъяви права, возьми тут за элегантность. Будем брать налог там. Все, здорово, Кингалэс. Все дела. Ну, соцу-то можно, наверное, так применять к себе элегантные термины. Это все-таки соц. Я думаю, наоборот, всем польза. Так, кибернетщика на рампе. Все стандартно. Гейт кибернетка. Гейт не кибернетка, точнее, соц сейчас пилил. Здесь у нас однобазовая, вообще, посмотрите, однобазовый передроп пойдет от Гидро. Соц пока не понимает, что происходит. Он без разведки играл. Ну, Зилка добавил. А, нет, соц понимает, что происходит. А, как он понимает? А, он вообще не нашел Гидру сейчас. Так, линги на муве врываются. Соц видит, Зилок стоит нормально, не пробежать мимо него. Соц перестраховывается сзади пилон. И сейчас Зилка назад отведет. Тут интересно, будет ли Соц Нексус отдавать сейчас. Почему? Потому что вообще, вообще, здесь как бы особо не за что уже и драться. Хотя нет, пробок решил вывести. Решил подраться Зилком пробками плюс Матеркором против лингов. Если отобьет Нексус, будет хорошо. Но не отбивает Сос уже, насколько я вижу Нексус. Но нужно лингов, хотя бы минуснуть хорошее количество на вот этом мероприятии, на выбивание Нексуса. Может быть, имеет смысл отменить этот пилон? Он, конечно, лимит даст, но он будет уничтожен моментально сейчас. И еще и Мазеркором. Блин, еще Уверчажа на этот пилон выставлять лишнее. Тоже абсолютно ненужное действие. Передроп пошел на мейн. Сос пришел. Сос не поехал дальше. Правильно сделал. Для чего? Он прекрасно понимает, что можно контрпуш провернуть будет против Зерка, если сейчас он выживет. Так, здесь адепты. Зилок заходит отбиваться. Пробки минусуют. Гидра очень активно прямо-таки. Нужно Зилка-то на рампе лучше оставить бы, чтобы не забежал. Мазеркором за 6 пробок минус, но 18-12 по рабочим Сос 3+. Вот то, о чем я говорил. Нахрена это пилон было достраивать, если он все равно не жилец? Ага, ага. Глефы будут. Да, глефы пошли. Сос сейчас глефа запиливает. Посмотрите. Главное не дать Оверу спалить, на самом деле, эти глефы. И тогда можно будет вот с этим гейтом, если Гидра сейчас его не обнаружит, этот гейт, тогда можно будет сделать что? Можно будет сделать контрпуш просто. И он может получиться по-любому. Так, Овер висит. Линги все новое-новое вперед приходят. Мазеркором палит Сос, где Овер висит. Так, Адептами что-то Сос проверяет. Глефы делаются. Варф готов. Уже Варф пошел сюда, кстати говоря. Можно еще пилончик, например, добавить. И Адепта будет вообще не выбить. Он будет стоять между пилонами этими, раздавать. Да, две минуты ему задержка. Как и вчера на этом турнире. Ну что, подозревать Зерк как будто что-то начал. Что-то начал проверять. Но он не проверяет именно вот это направление, где Гейт стоит. И уже поздно проверять его. Почему? Потому что 20 секунд до Глефов происходит здесь. Сос выходит вперед. Здесь Линк обнаглял. Смотрите, прям перед Зелком. Пусачий такой, я говорю, это очень. Зелок, развернись ты, накажи. Сос что-то не реагирует пока. О, наказал. Так, Адепты приходят. 5 бейнов только-только морфятся. Сос успеет, кстати, на мейн ворваться. Слингами принимает бой, будет врываться. Телепорт, да, на мейн пошел. Проблемы какие-то очень жесткие у Гидры. Блин, ну Сос реально силен. Сплит Адептов от бейлингов пошел. Попробую сейчас развалить здесь все так. Адепт еще стоит. Смотрите, пользуется неровностями, которые Зерк хотел в свою пользу использовать. Сос использует свою. Ну, в итоге, не то что неровностями, а расположением зданий, естественно. Неровности, а не на карте просто. Вот такие вот, как эти камни, я не знаю, разрушаемые. Ну что, Адепты прессуют немножечко. Новое варкаться. Ну, с одной базы. Что, здесь передроф лингов, контр-передроф. Пробок 9 погибло. Сос тут что, пробками отбивался? Не понял. Оверчарж поздний, походу, был. Не понял этого момента, если честно. Так, Адепт именитель портнулся. В эллинге одного минусу. Здесь еще 4 заходят вместе с пробкой. Гробцев здесь вообще не понимаю, зачем нужна. Адепты в куче сплита. Они со сплитит их. Смотрите, оп, сплит пошел. И телепорт на сплите идет. Просто царь вообще. Разваливает нафиг. Гегегидро пишет. Ну, не знаю. Рано аплодировать еще сегодня. Еще долго будет. А то сейчас нааплодируют за сегодня. Согласен, Вирдос. И ты сейчас увидишь через 2 минуты, что реально он элегантен. И можно использовать. Смайлик элегантности. Вот это у Вирдоса, видишь. Был бы Вирдос на ГГ. На его канал пилить. Потому что, ну, тут как-то реально некрасиво себе элегантно забирать. И Вирдосу виднее, как она должна в виде смайлика выглядеть. Привет, Сетворк. Всем привет. По идее, должен Блай сейчас играть. Да, Пулт на канале. Сейчас Блай против Пулта будет, насколько я понимаю. Пулт на канале. Пулт на канале. Так, кто спросил Гидру? Может ли он играть на корейском сервере? Может ли он играть на корейском сервере? Если корейцы с корейцами биться будут... Ну, я думаю, что да, сможет. Что-то я не понял. У него, кажется, задержка, что ли, больше стоит? Или мне кажется? Здорово, Аранда. Затащит ли Блай или нет, сейчас посмотрим, потому что он будет играть. Рестрим на Твич и еще куда-то. Мне пишет система на глубине. Да, еще куда-то на виде ТВ я еще запилил. Спасибо. 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 Блай спрашивает. Будем ли мы менять сервера между играми? И да, мы будем менять сервера между играми. Это меня радует. Почему? Потому что пул-то американский сервер играет пул, а американский сервер играет, соответственно, свой сервер он играет, получается. И Блай им играет американский сервер. Это не очень у Блай и Пинг, поэтому будет Евроамерикой чередоваться, насколько я понимаю. Ну что же, круто. Спасибо. Спасибо. Так, ребята. Имун меня спрашивает, Саня, если кто-то шарит вообще, вот есть ссылочка здесь, esportsgaming.com.root, вот это у нас . . . . просто вот этот сайт выглядит, эта ссылка как такая. И там делаются ставки, если там кнопка экспресса вообще. Я вообще не шарю в этом. Вот. 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 Так, ну что, ждем начала Ну что, присоединяемся Блайщик у нас, ребят, бьется Поболеем за единственного представителя СНГ Русскоязычных старкрафтеров на данном турнире Вообще, Блай, конечно, мне очень обидно, что Вообще, мне обидно, конечно, что Блайн не прошел на ВЦС в итоге Но у него есть шанс, через еще не буду каркать Че я каркаю, у него есть санс пройти через ладерную квалификацию Но вообще, Блайда очень даже достоин туда проходить Пусть второе место на DreamHacker На всех турнирах выступает Выступает хорошо достаточно И, кричи, молодец Ну, за Хэппич тоже рад Ну что, поехали Приостановлено Так, язык регион США А, так, язык English поставим Везде, допустим У центральной 84 пинг у меня вообще центральный, царский какой-то, да? Ничего не понял Ничего не понял Блин, нет, на хоместоре у меня нету из игры стрима. Ну, может быть, на следующий договоримся, на предыдущих не было. Там зерк как-то на подхвате был, там один стример у них. Вот. Короче, нет, я просто побрился, вот. Этот, чё-то кипбет не работает, мне человек пишет. Скиньте в четочку стрим на рабочий кипбет, чё-то по кнопке не переходит, не знаю, у меня всё переходит, на самом деле. И помните, ссылочки, ставочки на кипбет есть, ребята. Кстати, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Ставочки, вот они, пожалуйста. Блай, полд, 1,43 полд, 2,51 блай, ну, не знаю. На Блай очень заманчивый коэффициент. У Блай ковстерами не лучший матчап, но у Блая были все репки, он сказал, и он готов, готовится к полду, поэтому, готовился, поэтому, не знаю, можно и поверить, но думайте сами, решайте сами. Кипбет есть полд, опасная игра. Чё микрофон, всё нормально с микрофоном? То, всё нормально с verderком. Всё, всё. Поменяю язык после игр Блая уже, потому что, ну, нужен рестарт, нужно перезапускать StarCraft полностью, как бы, ну, нафиг, сейчас пока некогда этого делать. Денис, слушай, да там уже говорим мы с админами, просто как бы дело в том, что у них слотов-то там как бы один или как-то так, я просто не собираюсь никого подсиживать, как бы, нужно решить этот вопрос так, чтобы нормально могли стремить все, как бы. Ну, будем смотреть в итоге, что да как. Вот ссылочку тебе кидают на зеркала. Опишу трим, трим. Можешь посмотреть, я думаю зайти сможешь по ним. Ну что, Блай Гидра, ребят. Время 2 часа. Уже началась игра. Сос уложился меньше, чем за час против Гидры. Ну, посмотрим, Блай против Полта. Видите, я Блай Гидра сказал? Нет, Блай Полт, конечно. Бункер сверху, Полт перестраховывается, Блай идет роучами вперед. Любимейшая тема Блая, просто сверх ранние роучи. Подстраивается, решает, готов ли Полт или нет. Да что бояться-то, заходи прям по гранатам, да и все. Бункер сейчас будет готов. Нужно пробивать реактор. Нужно ли депошку пробивать, Блай. Не выбил ни при на бункер, Блай. Это ошибка была с его стороны сейчас. Все, нужно реводжеров уже морфить. А какие реводжеры, когда нету газа? Депошку надо выбить, Блай, не париться. Здесь мул полетел. Полт охреневший, оборзевший. Просто что он делает? Зачем ты мулу-то отдаешь? Взял, отдал мулу. Вот Полт дает. Ну вот это, ну я не знаю, это и роботизм корейский. Или как это назвать-то вообще? Кинь ты мулу сюда. Че-то зачем его сюда кинул? Взял, отдал Блая 225 минералов. Точнее, не добыл сам в итоге. Так, заходит Полт. Здесь лэйр. Сейчас спали. Зря Блай запустил рипера сюда. Ну, лови же ты его, ё-моё. Блай не контролит. Не лови. Сейчас регенится начнет. Он стоит себе спокойно. Регенится. Полт не законтролил. Вообще хорош. Блай еще рипера на халяву выбил. Выдел Полт лэйр. Нет, и лэйр Полт не видел. Это очень хороший момент. Блай, Роучи, мне нужно уйти. Да куда ты? Все, уже прямо уходи. Ё-моё. Побежал такой. Ну, либо сразу сюда, либо уж прямо отступать. Что Блай пытается сделать. Полт пытается перехватить. Перехватит ли? С медиваком перехватит. Роучи уходят. Все, сейчас на бусте будет танком ловить. Да, не повезло Роучи, но в это-то время Блайчик Спайр сейчас строит. Спокойно, абсолютно. Так, залп по танку пошел. Не успевает Роучи. Даже стрельнуть особо. Ну, хоть дэмэджа сколько-то нанес. Это хорошо. Политик. Где там Политик? Я еще не вижу. Ну что, танк раскладывается. Здесь оверов подбревает. Пул. Два танка. Марики. А со стороны пул. Очень неприятный такой пуш. И Блай до готовности Спайра вынужден. Ну, вот это вот. Что за дебильная ошибка такая? Я не понимаю. Ну, я извиняюсь. Ну, оверов-то нахрена здесь держать? Миллиард прямо перед второй базой. Полт еще по личинкам стебает. Хорошо всеровущие выйти успели. Но с двумя танками делать нечего. Реводжеров может из Блай. Три штуки сейчас. Без реводжеров точно не отбиться будет. Реводжеры сейчас будут готовы. Нужно фаерболами нижней попытаться забрать. Кстати, здесь двух он уйдет. Фаербол. Так. Блай зачем-то по верхнему. Да по нижнему. Хотя полт уже, по-моему, и нижний готов был принимать. Фаерболы. Где Блай? Фаерболы не кидает. Ошибка большая. 1-0 полт, ребятки. Не прокатили Роучи. Не прокатил Спайр. Хорошо Блай готовился. Но не был готов к такому контролю со стороны полта. Что же это дело? Ну, Чиз не прошел. Ну, вот готовы к Блай Чизам. Что я могу говорить? Пришли Роучи и здесь особо ничего не сделали. Даже несмотря на то, что полку покидал сейчас мулов зачем-то. Я не понимаю. Так, ты все не уймешься, пес, а. Все тебе не уняться, блин. Предупредил, раз. Не помогает. 49, 83. 53. Бегает. Печально. Мануэль 1. Мануэль 1. Мануэль 1. Бегает. Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вставочка самая обычная Докажут ли, что Лайф будет Что Лайф в подставных матчах участвовал или нет Соответственно Такой вопрос Так, Денис 87 Я бы все хотел бы турниры европейские Основные стримить из игры Это же очевидный момент Ждем хост Субтитры делал DimaTorzok Так, пошел инвайт, захожу в игру Блай меня зовет Все, все здесь Но на самом деле На самом деле Блай просто Слишком верит в свой спайр На Ульвини Если ты пошел Вот так вот в Ул-Ин И отдал Просто всю армию свою Какой спайр Он строится 70 секунд Без ничего Нельзя сидеть там Идти просто От второй до второй Секунд, наверное, 10 Просто Это Мариком И Амедиваки С танкой Вообще моментально прилетают И с тем нечем встречать Это полная печаль Либо если Блай хочет Такой лейер делать Не надо Ну, то есть Нужно показывать Этот Ул-Ин Приходить И может даже Не 4 РУЧ А там 2 строить И переходить Сразу же в рабочих Плеток Пару заказать Я не знаю Такой лейер Так 1-0 Пулкну Орбитальная Верфь Карта Угу Ну, вы поняли Заготовочки От Блая Пошли Стандартно У него здесь Здесь Хака А в этот раз Другой позиции Совсем Нет, я на Африке не стримлю Естественно Ну что Пулк добавляет Сейчас Депошку Вторую Блая летит Вперед Почти готов Пулк готов Пошел Роуч Ворон Здесь Хатка будет готова Сейчас Пулк пролетает А Пулк даже К этой хате Не готов Посмотрите Он ничего не проверяет Вообще Ошибка со стороны Пулта Причем Очень серьезная Я считаю Таким образом Глая не подготовится Но сейчас Увидит ли он То что Хата нет Второй Или нет Вот в чем вопрос Основной Почему Блая всего Два линга Заказывают Я вот этого Момента Реально не понимаю Сейчас Рипер прилетит И двух Этих лингов Минуснет Так Прилетает Рипер Начинается Контроль Пулк Отлетает Сейчас проверяет Если вторая база Видит что базы нет Будет ли бункер Запилен Так Пулк Кстати Крип уже Видел Зря Блая Вот здесь Хатка Ставит А ну Хотя здесь Рипер пролетал С другой стороны Бункер пошел Королева готова Криптумар Пилится дальше Пили У Блая Сюда пилит Можно ближе Было подпилить Ну Криптумар Сейчас будет готов Нужно зайти Королевой И бункер Просто минуснуть Сейчас у Блая Очень хорошее окно Чтобы Пул Просто здесь Прессовать Невероятно сильно Так Королева КСМку сбривает Все Бункер надо минуснуть Блая Роучи снизу Стреляют КСМка новая Вылетает Реведжер Мофица номер один Реведжер Мофица номер два Фаербол По КСМке пошел КСМка живет Пока Пока она живет Бункер готов Нужно еще раз Кидать фаерболы Блайчику Пошли фаерболы новые По реактору По бункеру Сейчас Королеву не отдавай Увози Королева Блай отдает Нахрена отдал Не понимаю Так Фаерболы новенькие Пошли Блай Не отдавай Реведжеров то только Так А что Реведжер одного Отдал Блай Ну е-мое Это вообще Ни о чем контроль Это вообще Ни о чем Контроль называется Нельзя сейчас Блай Реведжера Ни одного Блай отдавать Зачем он его отдал Я просто не понимаю Реально Сейчас уже в макро Нужно было Переходить понемножку Думать об этом Моменте Потому что Здесь он не отбивается Бункер достает ДД Пошек Достает Парабам Ситуация равная Нужно хату Блай побыстрее Ставить Сейчас реально Побыстрее Ставить хату Главную Минус танк Красавчик Танк сразу же Сбревает Четко зашел До Медивака Еще Ну пусть Пол здесь Дэпится Нужно ДПошку Сбрить Нужно реактор Сбрить Сейчас И хату Заказывать Быстрее Блай Реактор Нужно блай Сбрить Обязательно Реактор Падает Заходит Бункер Пытается пробить Зачем ты Блай Так наглеешь Заходят Моряки Минус Так Танк Нужно пол Забирать Реводера Сконтролил Танк Сконтролил Но под фаербол Кстати попал Сейчас пол Нужно Роуч Ему идти Немножко ниже Блай пробился Между прочим Внутрь Сейчас Будет ли продолжать Прессовать Хату так и не заказал То что хату не заказал Ошибка Демеджный Роуч Идет вперед И что за исполнение Это такое Провальное Ну вот Блай Слишком Пуш Увлекся Пушем Экономику Не раскачивает В итоге Ситуация Не актив Блай Остановится Я вам скажу честно Так Заходят Роучи Есть один Танк Есть И второй Здесь танк Уже есть Все Сейчас Пул Двумя Медиваками Блай Просто Задрочит Я извиняюсь За выражение Денис Дают Потому что Там Твич Везде В основном Поэтому Ну вот Ошибка Сейчас от Блая Была Ужасная Почему Потому что Он очень Четко Выбил Танк Да стой Ты реводерами Снизу Стреляй Сюда Первого Реводера Сверх Рана Отдал Королеву Рана Отдал Просто Нужно Было Тремя Этими Юнитами Максимальный Демедж Нанести Все Распоставить Вторую Третью Выйти В стандартный Свой Спайер Было бы Все четко Сейчас Нет Блая В итоге Спайер Не вышел Ни в какой Она Отдавал Просто Здесь Юнитов Миллиард Зачем То Уже Видно Что Не Пробить Зачем Отдаваться До Дальше Воды Будут После Стрима Естественно Полетел Сос Вперед Все шансы Есть До сих Пор Как бы Более Мень Ну Как Нет Сейчас Тяжело Почему Потому Что Технологии Нет А Парабам Равная Ситуация Здесь Уже Стимпак На Половине Не Печальная Ситуация Перезатянул Пуш Блай На самом Деле Ну Полт Он Очень Игрок Который Ну Он Смышленый Игрок С ним Такие Как бы Темы Тяжелые С ним Тяжело Реально Такие Вещи Делать Нужно Их Очень Сильно Продумывать Чтобы Полта Обмануть Как раз На его Сверх Стандартности Вот Этой В обороне И вообще Он Он просто Четко Откатывает И Игроков Ловит Обычно На этом Блай 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 Полта Не Подловил Никак Сейчас И Это Был Полным Провалом Почему Потому Что Полт В итоге Экономика Намного Сильнее Оказалось То есть Первая Ошибка Королева Отданная На бункере Можно Отвести Блай Заплодить И новую Не строить А Блай Вынужден Был Новую Построить Вторая Ошибка Дисер Реведжер Отдан Он сразу Первый Из трех Был Третья Ошибка То Что После Убийства Этого Танка Он Начал Еще Что-то Подстраивать Ему Сразу Надо Было Хату Запилить И Вот Здесь Тусоваться Был Никуда Не Делся Он Летал Здесь И Летал Спокойно Абсолютно А Блай Тупо Все Разбирал Блай Криптуморы Блай Восстанавливает Еще Здесь Хорошо Танки Сверху Ну Блай Что ж ты делаешь Ну Е-мое Два Дрона Минус Ну За контроль Ты хоть Тихтанам Элементарный Контроль Должен Быть Так Возвращается Блай Домой Есть Двойной Дроп Ну Все 120 на 8 Нет Здесь Уже Хотя 9 Муталевсков Заказано Но Я боюсь Что Даже 9 Муталевсков Здесь Блай Не Спасут Линги На Мин Приходят Слишком Здесь Много До Одного 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 Сколько Муталевсков Отдал Да Блай Ну 72 115 Вы Сами Все Видите Даже Учитывая То Что Пул Третью Цешку Спокойно Сейчас Прям Взять Занять Не Может Это Ничего Блай Не Дает Потому Что Он Просто Не Сможет Лоб Вот Эту Хрень Отбить У Него Даже Бейлинг Неста Нет Сейчас Нужно Залетать Блай Так Здесь Неских Мариков Ловит Муталевск На Этом Действии Теряет Не Тут Вразмен Надо Ити Только Только Вразмен Блай Зачем То Дерется Это 2-0 Абсолютно Точно И Сейчас Американский Сервер Будет Судя И Катки Просто Х Пили Все Что Х Нельзя Подряд Так Делать Он Готов Уже Он Просто Ну Он Реально Как бы Подстраиваются И Ничего Неожиданно Как Блай Блай Сегодня Не Не В Ударе Совсем Просто GG. Короче, 2-0. Идем на Америку. Идем на Америку. Попробую сам туда сходить. Заходим в игру. Блайка пока нет. Идем на Америку. Так. Я вижу, в чатике слишком много экспертов собралось учить меня и Блая играть. Поэтому ограничусь устным предупреждением пока. Оно будет последним. Я думаю. Ну что, начинается игра третья. Посмотрим. Карта, которую, кстати, Блай любит. Это центральный протокол. Ну, кросс-риспы и... БКЗ нормально. Блай уже отдал фактически. Ульвену, которую он тоже любит. Еще можно попытаться что-то сделать. Самочувствие нормальное вроде. Пул просто такой игрок, что-то у него есть к определенной минуте. Чизит тебя готов вроде как. Ну и более-менее макро какое-то там есть. То есть, Еврокореец типичный уровень. У него когда-то был круто реально. Сейчас он вообще обычный игрок. Не сильный. Просто он очень опытен. Его нужно просто... Ну, вот ждет он от тебя чиза. От Блай он явно ждет. Просто халявишь там. Максимально хат ставишь. Больше рабочих. Ну, грубо говоря. Понятно, нужно продумать, как именно это сделать. Потому что из-за, как говорить, можно наставить. И просто как бомж вообще отлететь. Естественно. Но именно что-то вот такое с ним нужно делать. Вот так вот. Да нет, я просто поврился. Ну что, три барака рипера со стороны пулта. Ублая сверх ранний, кстати говоря, лейер. Вот на такую тему, но, но, нужно очень грамотно отбиться. На такую тему Нидус просто в кал укатывает таких тиранов с этими риперами. Три барака. Вот это вот уже приуныло давно. Эти три барака приуныли. Кстати, очень грамотно пулт выбивает личинки. Три яйца на второй базе. Глай ничего заказать не может. Королева сейчас погибнет. Глай-то в минеральную линию это ушел. Встречай. Ё-моё, а что Глай делает? Нужно встречать как-то. Сейчас линги еще выйдут. Ну, 14 лингов. Роуч Варен вижу сейчас. Лейер отменил. Глай лейер отменил. Испугался. Вот это ошибка была. Очень большая нужно было и не и лейер делать, и роуч Варен ставить. Почему? Потому что лейер все равно Глай понадобится. Если он будет вот так вот просто роуч Варена до лингов строить, ему все равно придется улынить. Как ни крути. Так, риперы пытаются на мейн пролететь. Блин, ну здесь карта под риперов, конечно, просто халявнейшая, я вам скажу. Пулт какает гранатками здесь понемножку. Так, рипер прилетел. Нужно королеву отконтролить. У него 50 энергии уже. Она сможет транслирус на кого-нибудь поставить. Так, линги здесь. Блай контроль. 5 роучи строятся. Часть из них на мэне. Ну вот лейера нету. Нужен Нидус. Сейчас просто сюда делаем Нидус. ГГ пишет Пулт. Все. У него ничего нету. Ну хотя у него риперов очень много. А с риперами Нидус может отбиваться. Уже не раз показывали это некоторые игроки. Как это делается. Роучи пляшут на гранатах здесь. Блай контр. Забегание рингами делает. Не, Пулт не дурачок. Депошка не опущена. Депошка поднята. Так, линги пытаются запрессовать. Один рипер минус. Все. От остальных нужно улететь. Ну, я не знаю. Овера в конце концов контр-дроп сделать. Блай нужно брать уроки у того, кто Пулт окатал на 0 и вертел, как не буду говорить кого. Просто мутка сама улетела куда-то. Вот, она сама подралась, пацаны. Вот. Так. Ага, передробщик все-таки от Блая будет. Лингов. Здесь риперы летают. Роучи мне надо встретить. Блай пошел встречать. Встреча будет сейчас. Где лейр-то? Блай добивает. Дожимаем. Вот сейчас Пулта. Линги передроб. Реводжеры линговые. Улын просто сделать. И все нормально. Так. Риперы залетают. Роучи. Четыре все встречают. Пулт все нахрен разбирает. Чертям. Три. Три рипера минус. Реводжер еле-еле тут. Не того фокусит. Передроб. Лингов. Блай за контроль. Ты их к рабочим. К рабочим. Поведи. Нет. ССШ. Блай грозит. Что ты Блай делаешь? Ну, где контроль хоть элементарный какой-нибудь? Думал, что да, лингов деть, что деть. Бесмысленный вообще передроб получился в итоге. КСМ выиграл с три штуки. Это реально мало. Они не только должны были четыре КСМки. То есть, они должны были пошатать, полетать. В итоге у Пулта сейчас будет стимпак. У него скоро уже будут медиваки. Никакие улыны, никакие нидусы уже здесь не работают просто. Да, шарфик не нужен. Сегодня себя нормально чувствую, вроде. Хотя, у него узлы какие-то странные всё равно непонятные. Это был Кьюр, насколько я помню. Кто риперами так делал. И он вчера играл на данном же турнире. И он очень скоро опять будет играть. Так, прилетает Пулт. 85-66 по лимиту. Блайт третью пытается занять. Ну, это реально. Не готов Блайт к Пулту. И всё, как бы. Просто не готов. То есть, Пулт, он играет надёжно. Ничего фантастического не демонстрирует. Ну, нормальный, хороший уровень игры. Но стиль Блая полностью контрит. Вообще полностью. Эти не работают Блайевские темы. То есть, нужно не только, как бы... Иметь заготовки чизов на каждой карте. У Блая не есть. Нужно и сыграть, и нормально. Просто стандартную игру иногда. Блай это делает. Причём, ну вот, проблема в чём? Я по себе знаю. Просто ты когда, вот у тебя что-то начинает идти, например, да, как бы, где-то с кем-то на каких-то турнирах, там, не знаю, у тебя начинает идти, как бы, чизы. Ты ими убиваешь, и ты начинаешь их везде катать. Ладеры, да, там. И у тебя проседают другие компоненты тогда игры. Вот. У Блая такая же тема сейчас, я вижу, происходит реально. То есть, он слишком увлекается ими. Слишком увлекается. То есть, нужно настолько быть подготовленным, чтобы уметь удивить полностью оппонента. С нуля, просто, как бы. То есть, пришёл, и он вообще поперевает, как бы. Что это ты такое делаешь? Я-то ждал сейчас Нидусов, какой-нибудь хрени, а он просто вот сыграл нормально, как бы. И если ты ещё на хорошем уровне это делаешь, то вообще тогда, ну, проблевать будешь, как бы. Плюс ещё вот такие вещи делаешь. Ну, то есть, Блая видно, что сейчас вот, реально вот он этими темами постоянно играет. И он даже... А когда ты играешь постоянно одними темами, а другими не играешь, ты в других не уверен, и ты, как бы, неохотно их делаешь. Особенно на турнирах. И в этом очень большой минус, на самом деле. Так, Блая бегает по следующему. По лимиту даже более-менее ровно, посмотрите, стало. Вот, молодец. Даже Марика законтролил. Даже Марика законтролил на Ксилнаге. Вот это игра называется. Идёт Блая вперёд. Третий ЦЦ-шки. Будет шатание сейчас. Третий ЦЦ-шки. Минус всё на третью. Блая Баахату нужно просто отменить. Хоть отменил. То молодец. Реводжер есть. Кот-то реводжер куда-то побежал-то. Не, говорит. Я обороняться один не буду, пацаны. Погодите, я клан. Побежал к Роучим. Подземный Муф не готов. Закопка не готова. Как с процессами была, ей-богу. Приходит. Подземный Муф закопка делается. Отдано всё до подземного Муфа закопки уже. Ну что за бред? Здесь, конечно же, Блая не отбится. Это 100%. Грейды 1-1 против 1-0. Здесь Блай потерял всё. Закопки с подземным Муф мы не увидим сегодня, к сожалению. 52-96. Ну, когда ты все игры из минуса начинаешь, естественно, это плохо. Первых двух Блай сам себя в минус загнал своими Чизами. Не очень хорошо исколенными. Пол был готов абсолютно. В третьей игре сам Пол был. Я загнал риперами. Вот и всё. Промаха. Давали уже на 6. И на 9 уже давали. Что-то мало даёшь на 5 всего. Здорово всем, ребят. Ну что? Я не знаю, кто... А, следующая пара у нас... Ну, следующая пара у нас другое. ТВЗ. Я так полагаю, оно немножечко по другому сценарию будет проходить. Следующая пара Кьюр против Хьяна, как я понимаю, будет. Сейчас проверим. Сейчас посмотрим, кто придёт. Так, Кьюр Хьян. Скорее всего, они не будут играть. Это будет ТВЗ. Сейчас переименую. Ну, кстати, как мне кажется... Ну, даже если бы у Блая был подземная муфа-закопка, он просто бы... Да, он в размен бы пошёл бы... Пошёл бы, он там бы, но убивал бы, но он не выиграл бы. Потому что тиран тупо здание поднял, улетел. А вот этот дроп элиминейтнул бы Блая. Просто бы игра оказалась бы более близкой бы. Но это только бы казалось, а шансов затащить навряд ли были бы всё равно. Пользователь Тенка активировал премиум на ваш канал. Спасибо за премиум. Спасибо всем, ребят. Курея. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Первый Dusk Сумеречные башни Первая карта Жду хост, буду врываться Олд пишет Ты не считаешь, что адепт имба Со знаком вопроса Если считаешь, то как предлагаешь их контрить? Если ты считаешь, что они имба Как их контрить-то тогда? Не контриться имба и не контриться Все, тупой нуб Адепты имбов Так, захожу Чарлик отдыхает В записях есть Чарлик Ищите Сколько можно уже Деньги пора брать, начинать уже За показ Чарлика Чарлик тоже человек Живой Поэтому Нужно от него отстать Ну что, Хьян против Кьюра Определиться Так, в полуфинале есть софт В полуфинале есть пулт То бишь Тираны проц Хьян против Кьюра Ну, Кьюр здесь явный фаворит Как по мне Хьян надо наверх определить Естественно, в игре Скоро начнем Так, или Идра Это Исиан Затупили, походу Будет сейчас Ре Вот Потом Риан С МС сыграют И полуфинал И матч за третий Финал, соответственно Будет Третья будет Пять На сегодня у нас А я думал еще написать Что поставьте наверх Янчик Что он там снизу Тусуется А так и не поставили В итоге Не, Идра конечно Ненастоящая Это Кэт На этом аккаунте Я так понимаю Сидит здесь Сидит здесь Отличный ответ Да какие адепты Контрить надо Смотри какой раз Как контрить Всеми по-разному Контрятся В первую очередь Это разведка Потому что Если к тебе Неожиданно пришло Там адептов Штук Там я не знаю 7-8 И у них еще Грейт нагревы есть И они Ой Интерфейс Они начинают прыгать Между базами То там уже Ничем их Не законтришь Так Так Я еще И язык Не поменял Ну ладно Посмотрим С обычным Интерфейсом Игру Так Бери деньги За все подряд Меню состав Показать рожу В камеру 100 рублей И т.д. Но мне та заместителя Какого надо нанять Я же не та тпшка Которая там Этот Стримит Доту Вот Нужно тоже Нанять кого-нибудь И говорить ему Что делать Сейчас ты должен Ругаться матом Аккуратно Сейчас там Показать рожу Сейчас ты должен Упороться Немножечко Чисто так Чтоб все время По кд Проект свой Развить Короче Такой нет У меня тема Так Секундочку Так Прошу прощения Здорово Диман Задержка Две минуты Ну что же Что же Ну фу Кьянчико Пошел Здесь хата Готова Юра Барак Факта Реактор Пошел Кстати Через вообще Что Через Рибера Марика Ну депошку Не прикрыл Минус реактор Сразу Что же ты делаешь Так Юра Великолепное Забегание Со стороны Кьяна Получается Вывел Лингов Зачем Вывел Два На Марика Два Дома Остаются Марика Кусают Он Боюсь Боюсь Не кусайте Ребята И риперу Свистит Где ты там Братан Помоги Помоги Братан Не успевает Помочь Печальный Рэпчик Рипер Зачитает В связи с этим Братишка Погиб Ну второго Реприть Успел Зато Здесь еле Справились В итоге На 10 ИП Марик Выжил Еще одного Тут поймали Линга Хотел Куснуть Марика Но не получилось Так И один Линк Сныкался Кстати Ему Может Закусать Нет Десятый Марик Уже Вышел Не может Ничего Просто Разведыватель Линк Будет Стоять Но Две КСМ Погибло Реактор Был Отменен Во-первых То есть Тайминг Сбит Плюс Потери За Отмену Есть Некоторые Да Вон Потери Видите 174 У тирана Великоп 009 Привет Всем привет Третий ССН Пошел Либератор Гелен Ну На этой карте Либераторы Они Не то чтобы Имба Но они Халявные Достаточно Почему Без спорки Королевами Здесь очень много Позиций Вот сюда Залетел Пространство От минералов До края Карты Очень мало Поэтому Он на максимальном Ранже Блочит Здесь И можно Так Встать Что даже Не подойти Королевой Чтобы Атаковать Вне Зоны Ди Зоны Поражения Вот этой Либератора Раскладки Так Едем Вперед Смотрю Димос Там ГМЛ Бьется Вот Смотрите Прилетает Кюр Имбо Либератора Показал Сейчас Просто Прилетел Разложил Под спорку Спорка Не согласилась Что он Имбо Наплевало Ему в лицо Просто Сейчас Либератор Вынужден Дисёвер Разбивать Пока Но Не здесь Надо было Раскладываться Поэтому Сюда Залететь И вот Отсюда Так Расложиться Как-то Не понял Либератор Погиб Пока Смотрю В чатик Блин Кто Его Минус Ну Королева Минус Ну А Как Так Юр Раскладывается Криво Я Не понимаю Вот Сюда Залетел Чтобы Только Краешком Вот Этот И Этот Минерал Доставал Хотя Один И Уже Там Будет Напряженно Заргут Чему Нужно Будет Снять И Других Рабочих Иначе Будет Переезжать Туда Сюда Отдаваться Ну Что Хорошо Это Отбился Ян Ситуация По Лимиту В его Пользу По Рабам У нас 64 50 Все Замечательно Один Один Делается Там И Там Это Важно Очень Так Здесь Два Лима Гелеон Ловят И Поймаются Тигры Гелеон Помогли Немножечко Дробчик На Мэн Пошел Здесь Есть Два Роучи Но Маляки На Симе Уже Два Роучи Тут Не Помогут Судя По Всему Не Судя По Всему А Точно Не Помогут Под Спорку Попал Немножечко Медивак Пытается Покуснуть На Ход Ноги Стрельни Ему Только Нужно Очень Да Под Него Стреляй На Бусте Медивак Улетает Тут Там Надо Вообще Когда Медивак Здесь Находится Сюда Кидать Примерно На Линию Если Он На Густе Летит И Тогда Возможно Он Попадет То Есть Не Свернет Никуда Летает Викинг Здесь Что-то Не Патрулят А Черешит Летает Ищет Кого Подрезать Рейводжеров Роучей Становят Все Больше 157 122 По Лимиту Полетели Дроп Вот Сейчас Нужно Либо В лоп Уйти Либо Сейчас Дроп Разведут Варианта Два Но Нужно Чтобы Дропы Не Развели Вот Это Очень Важно Но Как бы Тяжело Подгадать Когда Ты Не Видишь Ничего Что На Карте Происходит Очень Тяжело Подгадать Чтоб Не Развели Почему Потому Что Если Сейчас Первыми Прибегут Дропы Начнут Таковать Казерк На Сцент Это Беда Но Если Зерк Сейчас Наломится А Кюр Вот так Будет Стоять Пофиг На Четвертую Хату Вообще Можно Пробивать Просто Идти Но Нужно Главное Не Сидеть А Заходить И Разваливать Его Хламенчик Медиваков Здесь Нет Танки Поэтому На Фаерболах Минус Заходит Хьян 102 4 183 1.0 Сфольду Зерга Уже В процентов На 70 Можно Утверждать Точно Что Так Будет Тем Тем более Хьян Не Ждет Он Заходит На Мэйн Назад Уводить А Что Назад Уже Поздно Дружок Рыбаться Назад Уводить Медиваки Бегая Здорово Ромыч Дочка Замечательная Скоро Уже Будем Вместе Жить Здесь Диван Кровать Время Буду В квартире Более Менее Сделан Машиной Комнате Наши Нафигни Более Менее Ждем ГГ Короче Здесь Только Осталось Светильники Повесить Поправиться До конца 2-2 У Георра Но 2-2 Не успевает Видите 2-2 Продавил На 1-1 Тайминг Бетян Пришел На клики И продавил Вот Вот Чтобы Полца Выигрывать Просто Элементарно Блая Нужно Вот Такие Темы Вспомно Ждет От тебя Чизов А ты Пришел Роучи Ревозер Юр не знает Что это Только у Императора Так Получается Вчера С Дайши Просто На этой Карте На этом же Мэне Такое Микро Там было С Ройгу Проиграл В итоге Потому что Макро Подводит Немножечко Ждем Ждем Вторую Игру Вот Благо Макро Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, кстати, сегодня ли стримы работают на Goodgame и на Виде ТВ, кстати. Мне даже интересно, что там на Виде на этом есть, интересно, хоть кто-нибудь меня смотрит. Хотя, почему там меня кто-то должен смотреть. А нет, два зрителя есть. И Мишаня там рядом тоже с двумя зрителями. Так. 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 И карта – это центральный протокол. И респы-то ближние. Помню, Ферун там писал кому-то. «Стайв точно хрен две карты не возьмет». Ну, что-то мне подсказывает, что если бы поставлено было бы мягкое место на это, то уже пора было бы смазывать, по ходу дела, да? Вот. Начинать, видя эту карту. Но это не значит еще, что Кьюр возьмет и проиграет здесь. Ну, Хьян играет через пул первый газ. А здесь реперки, да, пошли? Ну, что же, реперки вообще. Так. Строчки с донатом тебе, кажется, нежные нужно разместить. Мне кажется, что мне лучше знать, куда строчки с донатом размещать. Тем более сверху она ничего не закрывает. Вообще. Профессиональный Алекс. Ну, ладно. Просто те, кто в StarCraft не играл никогда. Им главное, чтобы, да, чтобы было... Казалось, что так действительно и есть. Роуч Уоррен практически готов. Хьян-то, посмотрите. Элегантиш, практиш, гуд. Пошли роучи с мейна. И что это значит? На таких-то... На такой-то карте, на таких-то респах вообще великолепно смотрится билдец-то. Сейчас роучи начнут выходить. Риперы уходят или не уходят? Так, роучи, давай фокусни ты риперы. Да что ты за контроль-то такой смешной? Хьян, демонстрируй. Вот, минус рипер, пожалуйста, первый. Королеву уходят. Сюда криптумор пилим. Этот с мейна на вторую. Со второй пилим сюда. Роучи берем. Реводжеров морфим. Идем к тирану и все. Кью распугался. Даже рипера больше не строят. Что же делать, говорит. Тут роучи идут ко мне. Вот, вот о чем я говорил. Точно так же нужно продумывать план на игру из пола. Первую игру роучи реводжерами пробил, например. Ну, или просто сыграл. Во второй начинаешь делать такое. На нормальной карте. А вот там была у Лены. И все. Будет замечательно тогда. Минус лаба. Что-то тут. Хотя, знаете, здесь риперы подпрессовали мейн. Правда, тирану очень даже неплохо. Но выбивается весь просто продакшн. Весь продакшн выбивается. Карл Барак падает. Один. Второй живет. КСМ-ки приехали. Куда там полетели? Файрбула. КСМ-ки выходят. Нужно роучами, реводжерами. Фокусить риперов, мародеров. Мародера отфокусил. Мародер отфокусил. Один роуч. Даже отоказался. Риперами тупит вообще сейчас. Посмотрите, как тупит тиран риперами. 15-2 боевого. Сейчас Кьюр возьмет. Сейчас возьмет он, походу, да? Сейчас, но третью. Так. Ну, я надеюсь, что возьмет. Тут что-то как-то 3-0. Вот таких вот нежданчик будет. И для меня тоже. Не всегда ведь можно сказать, что это 3-2-2. Кьюр в команде с... с лайфом. Кьюр в команде. Говорят. Чего говорят-то, блин? Куда я жму, не понимаю. Ну что, В5 будет ли тащить наконец-то Кьюр-то или нет? Кьюр в команде. Матч фиксинг по-любому Сейчас разбирательство будет Да не, просто картеры Испыток попали на самом деле Ну, бывает всякое Так, давайте не будем такие слова писать Нормально выражаться Свои мысли Ну что 3-0 что ли Карта-то тоже такая для зерга неплохая Застройка и рампу не застроить Вот правильно А то все могут так написать А потом Стыдно мне за мой канал Да и всем Хотя я тоже сейчас мысли гонял такие Ну не буду говорить Рипер полетел Наверх Понимает прекрасно сейчас Кьюр, где хьяночек живет Рипер летит Лингами встречает хьяночек Рипера заблочил Рипер очень хочет наверх Залетает Гранатку ставит Лингов отогнал Так, королева от граната ушла Ну что, через одного Риперка здесь опенинг Сейчас будут гильончики с реактором По две штучки Марик есть Один ступоверов Отгонять Все замечательно Да, сегодня Турнир этот до конца Будет, насколько я понимаю И это значит, что Мы сегодня увидим Много великолепных игр Еще даже более великолепные Чем, наверное, эти Но, наверное Пока точно неизвестно Ну и, кстати Быстрее складывается У нас турнир Чем вчера Чумбыш Уже третья бо 5 И если сейчас выигрывает хьян Например То в 2 часа Уже практически 3 бо 5 Уложится Но Еще пока хьян далеко не выиграл И не факт Вообще, что выиграет Рипер на ксилнаху летает Линги бегут Гранатка выстрелена Хьян уворачивается Линги пришли Риперу помогли Минус 2 линга в итоге Так, один линкот На лево побежал 3 оббежали справа И, кстати говоря Здесь Кьюр Не очень готов их встретить 2 назад Троуч Ворон Ставится Инвиз Баншам Третью хату Хьян запиливает Криптумары есть Есть криптумары Здесь линг Пробегает Сейчас криптумар Минус будет Что же ты делаешь Он отменяет Хьян криптумар Так, один линк Плюс королева Помогает 2 гиллиона заехали Хорош Одного окружил И отпустил Зачем ты отпустил-то его Но Что-то Хьян сегодня ударил Какой-то контроль На грани Но великолепно В итоге получается Так, пошли криптумары 4 гиллиона После потерянных двух Пытаются ворваться Ничего не получается Минус 1 Пока Хьян обороняется Очень хорошо Потери у тирана Явно выше Да, так оно и есть 3 гиллиона На третью И Баншалити Скоро Инвиз будет готов Присет готов Давай, удиви меня Пристройка Присет Присет готов Еще и спорку здесь запилил Что-то Хьян Сегодня серьезно Настроен Реально идет Игра Я даже Даже вижу Это он Здесь спорка Испас Видели Уже летели ракеты В дрона Спорку запилил Дрон не погиб Красавчик Ну здесь 2 Банши Прилетают Но кстати Спорка стоит Прямо по направлению Движения Банши Поэтому Двух штук Банши этих Поэтому Навряд ли Много подрезать Получится Хотя Если Хьян Тут не за контролем Не за контролем Смотрите Почти отдал Все Кончился Харас Два дрона убил Все Харас окончен Домой лететь Играет между прочим На Корее А не Что бы в Корее Здесь 1-1 Хьян делает Инфестейшн Сейчас будет готов 80-81 Тиран Право по лимиту Впереди пока Кьюра Третья ЦЦ Есть Вот Сколько раз говорил Неужели Кьюр Ну не знаю Убогое расположение Зданий Вот Здесь пространство Сделай Между фактой И бараками Уже будет нормально То есть Можно будет пробегать Так вот Мутка с этой стороны Залетела Сюда Моряки забегают Они либо здесь Либо здесь Должны Бегать Это очень ущербная На самом деле Такая тема Конечно Многие тираны И не рассчитывают На это Но когда это случается Если случается То потом Просто провал Может получиться Так Банши вычиниваются Третью Начал забывать 104-111 В этом плане У Хэпи Расположение здания Обычно На мае Не просто Вообще Идеальное Практически Но У Хэпи Нет такого Макро Как у Кьюра Того Что Кьюр Штампуется Просто нереально Сейчас я думаю Вот он Третью занял Мы увидим Прекрасно 122-121 Ну может быть Да Из команды Выгнали Бывают Так как На отрицательных Эмоциях Хочешь доказать Что ты реально Можешь И Начинаешь Мочь На бабки Да Тогда Конечно Корейцы Кинули на американцы Что говорить Черти Киданули Хьяна На 22 штуки Баксов Ну и правда Там Игроки Устроили стримы Благотворительные С доната Семерку Насобирали Сразу Вот Ну и бишь Не значит Что все Американцы Черт А может Там не совсем Американцы В команде Были Ну все Призовые Хьяна Просто Какой-то Предприниматель Взял И впилил Себе Куда-то Такие вот дела Ну что Копица Кьюра 156 138 Нет Что-то Кьюра Да Вот машина Макро-машина Кьюра Заработала И лимиты Просто Уже на Двадцатку Больше Чем У Зерго Рабочую Больше Все Больше 2-2 Разве что Не заказывают У нас Кьюра 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 То есть Будут Ультралы Сейчас Запилены Но Нужно Отбиться Чтоб До Ультралов Подожить Но Лимиты Боевые Одинаков Пошла Атака Микос Раз Фаерболы Не под Микос Фаерболы Какие-то Чемикос Микос Учитывая Что Ультрал С Кевер Даже Сейчас Будут Просто Нет Ресурсов На Ультралов В общем Проблема 12 Дронов Запилены Решил Что Пора Дронов Запилить Четвертую Раскачать Хьян Что-то Мне кажется Не вовремя Дронов Запилил Сейчас Тиран Расшатает С этим Количеством Медиваков А Кьюр Наглец Лезет И лезет Кстати Говоря Сейчас Фаербол Ну вот Сейчас Инфесторы Не готовы Здесь Еще Прирост Весь Еще От Тирана Идет Кумус Надо Было Маситься Маситься Не Стало В итоге Хьян Это 1-2 Это Победа Кьюра Абсолютно Точно Репку Игры Вот Репка Пожалуйста Вот Ноль Видишь Скачет Могу Скинуть Репку Ты Скинь Мне Куда Тебе Скинуть Чтоб Ты Скинул Тогда Вот И все Мыло Какое-нибудь Я не знаю Ну что Фиан Тут Еле-еле Отбивается Но Четвертую Потерял И Уже Идея Выхода Ультралов Просто Проваливается Полностью Вот Тебе Ультрал И у Тирана 2-2 Уже Третья Атака Делается Яна Ах Яна Была история Штукиного Команды У нас Все Выигранные Призовые За Кого-то Период 22 Тысячи Долгров Ну а Так Как Это Были В основном Онлайн Турниры А не Блесклона Там Очень Много Затаченных Турниров Было Хорошо Прилетают Фаерболы Сейчас 116 43 Но Тут Либератор И Здесь Танки И 2-2 Грейды И Ничего Что-нибудь Турни Сделать К сожалению Так Что-то Долго Либератор Реагировал Мус Реагировал Потом Минус Ну ГГ Привет Всем Привет Ребята Ждем Четвертую Игру Не Получилось Янутри Ноль Это Может Быть Комбэк На Сам Деле Для Кюра Я Уверен Что Он Может Закомбэчить Но Закомбэчить Ли Хороший Вопрос Закомбэчить Закомбэчить Нюх Закомбэчить Закомбэчить Брон Либ Doo Закомбэчить Брон Брон Иск Закомбэчить Либ Норм Ненит Четвертая игра. Поехали. Бабки в StarCraft меня кидали, я вообще не припомню. Я так столько турниров не тащил, но когда вот на буткемпе мы жили, там, не знаю, всякие такие по 100 баксов там как бы все обычно выплачивали, не знаю. Я в основном в СНГшене всегда играл в турики. Интереснее было мне лично. Да, все всегда присылали, не знаю, буржую тоже. Без последних это вот с этим RFKS.ru сайтом. Что-то там мне плел чел, все плел. Вроде нормальный чел. Типа, держи, там, логотип, там, ну, договорились, там, по 5 рублей в месяц за логотип. На самом деле не так уж. Прямо это много. Я удержал, просто 3 месяца продержал, а потом оказалось, что там сайт весь по бородичу-то, как бы, ну, и все. Ну, в итоге ни сайта, ни ничего. Ну, пофиг, ладно, как бы мне от этого не смертельно, как бы, но тем не менее, ну, когда тебе рассказывают истории про там просто чисто как киберсквор встают с колен невероятным образом просто, а потом тебя вот так вот, как бы, бороду клеют даже, ну, вот за такие вещи. Элементарные, мелкие, то, конечно же, понимаешь сразу, хотя и сразу я понимал, что ты там как-то, ну, фантастика какая-то, но после такого понимаю, что это слишком уж фантастика и как-то так. Со вчерашнего дня, почему с сегодняшнего не с... А, со вчерашнего дня, что конкретно, какая игра тогда? То есть мне надо сервер найти тогда, с какого сервера скинуть и из каких игр. Ну, вот. Я, конечно, могу и все скинуть, но лучше знать более конкретную игру. Я просто там... Разные шаккаунты в папках разных лежат. То есть европейский сервер один, американский другой, корейский, третья папка. Так. Гранаточки риперы кидают. Два барака рипера от Кюра. Кстати, карта Терраса Преона, между прочим. Для Тирана против Зерга нормальная карта. Так. Гру, да. Счет неправильно запилил. Я извиняюсь. Счет наоборот. Юр же, конечно, проигрывает на данный момент. На лыжи бы сходили. Погода, огонь. Ну, у нас погода, если сейчас на лыжах выйдешь, можешь сразу скорую просто вызвать. В лыжах прийти к ней и сказать, пацаны, мне... В тихуку. Антидепрессантом я там впилить что-нибудь не знаю. Потому что, как бы, снега нет. Даже на речке лед уже протаял. Хотя, двадцатка стояла. Там, я думаю, сантиметров сорок, не меньше лед точно был. Ну, что, хорош прием просто. Хороший прием Хьян рипперам оказал. Минус все рипперы. Куда-то залез сейчас Кьюр. Далековато, по-моему, слишком. Потерял всех вообще рипперов. Что же Хьян? Хьян переводит много дронов на золото. Решение верное. Крипа нужно больше запиливать. На вторую базу тоже послал. Лэйр не стал, кстати говоря, рисковать и улынить. Хотя, вот, чертягу этого сейчас было бы штучек шесть-восемь реводеров еще лингов дозаказать. Пришел бы сюда вообще в хлам бы убил просто. Ничего нету абсолютно. Десятка дронов на золоте есть. Шесть еще заказано. Сорок-усть, пятьдесят. То есть, там третья ранее СССР, что даже рабочих больше. Грейды раньше, но убил рипперов, посмотрите. То есть, теряет Кьюр рипперов, а ему пофиг, если его не прессуют. У него все лучше, на самом деле, даже. Этот армори строится. Тайминг, конечно, не идеальный. Но 2.2 в любом случае раньше, чем у Зерга, будет заказано. Даже если завтыкает Кьюр немножечко. Всего раньше даже закажет. Но завтыкает, и он у него уже газ. Он как раз под 2.2 копится. Замечательно. Стим готов. Овера сбил. СССР посадил. А, или Овера еще до посадки СССР даже сбил. Газ куда-то весь... А, на медиваке. В медиваке газ вложил сейчас с Кьюр. Но накопится сейчас газ на 2.2. Все будет окей. Нужно где-то 350, там, по-моему, даст 75-45. 350, и погнали. Атака заказана. Сейчас будет и на армор. И на армор есть. Все. 2.2. Пошли грейды. Замечательно. Здорово, Кей. Полетел дробщик двойной, но не полетел прямо сюда, к золоту, к Юре. Правильно делает. Почему? Потому что пока ты будешь на крипе выгружаться, еще марики часть будут грузиться, часть уже будет снизу. А зерк прибежит линдами с невероятной скоростью. А так сразу 16-ти мариками прибежал. Королева минусну, роучи минусну. Подкайтил немножечко. И все замечательно. Еще и роучи можно развалить, кстати говоря. Роучи здесь не так уж много пришло. Кьян, правда, контролить их начал. Молодец, Кьян. Контроли с роучами хорошо. Лимита пока больше, конечно, чем у Тиран, но это пока 2-2 не делается. Опять прессинг на 1-1 дрейда, что ли, пойдет. Так, попытка перед Рокон на мейн. Попытка перед Рокон на мейн. Минус 40, 150, 173, 141. Кьян вперед вырывается. По лимиту прям неожиданно. То как. Загружается Кьюр, улетает. У Кьяна все зачищено, все распличено. Второй армор, правда, не заказан. Два золота уже, правда, занял. Это хороший момент. Кьюр больше-больше био делает. Ну, сейчас Кьюр на 2-2 с танками может выйти. И Кьяну будет очень тяжко отбиваться, на самом деле. Но танков немного, это хорошо. Два предупреждения даже. Три-три. Здесь 2-2. Ну что, атака пошла. 126, 155. Кьяна больше, офигеть, чем Кьюра. Кьюр вообще не контролирует. Что ж ты делаешь-то? На муве сейчас проблевает его Кьян. 125, 196 просто взял. Вот Кьян, смотри. Вот тебе Кьян. СССР зажал. Ну, это он умеет, кстати. Это он очень хорошо умеет делать. Нужно признать. Реводера все больше и больше. Лингов можно было бы добавить к этому миксу. Но Кьян чисто роучий. Делать, кстати, танков мало. Поэтому чисто роучий даже реводеры будут решать. Очень сильно. Причем фаербула там на что-то попадает. Такое ощущение, что у Кьюра задержка. Играют на Корее. Контроль от Кьюра так себе. Кьян на ламаный слоп. 157, 126. Что, 3-1 Кьян. Вот тебе и да. Кьян две карты не возьмет. Берет. Кьюра проблевает. Просто Кьян. Разваливает просто в хлам. Причем на макро раскатывает. Казалось, Кьюра уже набрал обороты свои. Но Кьян справляется с ним. Фаербула пошли. К КСН-кам зашел. К КСН-кам пытался минуснуть. Все не минуснуть. Здесь еще Фаербула падают. 4 базы в 3. У Кьюра делается 3-3 грейды. Но, кстати, если Кьян сейчас отойдет, и Кьюра выживет здесь, ему еще шансы есть минимальные. Потому что на 3-3 можно попытаться затащить. Сэшка садится, но Кьян не собирается отпускать, судя по всему. Да, ровущий. Все больше и больше. 200. Конечно, надо что ждать. Такая у тебя 200. Единственное, реводжеров побольше надо было бы запилить. Уходят марики-мародеры. Кьюра. Дэпошки в 7 минус. 190 на 95. 3-3 здесь грейды. К Юру подкопиться чуть-чуть. Че ты лезешь-то, Кьюра? Я не понимаю. Че-то лезет, лезет. Кусь Кьян успокоится. Сейчас скопить лимит хотя бы 130. Уже как бы хотя бы не 60 на 120, а 80 на 120. Уже будет легче. Потому что преимущество по грейдам есть. Пошел на... Хьян против друга. Американский, наверное. Северный был. Сейчас я с американского уже вчера все скину тогда. 135 на 68. Пишет. Держится до сих пор Кьюр. ЦЦ-шку не увел. Реводжеры фаерболами. Минус ЦЦ-шка. ГГ. Пишет Кьюр. Счет Хьян изи 3-1. Ну что, Рианг против МС. Похоже, здесь будет. Ждем. А, вот он, Рианг уже здесь. Так, сейчас мы вот его скоперну. Реводжеры фаерболами. Реводжеры. 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 Там очень много тебе репок Что-то я послал в Беломор Но там все со вчерашнего с Америки Я думаю найдешь Там по-любому должно быть то, что нужно Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, сейчас пока пауза Я сейчас поменяю название стрима Во-первых, что Рианг МС Последний четверть финал Четвертый у нас получается сегодня Так, все, меня название Помните про то, что В ВКонтакте есть группа ВКонтакте Где я выкладываю и записи И анонсы следующие Подписывайтесь на нее Обязательно она в описании Если сказывать и вид гейма Я думаю, кто-нибудь продублирует Сейчас приду Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вернулся я, ребят! Уже подчеркали, походу, но у меня второго и нету просто тут такая физиология чтобы его вообще не было это надо мне 50 кило весить 60 Че там такое? Юмористы пришли, сейчас ребят надо будет встать в чай, чайник запилить, хочу заварить цикория Как закипит стану обязательно это сделаю Я не говорю что Уфе брал или что Уфе их производят эти кресла Кресла самурай загугли МС против Рьянга, против Тирана, один полуфинал у нас против Яна уже будет ТВЗ, один полуфинал, пока только СОС в полуфинале, в другом, но кто-то вот из этих игроков будет биться с СОСом? Либо это будет МС и ПВП, либо это будет Рьянг и ПВТ посмотрим Шейник на кресле нет, тут как бы все есть, ничего отдельно не было Про Виде ТВ, ну а что рассказывать? Делают люди этот сервис, там брат Михаила Майкера тоже курируют Каким-то образом, не знаю каким все это дело Очень просто там регистрироваться и просто там в три клика практически делается стрим Поэтому решил туда его запилить и пусть ристрим будет тоже, короче говоря Ща кипит ребята Ща вырублю пару минут, пусть остынет минуту хотя бы Потом налью Ну что-то, гейт Нексус Кибернетка от МС, пробочки бустятся Здесь у нас факта реактор через Марика Пробку убил разведывательную QR Два газа, какой-то агрессивный такой опенинг, я вам скажу Как у Волка серьга Какая серьга Самуэль, да, сам обрился вчера, решил, что пора Даже как-то реально лучше себя чувствовать, стало как-то легче Прошу прощения Вот Этот Записи в группе ВКонтакте и на главной на Гудгейме есть, поэтому вступайте в группу и записи смотрите тоже Можете на главной их найти также, вчерашний Прошу прощения сюда Кошлянул Гусица варп, гусица адепт Один адепт тут на разведке Здесь нас, ага Передрок геленщика, видимо Еще в рот сами катаю Я вообще много сейчас не катаю, а в рот сами я всю жизнь катал с первой Старкрафт Цитоку в чай, у меня нет цитоки Запилить не получится, а вообще-то за что это такое Адепты возвращаются Три адепта пилон в минеральной линии Но прилетят сейчас три геленщика приедет от Рьянга и семь мариков медиваки Ну на пилон точно ламутся нельзя, но если адепты будут биться с ними где-то отдельно То тогда, я думаю, что развалят Рьян, все это дело Так, Леникс есть, адепт есть Просто, ух, в чем плюс геленов У них бонус по адептам, они их очень жестко убивают Но, что-то тут не хватает все равно Рьяну для хорошей атаки Несколько адептов убил, две пробки убил, пытается ворваться Верча же МС не выставляет, мне кажется зря, потому что две лишних пробки потерял Ну вот, фокус не туда, по этой бы ударил, убил бы еще пробку Барьянгу Вообще бы тогда Стрэндж против бомбера через 2 часа 15 минут Вот Мое кресло в Уфе стоит 12, около 13 Здесь я его за 20 брал Ну а кто-то мне говорил, что за 14-15 там доставляют Я его не знаю, какая его Ну, я не стал заморачиваться там с всякими доставками Потому что так, и гарантия есть И от магаза, ну и 10 лет на него вообще гарантия есть от производителя Так, что тут поднимаются До кошки уходят адепты Ну все тут напрягает Ис 4 феникса вот эти они прессуют Либератор пытается вычинить Не получилось вычинить, уже Либератор упал Ракеты летели еще Минка здесь есть Ну, хотя Либератора потерял тут не критично Но главное, чтоб дальше МС не расхарасил Потому что что-то по лимиту Так, все ситуации Феникс 1 минус Здесь адепт заходит Не успел в третий раз Вот вам патч, ёма КСМ-ку не успел в третий раз стрельнуть Двух-то мало За контроль же ты Так, криво контролит у нас Сырьянг Еще КСМ низко потерял 60-то 1.74 по лимиту Ну-то после этого начала провального На самом деле Не очень ситуация Пользователь Бесикра активировал премиум на ваш канал Спасибо за премиумы всем Секундочку Все, я здесь, отлично Пристройка завершена. Смотри, из подъезда будешь выходить по сторонам, смотри. Смотри, из м5 ты не то смотришь. Что там? Ну что, фениксы летают? Ну, вчера человек говорил, что есть доставка где-то. Может, от магазина, от какого-то, не знаю. Надо искать, гуглить лучше. Смотреть, что там. Я вообще без понятия, что там как. Может, в магазинах каких-то есть, местных. Потому что если есть так далеко, как в Кове, на самом западе и в небольшом относительно городе таком, то, я думаю, других-то уж точно должно быть. Ну что, поднимаются здесь танки. Сейчас еще два медивака вылетят. Пять танков у Рьянга. Десять лимита боевого проседает. Парабам проседает. Но это двухбазовая какая-то тема сейчас с его стороны будет. Еще медиваки тут попытался. МС подрезать не получилось. Нужно выходить. Прикрытие мариков плюс медиваки вперед. МС грузится в призму, полетел. Штормов никаких нет. Можно, можно попытаться удачно выйти сейчас. Но главное, во-первых, танки прикрыть. Так, видишь, сейчас Рьянг, где МС находится. Ну не надо за Фениксами гоняться, я тебя умоляю. За Фениксами вроде не стал гоняться. Призма летит. Ну вот сейчас главное правильно проатаковать. Хотя уже двадцать лимита разница сейчас боевого. Во-первых. Во-вторых, тут Призма где-то рядом летает. Рьянг что-то боится. Что ты делаешь там? Чего он бегает по центу? Три марика своих ждет, да? Ну сейчас, чем дольше ты бегаешь, вот не знаю, неужели Рьянг не понимает? Здесь золото. Чем дольше бегает, тем меньше шансов продавить. А, вот в третью Сешку решил выйти. Он подумал, что нет, тут что-то не очень давить. Но это плохо, вот когда ты по ходу игры такие решения принимаешь. Сейчас Рьянг поздно принимает. То есть нужно раньше понимать. Нужно гибкость демонстрировать на... Ну вот еще, когда готовишь ты только выход. Если ты вот увидел и перешел, а оппонент будет обороняться, да нормально, а когда ты уже выход делаешь и уже по факту решил, что нет, что-то здесь не очень, тогда это очень плохо. Во-первых, там будет быстро лимит нарастать. Во-вторых, контр-харасу вообще не готов Рьянг абсолютно. Хотя не он здесь не скьюных прибегает. Ну и СМС сейчас просто наварпит адепт отсюда. Не, вернулся всей армией домой вообще. Как-то так. Вот Ярослав 77, да, ссылку кидает. Но это, как я понимаю, в Уфе прям ссылка такая просто. В других местах. И цены другие, как бы, естественно. Продавцы, наверное, другие какие-нибудь. 200-150 заходят сейчас, кстати, по направлению вот с другой стороны от золота. Танки дропаются. Но если Феникс сейчас танки поднимут, то беда будет Рьянгу, кстати говоря. Фениксов Рьянг минусует сейчас. Танки поднимаются. Но адепты прямо в био врываются. Танки под ударом. Минус Рьянг МС. Здесь 150 на 100 по лимиту. Адепты вперед. Не даст уйти, во-первых, медиваком. ГГ. Нет, Гуфу СК я сегодня стримить не буду. Но если Хэппи дойдет до финала, например, то, может быть, попытаюсь ворваться. Или далеко дойдет. Ну, если это будет позже. А вообще по плану у нас другие турниры сегодня совсем. Вот этот турнир и KeepBet Race Wars. За Хэппи буду просто по сетке следить. Вот самое вероятное было, если б сразу Рьянг, просто сразу же, как он первый раз вышел, пошел к процессу и попытался бы там разложиться. Пофиг, что Феникса при Роспривале. Просто точку сбора дома нужно было поставить. Он этой армией мог расконтролить. Почему? Потому что у него там много было достаточно. Разница по боевым была. 10-15 в тот момент. Танки адептов неплохо прессуют. Если бы так танки разложил, что атаковал бы адептов и Фениксов, то бы фокуснул бы побыстрее бы мариками. Еще и танки, как хэппи контролл, если их начинают бить, то вообще вот а мог бы что-то сделать. Но не сделал. Так, ребят, сейчас я скушаю тут пару штучек и вернусь к вам. Вот так вот. Итак. Прикольно. Теперь давайте посмотрим. Прикольно. Смотрите. Продолжение следует... 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 Здесь у нас всё местами меняется... Два мародёра, два марика сейчас строятся... в инженерке плюс один. 8 гейтов ОМС скоро будет, фаржи нет ни одной, то есть грейды не делает, делает блинк, есть оракулы, роба, кстати говоря, у МС нету, и если он собирается, например, прессовать сейчас рьянга, то зря он роба не добавляет, но это получается 8 оборонительных гейтов, совсем как-то странно это выглядит, как по мне, зато грамотно, посмотрите как, вот, кстати, против дропов мало кто применяет, стазисная ловушка, очень эффективно, то есть ты дропаешься, она срабатывает, часть твоих юнитов заблочена, и они, их ты и забрать не можешь, они уже потеряны, и уже в бою не участвуют при этом, что-то рьянг идиотский, говорит, провально прилетел, сюда дропнулся, расстрелял, улетел, все, ну, третий цешку добавляет, но МС вообще везде все прикрыто, разве что вот здесь через вторую можно было вот сюда прилететь, здесь вообще ни хрена кроме двух пилонов нету, левая яйца дьявол, тираны в быстрой машинке, тираны в быстрой машинке с зергами играют, нас с проццами только некоторые стратегии снимет, чтобы рабочих вначале пожечь, а против армии они бесполезны практически, проццовские. Бараков сейчас пять будет скоро, либераторы по две штуки строятся, армор делается, атака уже готова, в этот раз у рьянга все получится, пишем в этой игре, и либераторы, тут игры еды, и инженерка вторая ставится, то есть сейчас 2-2 будет уже делаться, у МС даже фаржей нету, по-моему, ни одной, да, абсолютно верно, фаржей нету, у МС на 0-0 собирается какую-то тему сейчас прессинг делать, тут две фаржи пошло, сверх поздних, сейчас 2-2 тиран может заказывать уже через 10 секунд, а у МС только фаржи заказаны. Выходит вниз сейчас рьянг, видит, что МС здесь стоит, МС сталкер одного отдает, тиран Марико потерял, все, 2-2 нужно заказывать, рьянг это и делает, тайминг 2-2 просто великолепный в сравнении с тирановскими, в сравнении с проццовскими грейдами, простите, но вот нужно вот здесь вот перекрывать тоже пространство, потому что если МС сейчас на мейн забленькнется, будет так себе распад. Здесь уже 4 либератора, 4 это хорошо либератора, но можно одного и сюда было поставить бы, например. Если сейчас призма прилетит, заблочит рампу, то пища вообще будет. Но никаких призм нет, МС-4 нету, занимается. Это ошибка мне кажется. 2-2 тиран будет в 1-1 просто драться. Ну, рьянг немножко косячит, отдает, бил некоторое количество, плюс либераторов, сколько сейчас будет их, реально будет много. Тут уже и атака на либераторов пошла. МС в 2 робоколосса играют, это вообще интересный сейчас расклад. Редко вижу колоссов, но в последнее время вижу корейцы начали добавлять, а макро очень жесткое. Понимают они, что все-таки дестабилизаторы не так стабильные, они могут попасть, могут не попасть. Все остальное, что он, архоновую ветку, просто в хлам контрят гасты, а тем более сейчас с либераторами. Но колоссов все-таки перестраховывают немножко. Так, что я думаю, это не так стабильный. Так Минусуем Товарищи Не знаю, новый ник на им или нет И уже предупреждал давно Предупреждения Не работают Био все больше и больше 192, 183 по лимиту Риан двигается вперед 2-2 тирана на 1-1 Уграйдам это опережение Просто гигантское на самом деле Тирана заходит уже сюда Сейчас либераторами позицию занять Медиваки все надо на густе подвести Здесь у нас оракул что-то висит Можно было бы минуснуть его Иллюзии А, нет, не иллюзии МС новый скин колоссам, поскольку их грозные Еще бы дэмэджов наносили побольше бы, да? Так, пошла атака Либераторы в раскладке Колоссы штормы Смотрите, колоссы со штормами-то работают Смотрите-ка, колоссы жгут Сталкеры на клике идут вперед Но все-таки рианга оказывается Достаточно много для того, чтобы держать прессинг Штормов больше нету Био сюда подходит Новое и новое Почему они толдоримские? Как раз-таки толдоримские колоссы Так, тирана 3-3 в МС-2-2 делают Агрессивный блинк под Либераторов Пошел Пытается просто выбить Либераторов Либераторов выбил Но сейчас ручку, кстати, 1-1 на 2-2 До сих пор батл идет Уходит в итоге у нас Тессимортл есть Уходит Рианг по лимиту Пока в плюсе Четвертый цешка Планетарка И добывается она уже Вполне себе нормально Викингов добавил Викингов пораньше надо было добавить Вторая атака уже воздушная Пошла Сука, викингов Четыре Четыре года На кого пул Тхьян поставить? Но учитывая, что Кьян Кьюра развалил Как-то он его неестественно развалил Вот в чем вопрос Во-первых В пул-то я что-то так прям не верю Мне сложно сказать Вообще Кьян сегодня ударил Но пул-то его может выиграть Реально То есть Тут 50 на 50 Чистой воды Ну что Фидбэк пошел Мазеркор падает Под ЕМП неплохо тут потерял В поле еще Бродс Колоссы все полудохлые Сплит есть Сплит есть Гасты где? Гасты непонятно Где Штормы прошли Рашторм На хайграунде Штормов не вижу Колоссы все Минус в итоге Викинги есть Пока не сажает их Реянг и правильно делает Нужно вылечить Био Грейды 3-3 готовы Здесь 2-2 Ой 3-3 Био Против 2-2 Против Субитов надо принимать Рабочих выведи Некоторое количество Реянг тупит Что-то рабочих бы вывел Сейчас вообще Все нормально было бы 147-63 Боевого лимита Тирана больше Где этот весь боевой? Вот он Часть на мэйне Часть где-то сзади Все КСМ-ки пошли в спину С двух сторон КСМ-ки попели Шторм Последний Больше шторма нету У Протаса Био сверху Био снизу выходит Зажат Протаса Вступить некуда Призма для довар Понету Немножечко Мародера отступает Чтобы сталкер Попрессовать Гост есть Ну зачем выпустил Взял выпустил Зачем-то 115-11 Рабочих 30-ку потерял Лимита равный Выпустил Зачем-то Протаса Сейчас на штормах Отдаться И все ГВП Адепты минус Зачем-то Ну что О-ой-ой Хорошая ИМП Все Шторма не будет В итоге Здесь еще Два штормовика 60 энергии Стоят Рьянг Рьянг Не просканил И ошибся Называется Это вот Как называется Здесь био Приходит Сталкеров Отбивать ИМС Пытается Контролить Но 3-3 Бью Сталкеров Вообще На 2-2 Очень неплохо Стебает ГГ Печет ИМС Даже несмотря На стазисную Ловушку 1-1 Счет Становится Сталкеров Выхожу Выхожу в игру Сталкеров Сталкеров Затем Сталкеров Затем Сталкеров Сталкеров Все решает. Ждем продолжения, ребятки. Привет, разведчик. Прошу прощения. Чих какой-то присутствует несколько дней. Что за хрень-то такая? У ТОСа технологии не было, кроме Шторма. Спасибо за желтые буквы. Твое экспертное мнение. Оно очень экспертное. Ну, думаю, я сам разберу, что было у ТОСа, что нет. Еще один барак пошел. Ну, ЦЦ-шка. Три барака опеник, насколько я понимаю, у нас тут идет. Нет, два пока барака. Нет, третий все-таки пошел. Нет, третий все-таки пошел. Хасхиан, спасибо тебе. На добром слове смотри почаще. Турниров сейчас много, да и будет много. Скоро наши начнутся, типа Бобролиги. Малик патрулируется. На улице почаще бывает. Хорошо. Сейчас загорать пойду. Стрим закончу, загорать пойду. На речку, на пляж. Сегодня какая-то сумышка выглядывает. Робо готово. Твайлайт запилен. Возможно, Блинк Пуш, возможно, Адептис на мейн с Глефом. Я не знаю, от МС можно такого чего угодно ожидать. Адептис на мейн с Глефом. Просканил сейчас Рьянг. Спалил все вообще, посмотрите. И Дарк Шрайн, и Твайлайт, и Робо. То есть просто туреточки по периметру ставим. Почему? А почему в рабочих-то не ставим? Странное решение, кстати. А если Дарк дропнется сюда и придет сюда, то редко здесь стоит. Но не знаю, как-то очень опасно, по-моему. На рампе тоже не ставят. Апсервер залетает. Апсервера хорошо бы было сейчас бы сбить. Но нету энергии пока. Пятидесяти. Апсервер вот здесь летает. Рьянг пока не видит, судя по всему. Апсервера этого. Везде все перекрыто. Притма-то вообще будет. Неа, МС призму не ставит. МС, кстати, обманывает своего оппонента, выходя в ранний третий нектус. Вот так вот и надо обманывать. Докси, Темпесты, вот на проуровне. Счет забыл запилить, прошу прощения, да. Темпесты играют на улении, например, с мейном. Вчера МС демонстрировал этот билд. Прокси пока не наблюдал. Ну, на некоторых картах может работать. То есть на вот этой карте, вот где-нибудь отсюда, Темпесты, вот в этом пространстве, мейн шатать. Или с этого направления. Нет, с этого неудобно. Здесь меньше пространства, мейн тяжелее шатать. Потому что Темпестами лучше мейн, чем вторую шатать всегда, где продакшн. И загорать пойду на лыжах. По асфальту, как уже сегодня про лыжи кто-то говорил. 16 марика вперед полетели. Скан минус абсервер. Простимпачился. Зачем простимпачился-то? Так, а несколько секунд Стимпака, это сколько точно Стимпака? Секунд. Кто тиран там? Сообщите, я вот что-то не помню. Прилетел, разгрузился. И что-то ушел, мне говорит. Что-то там не очень. Там много всего, пора домой уйти. Третью ЦЦ, пора улетать. Ирьянгу. Ему лезть ни к чему, да. У него по грейдам впереди. Он здесь адептовом, скорость атаки делается. Здесь все нормально, в общем-то. МС. Еще одна туалетка есть здесь. Здесь одна, как была, так и осталась. КСМ-ки вылетают. Сэшка что-то не переводится, правда. МУГ на второй базу еще один полетел. Разваливается МУГ. Продолжается добыча. На второй, третья вылетает. По боевому проседает немножко. Рьянг по рабочим на три меньше. Ну, двадцатка разница по боевому. Зато грейд 1-1-0-0, и это важный момент очень тоже. Верди на ГГ вернули. Чего-то не знал я. Тисто втихарька, что ли? Ну, почему... А, ну, он на Твиче стримит. Твич у нас. Но Твич на главный у нас нельзя впиливать, насколько я понимаю. 143-165, двадцатка разница по лимиту. Опять абсолютно такая же ситуация, как в прошлой игре. 2-2 заказывает Рьянг, у МС... А, в прошлой игре он 1-1 сразу. Сейчас заказал, а здесь даже форжи ни одного нет. Вот это да. Ну, МС-то, а что МС? Блин, В нажал, всеми блинкнулся вперед. На хрен, Гри, ты делал это вообще. Бесполезное занятие. Кто-нибудь строит ваку-клазера, наверное. Надо смотреть все игры. Я видел пару раз только от корейцев. Не было бы такого макро-жёсткого. Про ядерки то же самое. Смотри стримы. Будешь видеть ядерки тогда, использующиеся. Буквально вот недавно Мару ядерки кидал. 11 секунд стимпак. Надо, что Адова тоже мог бы в ликвипедии принцип. Смотрите, 4 медивака летят вперед. Вот МС-то, кстати, спалил. Вот как-то Рьянг вообще под апсервером. Что за бред вообще? Сейчас будет перехвачен. Ой-ой-ой, какой дешеврес, Рьянг. Ты вообще фейлер. Просто фейлер. 30 лимита, как с куста. 30 лимита, Карл. Ну, что я могу? Как я не могу не сказать, например, иди-ю, идиотто! Ну, про тирана такого, который загрузился и даже не удосужился. Посмотрите, что здесь апсервер летает, например. Еще сейчас давай матеряем этих либераторов. Слетит спокойно себе. Да, тут тебя ждут вообще. Оборону всю убрали специально. Четвертую цешку занял сейчас Рьянг. Покидает муну. Но это еще не конец для тирана. Но упустил полностью. 2-2, тайминг 0-0. А мог бы фактически на оклике пробревать бы с таким преимуществом гигантским по грейдам. Кстати, посмотрите, вот либератор Гост против Протса. Просто такая дичь. Кидаем ЕМП и сталкер просто с патрона либератора. Пиу, пиу, пиу. Все. К примеру. Еще либератор раскладывается. И МС пытается вперед пойти. У Рьянга и так все хорошо. Даже после этой дикой потери. Чем обсервер так долго летел за этими медиваками, что можно было даже проклик увидеть, что-то там двигается сзади. И как можно рассчитывать на то, что фонет не увидит, если обсервер сзади летит, да не среагирует. Я просто не понимаю на таком-то уровне. Два твайлайт ОМС. Нет, один твайлайт ОМС. Может, уже убил один специально. С несколькими адептами Рьянг решил зайти. Из-за ЕМП шел там МС-армию. Он что-то понервничал с ЕМП. Достаточно было кинуть два, а не четыре или пять, как он кинул. Но МС уйдет. Сейчас поля отрегенит. Все. На лыжах и велике. Ну, опять 200 в 200 начинается конетель. Туда-сюда беготня со стороны тирана. МС здесь рядом. Гасты где? Гасты здесь. Все. Все вот откуда ни возьмись. Штормы взялись сейчас и успокоили ночь Корьянгу. Так он прям как Мару вперед ломился, но отдался в итоге. Нужно контролить опсов всегда, если ты дропы делаешь. Откровенно через центр лететь на таком уровне и думать, что тебя не увидят, это бред. Просканил, опсов загрузился здесь и вот так вот через свою базу опа, влетел как-нибудь или вот так вот, неважно. Хотя и в этих местах могут быть, но в центре опсевер вероятность, что заметят гораздо выше. Тем более там опсевер рядом долго летел прямо на уровне как бы медиваков, то есть можно было его обнаружить. Так, один шторм всего лишь остался. Ну, два Архона Морфедса. Смотрите, как Либератор дает Архону пурнуть. Нехлоп, она выдавал там темписты уже МС частью вообще под Либератором идут. Смотрите, ЕМП получил. Здесь в лоб атака идет Гасты, Мародеры. Довар зелков проходят зелки с чаржем. Рьянг не то, чтобы развалился, но по лимиту сейчас просел и много в до заказе нужно отступить. 3-3 сейчас будут грейды готовы, до 3-3 подрался не ахти сейчас. Ушел назад, Либератор и вторая атака сейчас будет готова. По 3 темписты МС уже делали, есть плюс 1 на воздух. Также, кстати, обязательно нужны Рьянгу викинги сейчас. Викинги вообще контрят практически все здесь у МС. и колоссов и темпистов. Только землю проблизится и МП все остается. Как сталкер приходит, чтобы на отдавались нелепо как-то несколько штук. Гост куда-то пошел, 150 энергии куда-то повел-то его. Инвиз, Гастам есть? Есть у нас Призма отдалась. Вот, кстати, по туреткам красавчик с этой стороны. Туреток запилил столько, что вот Призму сам сразу же законтрил. Отбивает дробчик в итоге маликами у нас Рьянг. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что? Архонщик минус Атака пошла ИМП попер, Либератор Раскладываются, Викинги есть Ой, там Либераторы начали давать Джазу, Грейд на рейндж Либератором готов Ёма, ВМС тут Флотилия уже какая-то, неизвестная Пришел Рьянг Нарвался на Флотилию Огреб немножечко и уходит Назад сейчас, нужно больше Викингов Просто больше Викингов И всему этому придет конец на самом деле Био надо Вычинить, вот этих ребят тоже Можно вычинить бы было бы Здесь Либератор блочит целый базу Добычу можно вот сюда перевести, с рейнджом Очень приятно это делать ими Так, атака пошла, ИМП новая Проходит, Темпест раз минус Второй Темпест терпит Но здесь нету Викингов, только Либератора А вот, нет, два Викинга есть в руку Я вижу, что дэмо что-то наносит Ну, марики заходят под Темпестов Под Колоссов Темпесты минус моментально Штормов наловил Рьянг сейчас Штормы тут Очень жесткий дэмо Но медиваков много, все вылечится Есть и Гасты Темпестов убивает В ГГ, МС 2-1 Рьянг Изи Рьянг Ну, первую МС защитил Дальше не защитить Видите, в макро МС слаб Грэйды вообще не делает У Рьянга все четко по грэйдам Вот МС чисто как европейский Просто играет там со сверхпоздними Грэйдами какими-то Нет, Тиран делает грэйды И просто раскатывает сейчас И все Продолжение следует... Так 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 Продолжение следует... 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 1-1 грейды, здесь у нас армор доделывается Плюс 1 есть у Рьянга Где все же все МС Нет, пока он ничего не видит Но тяжело вот именно на мэн здесь Дропнуться, если честно Вот это очень радует Меня лично от МС Чтобы не отдать эту игру Вот МС делает очень верное решение У него 1-1 В коем-то веке будет равная с тираном Во равное время То есть предыдущие все игры Уже делалось 2-2 У МС даже фаржи не было В итоге Но вот сюда лезть на либераторов не стоит Если сюда зайти Просто агрессивным блинком То можно и клавиатуру в голову сломать Потом будет самому себе МС Ну потому что он не может сделать такую рост ошибку Это тоже И это было бы очень больно Рьянг полетел на мэн Посмотрите 16 мариков Только МС отошел Красавчик Либераторов раскладывает Скорее под пилоны Зря вот сюда надо было дропаться И либераторов сюда вот так вот раскладывать Хотя рампу прикрыть желательно И успевает часть рампы прикрыть у нас Рьянг МС пытается зайти сбоку Блинк есть вот сюда Надо заблинкиваться Либераторы складываются Улетает МС красавчик успел отбиться Увидел где раскладки нет Вот здесь вот пару либераторов Вот эти бы пораньше прилетели Сюда бы разложились бы И мэн бы мог бы затерпеть Но Ключ конечно бы в том Что маловато Маловато было на Медиваках юнитов Было бы это не 2 медивака А 3 хотя бы То могло бы все измениться Не в плюс МС естественно 2-2 МС заказа Здесь 1-1 Только вторая атака Адептам скорость атаки делается Четвертый нефтус заказан Сейчас вы видите МС бегает тут на своей части карты В принципе на Оль-Рине Никуда особо лезть не надо Здесь главное грамотно обороняться И контролить выходы все нормально Если лимит особенно более-менее нормальный Минус камня Все в раскладочке Немножечко сейчас Игра затянулась Стабилизировалась Рианг пытается вперед 2 ЕМП по центре Мух хорошо 3 даже 3 и лишнее Надо 2 Вот Рианг как-то нервно очень ЕМП кидать Не нравится мне На центре Вот энергии у них ближе Зачем 3-ти кидать 2 кинул Все больше не надо 100 энергии 100 полей минус Все Нужно хладнокровнее действовать Энергия гастов Вообще игру Может решить Потому что может Вовремя ее Когда нужна Будет она очень Ее может не быть в итоге Так 3-2 Сейчас Рианг закажет С армором завтыкал То ли инженерки не было То ли просто не заказал С армором завтыкал Не успел Заблощить Ну тут нет смысла Адептами врываться ММС это понимает Это минус 4 адепта Сразу бы было бы Так пошел еще скан Кстати Вот так я подумал Прикольно было бы сделать Чтобы гасты Могли снайперить Сразу по иллюзиям адептов Почему Потому что Ну прицелиться Иллюзию видно визуально Прицелился в него Гаст же не глупый Да Он псионик Он понимает Что за адепт Телепортнется И сразу снайперим В этом направлении Но Реальность и баланс Ничего между собой Общего не имеют Потому что это гасты И так слишком имбовые Псионики Они контрят Все Абсолютно И у Бродца И у Зерга Практически Абсолютно Именно Сзади гоняться не стал А вот это уже Косяки контроля От Рианга Пашисту с теми Четыре С двести Ой какие МП Либераторы Тут в центре Нужно уйти Под либераторов Сейчас Риангу Он отходит Под них Не МП Можно на сталкеров Дать Они с полями Там очень Неплохо Себя чувствуют Так Дестабилизатор Вперед идет Фокуснишь ты его Ну тяжело Конечно На таких лимитах Контролить Идеально Вообще Тем более Здесь контролил Дроп Рианг В данный момент И вот В итоге Реально Дестабилизатор Нечем фокуснуть Зато здесь Хорошо уворачивается И здесь Хорошо уворачивается 166 154 170 154 МС больше Но вот Рианг Просто пару раз Проатаковал И уже не больше В итоге МС Либераторы Еще больше Пространства Перекрывают Сталкерами МС собирается Подраться Био Подходит Сейчас По чуть-чуть Ой какая группа Большая идет Очень прям Большая группа Подходит Под Рианга Граиды кстати Граиды нету На ренч Либера Был бы вот сейчас Ренч Либераторами Это все было Для МС ГГщика На самом деле ЕМП по сталкерам Чтобы не стояли Не смотрели Наглую Заходит Заходят Рианг Наверх Что это Такой непонятный Вот куда Нужно прессовать Адепты Телепортируются МС Забыл Отменить Телепорт Фейл Жесткий Рианг Подходит Никто 3-3 пока не заказал Оба на 2-2 Дерутся Так Либераторов Как-то нагло Рианг Прям много Сразу Переконтролил Дестабилизатор В спину Заходь Нужно фокуснуть Фокусит Рианг Кладнокровно Пошел В замес Здесь Дестабилизаторы Стреляют Подрезают Несколько юнитов Ну не прям Не дико много Шторм пошел Еще раз выстрел Дестабилизатора Идет Че-то Риан Какой-то перестимпаченный Все демодженное В мясо Но Юниты МС не выдерживают Прессинга Имморталы Ничем помочь Не могут Он говорит Пацаны Хочу стрельнуть Не могу Снизу смотрит Ну а что поделаешь Зайдешь сюда Получишь Удар Больный Очень Сталкеры Подблинкаются Фокус Либератора Пошел У Рианга Не хватает энергии Чтоб все вылечить Пилончик падает Фокус От МС Либераторов Пошел Но попадает Под другие 3-1 Рианг И все-таки Он тащит Эту игру Ну что Корейцы с корейцами Остались Я так полагаю Дальше на Корее Будут Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, по поводу вопроса про вебку. Давно просили, запилил вебку. Ну, я планировал это сделать, тем более, что сейчас как бы я буду жить отдельно в ближайшем будущем от того места, где я стримлю. Буду стримить здесь, на этой квартире, в комнате моей старой. И возможность появляется, но скоро с кухни уйду. Уже очень скоро, я надеюсь. Нет ответа, где следующий матч будет. Такое слово про гостов не говорить. Да госты их не будут трогать. Они слишком сильные, я думаю, их может опускать будут когда-то. Как хэппи, вчера можете увидеть на главной странице записи, в группе ВКонтакте моей можете увидеть записи также. Кстати, вступайте в мою группу, стараюсь я там выкладывать, не стараюсь, записи туда выкладываем все, анонсирую следующие стримы я там. Такое. Такое. Так, Ян Пул, следующая будет битва, переименовываю уже ее, группа в Старкрафте, вот она, ой, ВКонтакте. Так, мой стрим, так, 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 канал редактируем. Полтишок против Яна будет. Полтишок против Яна будет. Ты зачем усы сбрил, дурик? Все правильно сделал, побрился правильно. Не надо. Как чеб уж ходить. Нужно быть опрятным, культурным. Ну что, ребята, давайте-ка на кейбетик взглянем. Ставочки есть с Хьян против Пулта. Пулт совсем не фаворит, посмотрите-ка, против Яна. Почему-то, потому что Хьян забрил Кьюра. А у на Хьяна, ёма, 2.95 на Хьяна было, у Кьюра 1.30. Вообще хорош. Поэтому, видимо, Хьян и фаворит с Пултом теперь. Ну, не знаю. Мне кажется, что Пулт вполне может пробрить Хьяна. Потому что он не будет совершать таких ошибок, которые Кьюр совершает. И он реально как бы может сыграть четко. Это с Блайм показано. То есть, Кьюр халявит очень жестко. Он как-то в корее жестик какой-то вообще в какие-то моменты. Но сейчас видно, что его пробревают с какими-то чузовыми темами. И, ну, не отбиться ему просто. Пулт, я думаю, может справиться с этим. Но мне сложно сказать. Я думаю, здесь 50 на 50 реально Пулт Хьян. Рианг Сос. Ну, тут здесь Сос явный фаворит. Но Рианг показал, что может ПВТ тоже сыграть. Так что вопрос открытый тоже. Кому интересно, ставочки делайте. Желательно регистрируйтесь через мою кнопку черную. Нежелательно регистрируйтесь. В принципе, через мою черную кнопку. В описании канала Губгейма. Исказывайте рефералку, там ссылка. Ну, а мы ждем продолжения. Все, сейчас черкать начну. Сейчас приду, ребят. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 пост а вот все готовы пишут касс мана против касса мана такой же фаворит как линок против самого мана сирал против стрэнджа просто невероятные фавориты против касса ну вот что с пользователь шадин активировал премиум на ваш канал с маной к сможет пободаться сиралом думаю ему будет очень тяжело хотя сирал против тиранов не силен и он сам об этом говорил недавно вот как-то так но стрэндж против все равно ну не знаю не знаю но мне кажется коэффициент и завышена немножечко не в пользу стрэнджа но будет тяжело в любом случае так пошел инвайт не успела заскочить все заходим ну что бо 5 еще не бо 7 и он готов готов ли пол пол пока ничего не пишет но сейчас начнется любом случае битва сегодня игре еще не только кингу вытрав сегодня еще и битра из ворс но и битра из ворс я пропускаю начало точно может быть вообще полностью пропущу зависит будет от того сколько будет идти данный турнир но но будет зависит от того сколько пойдут матчей вот начинает нас наконец сосед сейчас хочу был войска сетку правят посмотрите было и уже в четверть финале смотрю гидра и лейзер идет и кстати и хэпи возможно с гидрой скоро будет биться вердос что-то разбушевался смута провалил сейчас красавчик просто далее продвигать тоже в четверть финале минато стиран викам кто-то из них тоже в четверть финале будет что-то наш снг там со всех сторон давит револьвер проиграл и эсг гордан не знаю кто такой немец какой-то все больше наших не видно пока блай символа убил ну завоза было что-то вообще бушует будем следить за группу иском вердос тащи я на данном турнире стремлю ну 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 Нет, не Д, за игры начинаются Улт против Яна Следующий раз Острый Янг дальше Идры здесь никакого нету Это Кэтс под ник на ММИдры Под аккаунтом, точнее, Идры Янг 6 лингов строит сейчас С мувом пораньше Здесь Ривер прилетает, дроны ныкаются Увернулся сейчас и начинает добывать Янг в итоге все в порядке Линги вышли Два линга бегут, кстати говоря, к Тирану Сейчас здесь нужно законтролить обязательно Так, ну дрона можно и оставить здесь на ММИ Так, здесь Ривер прилетает Начинает харасить Проблемы очень большие здесь на второй базе Ну, два газа Хьянг заказывает Пока вообще ничего не потерял Газ отменять Королева есть Нужно Рипера принять Гранаточка еще пошла Гранатка взрывает Но дрона не фокуснуть Рипера можно потерять И здесь два линга прибежали КСМ-ку отменили Кстати, на рампе вообще Нету А, не, Марик есть Вру Марик есть Может уйти сейчас Попытаться Кстати, можно одного линга было бы спасти То есть одним убежать А вторым здесь остаться Например 0-2 Ну да, звоните 0-2 Двоюродный брат Красиво стелись Фрейрок Ну что Пул собирается Марик И танк Сижем Прийти сюда Вот, видимо И оно подхарасить Посмотрим, что из этого получится Конечно Но Не уверен, что что-то получится Танк Минус линк Миндивак полетел Дропчик пошел Танк Сижем Здесь у нас рипер Пытается залететь Залетает на мейн Это разведка Естественно Рипер уже не жилец Разведывает сейчас все Мимо крипа Облетает Видит лэр Видит пул И гранатку Пол успел кинуть Ну, дрона не подрезал Немножечко Струйные ряды Пошатал дрона Киан готов Еще Марик одного подрезал Это и другие Пок slicии … … Продолжение следует... 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 Ну что, перешли на Америку, все ждем остальных Сумеречные башни, вторая карта, заходим сюда Сумеречные башни, вторая карта, заходим сюда Сумеречные башни Ну что, все что-то полт там пишет, готов, нет, не понимаю Полт корейским написал, ready что ли, я чуть не понял Ну никто не понял, полт, напиши же, ты же в Америке На американском сервере сам играешь Ничего не пропали-то все, я не понимаю, что ждем-то, кого? Ну что, все что-то Может меня с сервера выкинул, да нет, все нормально, все идет Хорошо, хорошо Хорошо, хорошо Хорошо, хорошо Что там пол делал-то, я не понимаю Уже готов, а был не готов Хорошо, хорошо Все, наконец-то, слава богу, я уже сейчас бы подушку начал искать Все равно 37, да сколько можно-то уже В общем-то, все равно И все равно Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Привет всем! Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь у нас ЦС-шечка строится, через барак всё это происходит, но без риперов играет пол, через мариков два газа. Запилена так. Сейчас она нам нужен. Ставим 37. Смотрите продолжение в следующей серии. На второй базе на мейне 16, один на газе. Третью ставит Хьян Мух. Делается пул, пока я не понимаю, что собирается делать. Так, второй барак. Какая-то агрессия ранее. Видимо, ранний стимпакт. Три барака танки. Медиваки с одного Старпорта. Что-то похожее на такое. Хотя, сейчас и на реактор пока полетела. Да, Бо-5 что-то я Бо-3 поставил. Не заметил даже. Конечно, Бо-5. Теперь у нас полуфинал, а они все Бо-5. Потом у нас будет, соответственно, матч за третье место в финал. Я не знаю. Ну, на Ликвипедии стоит матч за третье место в Бо-7, как и финал. Но я подозреваю, что может быть он Бо-5 на самом деле, матч за третье место. Но не уверен. Два геленщика. Плюс два. Плюс еще два. Викинг строится. Стимпакт делается. Викинг один, чтобы оверов прогнать. Вот он овер висит. Будет уничтожен здесь. Потом не знаю, где. Посмотрим. Сейчас медиваки начнут строить. У нас полд. Без танков, как-то, честно говоря, не очень хорошо. Вот если даже выхода какие-то будут. Но можно и без танков попробовать ворваться. Третье вообще пока не добывается. Ух, Яна. Делается шесть роучей против Гелиона, конечно же, перестраховочных. Викинг им просто идеально быстро полд находит оверов. Знает, где он располагается уже просто у Хьяна. Два овера минус. Но вот этого-то можно увести. Зачем его здесь держать? Сразу минус будет. Так. Одна уводит Хьян. Здесь не уводит пока. Клакас добрал. Два повесить повар. Начинать сбор. Сбор на Штона. Спорки пошли. Так, одна на третьей, одна на мейне На второй вообще ничего нету Пока что Но зато два медивака от пол-то прилетает Готов Лихьян, где Роучи? Роучи где-то бегают, фиг пойми где Здесь 6 гелионов заезжают И что отбивать? Здесь 6 гелионов не отбивать наш гуд нормально Дронами принимает Яну Если бы Ян еще немножко Сплетил бы этих дронов Было бы замечательно Хату сейчас потерять Провал полный для Зерга Я так думаю, что сейчас уже пол-фактически берет С этими действиями игру Хату минус 0 Здесь 11 дронов минус 0 Парабам мало Еще и на мейне Хата лишился Ян Но 1-1 разве что он дегрейды делает И с положительным моментом Пол-то тоже 1-1 делает И даже атаку на технику сразу же Сейчас будут танки Био 3-я с Цэшкой есть 2-2 сможет заказать сразу же Если закажет Hoe. Парабам нет Доброе Ji Третью таташку пул занимает. Пять мариков на мейндорчхру, пока Хьян впереди кстати, а не это пул впереди, о чем я говорю, на 20 лимитов о чем пул впереди, но очевидно после такого врыва Зергу оправиться практически нереально, ни в четвертую Хьян не может нормально выйти, не даже дома защититься нормально, стационарной обороны тоже мало, но СОС соответственно это первый полуфинал, СОС во втором полуфинале, как бы логично как. До конца полуфинала ничего другого быть не может. Так, деваки вперед летят, отгоняют у нас. У Хьяна домой, 147-146 лимиты одинаковые практически, но у Хоу тут все идет вперед, у него три двоечки, 2-2 био, вторая атака на технику. И по три танка он строит, уже идеальная контра вообще к ручер-ревензерам получается. Так, пул подтягивает, пилы сейчас. Пошла битва, нужно простимпатчиться вот этими сбоку, врываться, пулт идет, вообще не контролирует. Как тормознуто законтролил, пулт сейчас жил. Если потимарики вовремя прибежали, вовремя это имеется ввиду, когда еще здесь часть жила была бы, это был бы разгром зерга. Но пулт не контролил, часть это не прибежал. Ёма, здесь еще какая дичь. Не люблю тиранов, которые вот так вот по частям делятся, когда можно добить. Ну а если можно добить, надо добивать уже. Диваки новые заказаны, идет полт вперед. Здесь тем более на оклике просто танки разложил и маленькими... Ну, может перевозить танки вперед нужно будет тоже, как вариант. Добиваются три фумера. Танки все же, но не так криво так все делают. Танк пулт вообще не законтролил. Короче, пулт в своем репертуаре. Здесь опять же, ну вот, что мешает вот это все, взять сразу точку сбора и сюда поставить. Зачем по отдельности-то ходить всеми? Это вот как у Хаса такая тема была, долго потом вроде научился точку сбора, затем опять перестал что-то ставить. Так, танки стреляют очень сильно, пулт покусит ревозер, да, он покусит ревозер, а сейчас. Нужно забирать, улетать. 144, 108. 3, 3, 3, пошли играть ДМ. Ухол там. Можно выдвинуться в 7 вперед сейчас. Продолжение следует... Так, сканы. Пошли пулт, врыв на вторую делают, одновременно выход на четвертую. На вторую что, врыв? Идет врыв, немножечко Хьяна отвлек сейчас. Линги в танки вбегают, сверху ровучи ревозеры Мариков забирают. Что ж за бред-то такой. Передроп пошел. Не готов Ян абсолютно. Пулт, дроп контролит как-то криво. Пытается выбить леер. Кстати, на 2-2 грейдах ТП, посмотрите, как просто утекает у леера. Очень быстро. Минус леер будет, безусловно, Микос уже не поможет. По Мариковам фаерболы неплохие. Все выкинул, на медиваке фаерболов нет в итоге. Ну да, давай. Пулт тупой не уведет. Конечно, Пулт уводит. 112-132. Ультралис кеверн. Как же Пулт долго добивает-то? Ё-моё. Пулт как бы уверенно, просто всю игру вообще уверенно ведет. И уже давно пора на оклике возбрить Яна. Но вот он почему-то берет группку, приходит, контролит и отдает. Берет еще. Если бы Пулт, я думаю, понимает, просто может контроля ему не хватает. Хотя 335, почему ему не хватает. Просто нужно было приводить нормально прирост и все как бы сюда-туда. А, ну у него, кстати, нет. У него здесь орбиталка на четвертой, не планетарка. Может быть, поэтому Пулт именно так делает? Я думаю, что да, скорее всего, одна из причин. Я на это внимание не обратил. У него не планетарка, а орбиталка. Ну, это наглая орбиталка слишком. Была бы планетарка в точку сбора сюда, пофиг на забегание. Ну, сюда может забегание быть. Ну, зато бы добил бы уже. Ну, что, Пулт армор уже делает на тех. Ай, опять, посмотрите. Дропы какие-то смешные. Ну, в контроле дроп с шестью мариками вместо... Ну, вот здесь армия больше, чем вот здесь в выходе. Ну, что вот это за выходы смешные такие? Ну, вот же здесь стоит просто больше лимитов в разы. Пошел вперед. Неужели? Сколько торов? Штук девять уже, наверное. Да, девять и есть. Здесь, шесть, там. Просто одними торами добить можно, не говоря уже любым компонентом. Всеми мариками, всеми торами пришел и убил. Хотя нет, торами не убил, потому что много лингов. И если они по лингам начнут стрелять, а они начали бы стрелять, то ультралы могли бы подрешать. Заходят. И атаки торы здесь 2-2. Ультралы мягенькие, а нет, готовы. Армор уникальный. Все-таки мне показалось, что не готов. Что-то поп. Так, все, сзади оставил. Боится на мехоз попасть. Но торов-то подвести надо. Танки ближе подходят. Решил, что просто сейчас Ян будет сзади забегать, поэтому держит группу. Так вот аккуратненько вперед не ломясь. Ну, кстати, правильно против ультралов это важно. Так что слэш минимизировать нужно. Пошел вперед, Ян. Торы на третьей атаке просто раздают с этих ухуде мучил. Деги. 1-1, наконец-то. Мучает дзерга. Может, да, Хьяна решил измотать просто перед третьей игрой? Может быть. Так, что мне кажется, кори мне что-то просто как-то размазал. Плавление понизило. Он реально понижает. Его надо, походу, чайку леленого варнуть. Все вообще крякнут. У тебя зеленые же тоже вроде понижают. Или повышают. Понижает, я смотрю. Это не надо никаких зеленых тяр, чайов. Плава. 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 Короче, то понижает, то повышает. Так, а, следующая игра, наверное, на Корее. Я зеленый чай смотрю. Или нет? Нет, все там, походу, остались. Чего я туплю-то? Да, все здесь, я чуть-чуть свалил. Да, кофейку бы надо, турку надо найти. А нагуглил я, что понижает. Не знаю, что тупят, ничего не происходит. Ну, игроки здесь, значит, здесь будет игра. Сейчас, погодите, посмотрю. Какая кожа, сам есть вообще. Не было чая, никакого тут блинца. Все заваляно каким-то дерьмом. Поворчу маленько, поворчу. Так, пилка где? Так, пилка где? Да, давайте. Так, пилка где? Так, пилка. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, поставил кофе. Вот, нажмите раз в то, чтобы я здесь это... Я вот уже хочу как бы начать, да. Всё меня не даёт этот флэнгит этот или что-то уже теперь. Непонятно, что перетёкшее. Поставил кофе, сейчас законтролить надо будет, чтобы не убежало. Пул Тхьян у нас, кстати говоря, битва. Посмотрите, у Лена карта. 1 на 1 счёт. Как-то что, долгие такие паузы стали, я не понимаю. То ли тупит кто-то жёстко, то ли что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok да ладно что у меня прям как-то реально даже температуру поднялась пристройка завершена гранаты кидаются хорошо криво сейчас пулт пробревает улучшение завершено бункер что-то видит тут хен по-моему да что-то шевелится лингис мум будет ли лингарелдеры давайте посмотрим сейчас а переедропщик королев смотрите пошел элегантная тема любят у меня как раз эта хрень кофе убежать убегать собирается так ребят все я здесь попросил за кофе последить все муфовером готов летит вперед у нас кьян ну что элегантная тема полт вообще не готов к этой теме абсолютно ну полт не знает просто билдов четких линги забегают да нужно сюда дрогать нужно иначе танк будет долго жить все линги пробревают все королева минус ну вообще в хлам полт просто вообще не готов был к ней тут что-то у нас рипер летает 2-1 в пользу кьяна следующий сервер у нас что следующий сервер корея наверно будет минус тимбак маленькие тут что-то пытаются сделать но они ничего уже не сделают часть лингов рабов убивает уже 40 39 на 52 пытается с рабами полка отбить нет рабочих он уводит на вторую базу но это его уже не спасет вообще так еще линги дотекают че-то чуть непонятное сейчас кьян делает если честно у него так до хрена юни так он не может дожать даже межит его уже королев вдруг вот же линги здесь один медивак все зарешал в итоге линги все таки в мариков грызаются королевы живут трансфюзы прошли нет все таки берет кьяна эту игру залп минус овер 19 на 40 6 на 25 фурабам линги все новое и новое дотекает либератор против лингов не очень решает на самом деле поэтому все окей в плане удобности да мне удобно но остальным неудобно так породревайтесь ну вы поняли минка стреляет всех лингов в кучу сведи еще жестче чтоб вообще на всех убила за залп блин чё за бред делал сейчас непонятный честно говоря пьян ну факту зато сгрыз старфор тоже пытается сгрызть не надо эту линию пересекать либератор об этом говорит ну королевы новые прилетают гэгэ все таки сейчас ждем корея не корея дальше так все остаемся на америке я чтоб туда-сюда не прыгал просто нужно было это сразу узнать ну что же работает работает эта тема а вот следующая игра присоединяюсь к игре чё-то пьян решил пофиг на корее правле полта чё-то он слабый куда-то смысле на америке правле опасно опасно ну что поехали далее ну что 2-1 хьян и центральный протокол ближний респе полту не повезло то как а ну вы поняли я думаю 1 на 1 хэппи а с кем там хэппич бьется то с гидрой накажет ли гидро мифическую наш император да посмотрим так что респе ближний так на кофе надо выпить вот что другая кружка совсем с московского дримхака подарил мне человек написано здесь на ней сергей боми родионов и запрос player from раш вот такие вот дела три кружки мерзких таких разных есть интересных сколько стрим то идет сегодня уже какое газа какой один с восклицательным знаком пять часов три минуты пять часов три минуты пусть подостынет кофе маленечко 103 барака рипперы что же хеон вот как поджали красота вообще к стенке как гопнули просто к стеночке приезжаю вот здесь на мосту смотрите мост такой перила к перилам говорят линки сработали хорошо оп спалился спалился милиционер наказал одного второй кинул убегает домой 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 ну что два раков много линк один ныкается роуч ворон хеон кстати стая достаточно ранний рипперы начинают хату вторую харасить но то что пока нет этот плохо конечно кстати мы в браузере может быть проблема ну что харасит у нас пол драузер другое попробую а так и твич тоже есть сегодня есть еще в виде тв 2 ари стрима у меня запилен но я думаю так и буду делать где можно это будет ну что идет вперед хеон что-то не как юр вчера гранатки пол прикидал вообще тут хеон уворачивая вообще тут хеон уворачивается в итоге от всех практически еще новые пошли уворачивается красавчик здесь один роуч подставился где роуч это еще хеон мало где реводжеры не понимаю так гранаток все больше больше реводжеры пошли пытается зайти и хеон сюда дальше заходит но рипперов что-то многовато совсем так гранаты в молоко реводжера еще одного надо заморфить отвел роуча сейчас хеон молодец реводжера надо морфить реводжера пока нету газа начал добывать все сейчас реводжер пойдет ну надо заходить что-то фаербулок вот кидать вот хеон что происходит то нахвалил в итоге хеон ходит ну кинь ты фаербулок когда они подлетают почему они гранаты ставят заранее а ты фаербулы не кидаешь минус реводжер все провал провал стимпакт тут прям заказан выбивай не хочу по коллиценту фаербул в молоко хорош пол хорошо контролит я вам скажу сейчас свитер не дает вообще киону ничего сделать еще один реводжер мотается один рабочий кион заказывает понимаешь что тут уже не срастается ручи вообще разливает так пытается кион тут стимпак пробрить нет стимпак точно не пробрить реводжеров минус фокуса нету сейчас только фокус был ну выбивает просите гидропулк все выбивает хорошо вот контролил риперами но хеона больше все равно лимита на пятнашку база правда 2 в 2 вот это неприятный момент и нету лейера что самое главное 43 26 парабам это очень важно если хеон дома отобьется то все нормально но здесь прилетает 4 рипера и как же роучи вовремя вышли очень хорошо вышли я думаю сейчас они вообще тут начнут разваливать шатает полк мэйн куда те три роучи делись а вот они все на второй базе муфлингом делается хеон подкапливает газа сейчас это линга реводжера посмотрите будет пуш причем щитрех газов то есть реводжеров будет ну очень много плюс линги хороший вариант кстати если штук 8-10 реводжеров сделать с таким количеством фаерболов будет замечательно но полт выдвигается вперед хеон куда ты по частям то все делишь пошел вперед полт идет так роучи здесь 4 рингов запилено в итоге без реводжеров придется стоять бой скан крипту мэры минус реводжеров пилить ну вот с демэджных роучи можно пилить я считаю реводжеров сейчас 22 ринга делает хеон полт крип выбил нужно крипту мэры восстановить пошел морф реводжеров после окончания скана и учитывая что медиваков у полта нет можно будет врываться бункер всего один как и был один крипту мэры восстановить же ты внизу королева есть же одна вот она вот можно сюда крипту мэр пилить только быстрее надо действовать да пиливает крипту мэр один королевы двигаются вперед 2776 опасный очень опасный пуш идет так вот на этой карте убил подобным билдом вчера сортов хэппи ну хэппи даже за стимпак не дожил но тут кстати стим есть и боевого хотя на двадцатку меньше боевого щиты бы выбить сейчас линги врываются стимпачится пул линги все отдаются на хрена так спешить то щиты выбивать надо хорошей про эрболы пошли королева по ходу по эрбольчику еще по полту проходит щиты выбежат и ёма щиты не выбил такой вот пул живет пристройка ну вот накидает и туда выбьет и щиты нет что за тупеж то вообще отходит хён назад да все дороги нет назад это ол ин ол ин до конца десять роучи еще делается какие десять роучи куда пошел все сейчас один танк будет это в хлам вообще все законтриться вот 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 Нет, Кион ставит третью, пытается занять третью, Фаерболы почему-то не кидают, только сейчас, значит, у Култа есть функционин, у Киона нету, принимая ещё раз бой. Так, реводжеры стреляют, стреляют они неплохо, демэдж наносят, моряки чуть-чуть падают, Култ уступает на стиме сейчас, но есть танк уж, заходит Кион, по танку Фаерболы пошли, залез в ловушку, сейчас попал, нет, танк не добил, как он много настрелял, это жесть просто, хотя лимиты пока равные, если здесь вот Кион тут развалит, Култа снизу, может что-то получилось, нет, он не развалит снизу, его развалит Култ снизу, наоборот, нужно скупать, с реводжеров не отпускают мародёра, идёт вперёд у нас Култ, 2-2 судя по всему сейчас счёт будет. На углевении это очень опасный билд, передрох с квинами, квин, с оверами, лингами, нужно понять, что это происходит, и... У Либератора, конечно, плюс, плюс бункера, да, обычно-то бункера, по-люзому никак, наверное, не садится, что Баты могут помочь. Култ давит, квалиами-то уже в плюсе, но Кион держится, молодец, золото начал качать, передрох, Култ делает на золото, Кион идёт в контратаку, зря сюда он идёт, здесь два танка. Минус золото и минус пёнка. Фаерболу и между кинул, но они никого не заденут в контратаке. Раньше фаербола не учёл, или просто не знал, что они заденут. Мне тоже показалось бы, что они могут два танка убивать, но они слишком далеко стояли на самом деле. Не знаю, какой сервер будет сейчас. Заходим сюда. Минус з DC Ну что, решающая 2-2 счет Карта, что у нас? Руины сервис, гигантская карта Давайте сейчас быстренько глянем Что у нас на Гуфу СК происходит Пока игра только началась Ну что же, Хэпич в полуфинале Красавчик Гердос бьется с Нерчом Полуфинал может быть чисто наш Теренвик убил Мината Теренвик будет с Даной полуубиться за полуфинал И я думаю, что он Дану должен пробревать Изи просто Блай, вот этот Бордан и Гуру Вообще хз, кто такие Поэтому думаю, что Блай тоже должен пробревать Здесь высокая вероятность процентов 70 Я бы дал, что Блай против Теренвика будет биться в полуфинале Здесь Хэпич Ну, конечно, здесь вероятность больше, что Нерч Хотя Вердос убил Снуто до этого То есть, если Вердос убьет Нерча То вероятность Просто, наверное, процентов 60 будет Что полуфинал И чисто СНГшная нога в Туэсковую И это будет круто, конечно Жаль, что я его не стримлю Но стримить нужно то, во что вписался изначально Турнир крутой Здесь очень круто Тоже все будет За Гуфу СК постараюсь следить Здесь у нас СОС еще будет играть в ближайшее время Все это из игры Еще только полуфинал А ведь матч за третьем Должен быть место и финал Если не стримить до конца Больше и звать не будет смысл тогда Это, наверное, вчера можно было забить Потому что вчера не финальный день был 2-2 счет у нас 0 боевого лимита Это баг интерфейса геймкартовского Я скинул человеку рефлея Там он должен писать создателям Там создатель пишет Близзард Короче, это что-то там у Близзов Какие-то косяки Нужно исправлять Я надеюсь, скоро исправится С этим делом Он колеблется Иногда показывается Иногда нет Просто вот и все Решающих Янполк 2-2 против... Кажется, решил бичнуть немножко Янчик-то нахрен, говорит, биться сейчас Нидус буду делать ну, потому что такой лейер или под Спайр, или под Нидус учитывая второй газ, вот этот элегантно добавляющийся сюда очень похоже, прямо невероятно, прям похоже на Нидус да, и Роуч Ворон пошел, конечно, это Нидус 10 факта, Старпорт ага, опять, кстати, с ранним Стимом может прокатить Нидус да, ну, уже убил Теранвик, красавец, значит, Теранвик в полуфинале ну, что, я говорю, 4 игрока может быть верди на люре сливается надеюсь, агрессивным блинком ну, посмотрите Нидус есть а чем на мейн-то, как Нидус ну, что-то такой, блин, ухьян ну, ё-моё, вот уже может сейчас через 10 секунд Нидус пилить ток оверсира делаешь здесь пока он долетит, уже Нидус секунд 15 было 15 секунд на такой стадии это просто вот, здесь Старпорт готов это готовность или не готовность Либератора так, всё, Нидус готов а запилить некуда викинг, Либератора нет, здесь, кстати, Нидус зайдёт сейчас судя по всему от Хьяна элегант 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 говорит Хьян евро Нидус пошёл евро Нидус звучит как евро интегрированный просто ну что, Нидус попёр вообще не готов пук минус тимпак минус всё в размены идти нечем налезло как кишмя кишит как грязи просто этих зергов роучи какие-то королевы королеву не трансьюзит Ян, ну что же ты делаешь тут это может и грызгнуть один не трансьюз королевы в такой ситуации почему? потому что это потеря ХП гигантского количества так роучи бьются королева ксмки отдаются кстати как-то тут полт-то даже отбивается стимпака правда как не было так и нет королев нючка отконтролил назад отвёл полт отбился да, но выдержит ли полт второй Нидус а второго и не будет ну вот королеву не протрансьюзил всё надо было трансьюзить королеву мне больше и сказать реально нечего заказанным роучем Кьян пытается в макро перейти нет дружок это чё-то печаль вообще полная можно ещё один Нидус на мейнпиль ну здесь Либератор уже есть отвечаю королеву протрансьюзил совершенно другой бы расклад в игре был да наверное полт-то всё равно бы отбился но ситуация парабамбы по лимиту совершенно другая бьетлиц бил печаль беда хэппи с нерчом будет биться киш-мя кишит гриб вышли акул взял и отбился эремита больше и всё больше стимпак ну конечно затянется здесь немножко игра не много не мало 8 гиллионов приезжает ручки куда-то ушли куда они ушли пол пробревает королеву так как он успел в последнюю секунду и валю что на запилить абвер на ВЦГ отменил акиан успел молодец но всё же ситуация плохая 1-1 пул делает здесь ничего не делается но пол сейчас просто планомерно я думаю до победы доведет просто сейчас стимпак будет скоро очень будут медиваки точнее вот уже он может строить пока не заказывает хотя есть все ресурсы удастся 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 90-71 по рабам. 1-1 дойдет, сейчас 2-2 уже сразу же пойдет. 121-109, я чуть-чуть впереди по лимиту, но шансы на успех просто минимальные, хотя вот если как-то сейчас фаерболы на халяву упадут, вот он вперед пойдет, сюда нидус запилит с приростом, хотя никакие нидусы, здесь уже двойной передроп идет, 0 юнитов здесь на обороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отбивается пул, здесь убивает. Все, гэбешечка, что комментировать, что-то под зависием, что комментировать. Дроп убил и сам отбился, 3-2 пул, молодец. Ну почему-то играли, кстати говоря, американский сервер, честно, я не понял почему. Сейчас Корея будет или Америка. СОС на Америке. Но СОС будет биться с Рьянгом. Корея, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 Шторм... Продолжение следует... 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 192, 192, что-то ждет, Сос, что ждет-то? Нету ревелейшн, очень важного момента, который помогает шатать. Так, темписты прилетают, минус либератор раз, минус либератор два. Видеть, что темпистов реально много, тиран. Так, сталкри подходит, штормовики подходят. Опасность очень большая для тирана сейчас. Начинает шатать Сос в планетарку, отходит, внучка, от планетарки. КСМ их проштормировал, сзади врыв идет, хватит ли шторма? Так, пошли либераторы сплэшем, сколько демеджа они наносят? Очень много темпистов, Сос пытается увести. Либератор отфокусил, мариками не справляется сейчас со своей задачей у нас Рьянг. Видел ли Рьянг, что здесь базы Сос настроил, я не знаю. Мариков шатает, СС-шку зашатает в итоге, Мариков убирает. Здесь адепты, штормовики без энергии. Почему без энергии? Это вот один токс энергии здесь есть. Выкинул штормы, но нужно было вот на эти кюнингов кидать. Нексус брит, а здесь у Соса добыча идет, вообще не видит об этом. А этого Нексуса не видит тиран. Каррера строится, сейчас может не успеть в каррера, в Сос выйти. По земле мало остается. Что за бред происходит? Сейчас Био возьмет и сбреет тиран, пока Сос здесь летает. Три каррера есть, четыре в продакшене сейчас. Запас по экономике есть. Ну куда ты летаешь-то, пацаны? Ну что он делает, Сос сейчас? Что за вот это за бред вообще? Куда они летят, темписты эти? Куда? Вот куда ты летишь? Ань, сюда, на камне. Так он моментально камни пробьет, и ты не успеешь никуда улететь просто-напросто. Домой, Сос как-то хитро домой возвращается, очень хитро. Не стал даже стрелять, сейчас правильно сделал. Третий атак на воздух ушло. Ну вот здесь, смотрите, воздух, два, две атаки, нули игрой, а у тирана уже 3-3 Био. Если где-то врасплох, в центре вот застанет сейчас тиран, он просто сбреет даже имеющимися 50-ю мариками все нахрен с гастами. 3-3 по земле Сос не сделал, но 3-3 он не делает, потому что уже воздух, свитч полноценно идет, ему поля бы здесь делать вообще не мешало бы. Штархоны есть, много чего здесь есть, 181, 192 по лимиту. Но у Рьянга проблема очевидная сейчас, отсутствие четвертой базы. Вот он полетел с Сэшкой, Сос увидит с этим сервером, куда он полетел, вот он видит, никуда идет. Так, пробки переводятся, Рьянг мариком спалил, куда они переводятся. Понимает, где здесь подстава. Здесь Нейтус-1 вообще не добывается. Так, вылетает Сос вперед, каррер еще один есть, нужно брать с собой. Идет вниз, 187, 27 боевого лимита тирана больше, но качество лимита даже сравнивать нечего. Нужно штормовиков брать с обороны. ЕМП пошло, посмотрите, ЕМП по архонам. Так, шторм пошел, шторм один кинул, Сос. Нужно сливать архона одного еще. Заходит Рьянг вниз, здесь нужна оборона, пробки слиты вообще зачем? Не законтроливался, Сос просто пробок. Да, Варп еще идет, все штормовики, здесь 2 с полной энергией, новые архонщики строятся. Марики сейчас мух с нулем армора на 3-3 грядах просто и забьют. Штормы великолепные пошли. Ой, как часть лимита, сколько тут штормил, но лимитов все равно меньше, чем Рьянга. Сколько мариков остается, посмотрим. 28 мариков, 5 гастов. Нет, так, кстати, можно развалиться в итоге. Рьянгу, ну нет, он просто мух всех убил, Сос улетает. Все, Сос бомжует в итоге. У него просто сейчас минералов на мух не будет. Четвертого Нексуса нет, здесь даже камни не пробиты. Все, нужно принимать бой, убивать тирану четвертую, лететь. И пытаться выиграть по земле битву. Но гаста есть, шторма не будет, скорее всего. И столько чудом как-то пройдет. Третья атака не готова, сейчас будет готова. Так, кареры сюда прилетают. Ну, правда, уже кареров стало 9 штук, это реально много. Но все вообще, все минералы в мух потратил Сос сейчас. Здесь их не остается практически. Так, прилетает Сос. Начинается пробрив. Сэшка минус. Третья атака на воздух готова. Но тянуть... Вот я не понимаю, что Сос тянет сейчас. Вот зачем он тянет. Ему, на самом деле, ему сейчас... У него печально все. Ему нужно разваливать тирана, пытаться. Развалит он или нет, вопрос актуальный до сих пор. Здесь камни не пробиты, кстати. Дистанс маник. Ну, фотонками пробивай. Чего они стоят-то здесь? В размены идти тяжело. У тирана здания хоть и летают. Ну, конечно, армада их выбит. Но тиран быстрее убьет просто в размен пробусу. Наламывается Сос. Куретки минусуют. Здесь надо сбивать все в итоге. Пойдет трианг отбиваться или в размен. От этого многое зависит. Сос, кстати, с мазеркором. То есть он этот неексус на фрера отдаст, а на мейн-то телепортик сможет сделать. Пробки сейчас отдадутся, естественно. 99-124 по боевому. Викинги это вообще минус-лимит. Они вообще не нужны. Даже тирана субу были. Ну что, летает, громит Сос здания оппоненту. Телепорт, если делать надо, сюда. На мейн успеть сделать. СЦ-шки минус ну. Здесь, ну, что-то там отдалось. А что здесь было, я не знаю. Что-то отдал Сос, наверное, Архона, я так понял. Рьянг пытается уйти. Куда этот Сос телепорт будет делать? Нет? Где мазеркор? Да, телепорт пошел на мейн. Рьянг видит. Телепортировавшийся Соса. По отдельности дерется от тирана. Это ошибка. Он не должен драться по отдельности. Сейчас он не сможет убить. По отдельности весь этот лимит. Очень жесткий. Так, чуть тут марики купит. Часть отходит. Нельзя так мариков терять. Еще дальше отдалю. Мы будем наблюдать. СЦ-шка летит на отдачу. Куда? Минус СЦ-шка. Сколько мариков осталось? 35? Нет, 35 мариков в 9 каррерах. Сколько мух-то у нас? 72 мухи на 35 мариков. Да, по 2 мухи на марика. Это хорошее количество. Ну что ты, Сос, принимай бой-то? Ну что ты делаешь? Ну, е-мое. Каррера не стал покусить. Разваливает Сос. Мокрого места от тирана не осталось. Может попытаться Риан киши в размен пойти. Но я думаю, что шансов уже сейчас в размен идти вообще нету практически. Часть у юнитов телепортнулся. Это темписты были. А карреры идут разваливать. Ну да, теперь уже по отдельности можно драться. Что Риан здесь сделал неправильно? Он неправильно дрался, во-первых, с каррерами. Ему не надо было с ним драться. Ему нужно постоянно было в размен идти. Только в этой ситуации он бы мог бы выиграть. Вот. Либо не отдавая мариков вообще и гастов. Держая в куче, вот как подступают карреры темписты, ИМП постараться кидать по мухам. И просто на стимпаке, на местность через атаку. Стараться вывить мух. У Соса не было ресурсов. Мух реально было выбить. Реально. Почему? Потому что моряки 3-3, а на воздух было грейды 3-0 и одни поля. То есть мухи их хп были без грейдов. Моряки на 3-3 с тремя атаками таких мух просто там сносят в хламках. Ну это тяжело так говорить. Растерялся Риан. Вот просто почему Соса эта тема решает? Потому что нет опыта ни у кого против такой темы. Вот Соса решает такой темой. Продолжение следует... Ну что, все вроде игре Так, Ильянка одну минуту бросит Субтитры сделал DimaTorzok Все готовы, ждем начала Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше я не помню Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, посмотрите, газа сколько много Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь три сталкера, которые не готовы что-то особо биться Хотя, если медивак фокуснуть Почему сос медивак не фокусит? Четыре сталкера, и блин, кстати говоря, делается Так, пробок нужно сорвать немножечко Геленчик нужно фокуснуть Фокусит сос гелен, четыре сталкера Есть девять пробок минус, но парабам-то равная ситуация абсолютно И за счет золота сос сейчас будет очень сильно тащить Здесь ццшка только строится Хорош, девять рабочих, наверное, минимум, что возможно было потерял Робо еще один гейт делается Гейт, так, два гейта, три гейта будут в итоге Тут можно сколько-то гейт, блин, куш просто делать Не знаю, сколько именно гейтов будет сос делать Так, либератор разложен, криво разложен, он ничего не блочит Сталкеры идут Дроп трех мариков, либератор к мейну полетел сейчас Нужно перехватить, блин скоро будет готов Сос решил подгустить рабочих Так, пилон нужно отменять, отменяем сос пилон Здесь уверчаж нужно выставить Выставляет уверчаж сос Скоро блин будет готов, скоро блин будет готов Даркшайн Так, а Даркшайн-то зачем? Не знаю, но после такой обороны хорошей Сос должен понимать, что у него вообще как бы все замечательно Ему нужно выйти просто убить на блинке сейчас Но он решил сыграть перестраховочно, понадежнее Так, до варх сталкера идет Не знаю, видел ли это тиран сейчас Еще несколько сталкеров выдвигаются Три сталкера здесь рядом висит Сос вообще, такой он пронюханный Смотрите, либератор залетает Залетел, улетел Сос ждет, молодец, очень четко все ждет Нужно зайти на хайграунд От минки нужно обязательно увернуться Чтобы успешно все провернуть Заходит, минка есть Уворачивается от минки Минус либератор Да танк, емой, медивак, вкуснее сос Ну ты, не знаю Та больше на один выстрел получил бы Зато танк бы не летал в итоге Призма залетает Сейчас дарки побегут на мейн Сканы, сканы есть Но, кстати, одновременно ведь еще и сталкерами можно пошатать О, золотой Сос, это стиль, кстати, игре пошел Я думаю, все вы помните, как он демонстрировал уже подобный стиль Недавно буквально, не помню, где еще за турнир был Ну, короче, круто Ну что, дарки по разным направлениям заходят шатать Сканы были выкинуты Призма на мейне осталась Здесь танки можно, можно стимпак убить, все что угодно можно сделать Туретка минус Сос пытается убить стимпак Пытается сбить призму тиран 50 энергии есть Дарк пытается убить стим Убивает стим, это вообще такой провал Это гг, ребятки А как это еще, скажем Так, здесь дарк туретку почти убил Сос не законтроль Скан второй есть, второй скан есть Нужно от скана сейчас забрать даркар Ох, не успел, буквально секунду Сос не успел, депошку Рьянк вычинивает 66-86, но я думаю, для победы в этой игре Сос уже, в принципе, на победу наиграл Преимущество себе Адепты доварпиваются Сос. Спасибо. Сос. Продолжение следует... Да, на ИМ из Бианом трезул. Да, да, точно, ИМ, ИМ. 50, 35, прям 24 адепта СОС уже сделал. Ходит ими по центру. Здесь какой-то выход, насколько я вижу, готовится. Двухбазовый. Ну, потому что Рьянгу здесь особо ловить нечего, кроме как двухбазовый выход делать. Так, адепту законтролил СОС. Танки прилетают. Хорош еще, шатает здесь, летает. По лимиту вообще печаль, просто печаль. Ну, Тиран не может сдаться, не сделать последний выход. Потому что, ну как без выхода последнего быть? Заходит СОС, принимает бой. Дропаются танки. Ну, а что они дропаются? Так, нужно подлинкнуться бы с Талкерами. Но СОС решил, что на А-клике как-то круче победить. И ГГ. Вообще, воп-те. И МТБ, да, это был в 6 утра, я еще забыл. Ну, вот из игры тогда рестримил. Сейчас из игры я вижу эту страту. Элегантнейшую. Третья игра. Ну, либо 3-0, либо Рианг сейчас возьмет карту все-таки. Как вы думаете, что будет? Что-то пока не видно, что Рианг может. Но может будет Рианг, который смог все-таки. Бомбер унизил Стрэнджи. Печально. Так, захват поменяю на Кибете, ребят. Кибет Рейс Ворс начался турнир. Там есть ставки на Кибет Рейс Ворс, на игроков, на всех, которые будут участвовать. Бомбер уже Линака выиграл. Нифига себе, я говорил, Линак фаворит безусловный. Бомбер что-то тащит сегодня. Как-то так. Устал уже работать 7 дней подряд. Вообще, адски, по 10-8 часов. Вчера 12. Нужно отдохнуть будет. Ну, завтра, наверное, поеду к Маше, к Даши. Но после пролиги или до пролиги я пока не знаю. Ну что, можете запиливать. На Кибете и на Рейс Ворс есть. Так, Бомбер выиграл и Линака и Стрэнджи сегодня. Сосер Янг третья продолжается. Матч за третье место в финал пока здесь неизвестен. Ну, дальше ставки Мана Линак, Мана Касс, Сирал Стрэндж. Касс, Сирал. Кому это интересно, делайте их. Ну, а мы смотрим. Гуру выиграл Блая. Опа. Все-таки у пригорающего Гуру все-таки выиграл он Блая в итоге. Не прокатил Блая. У тем из Гуру, походу, уж Гуру там чисто подстраивается. Ну, а Хэппи бьется с Нерчом. Все-таки нету четыре полуфиналиста СНГшных. Два всего. И финал вообще может быть чисто польский. Либо чисто русский. Если Хэппи бьет Нерча, а Сиран Вик выиграет Гуру, вообще тогда будет замечательно. Белый это элегантный. Как Вирдоус, Белоснежка, чисто элегантный. Хэппи 2-1 Нерча, красавец. В финале Хэппич. Нужно Теран Вику пробревать Гуру, и тогда будет финал российский. Нерча, БСГГ вышел. Оп, СОС прессует. Посмотрите, а что потерял вообще сейчас? Мазеркор потерял СОС. О, а как он потерял Мазеркор, я чуть не понял. Здесь однобазовый решил СОС. Уже хватит с этим слабым игроком биться. Решил СОС с одной базы захарасить. Гелион приехал, а Туфровский убил, красавчик СОС. Но пилон, правда, потерял. Нексус запилен, несмотря на то, что потерял там. Я прошу прощения, пока я сетки смотрел, такая хрень случилась. Здесь каким-то образом СОС Мазеркор потерял. И потерял возможность убить в лоб оппонента. Но дома на халяву принял Гелиона. Парабам равная ситуация. Но по боевому лимиту, правда, в плюсе. В абсолютном сейчас Рьянг. Если Минка здесь сможет закопаться каким-то образом, это СОСу практически ГГ будет, так как тяжело будет выиграть. Здесь еще банша с иномизом. Но опсервер, кстати, будет скоро готов. Так что, если сейчас СОС не натеряет рабочих, опсервера построит много, у него все еще может быть окей. Потому что блинк плюс с опсервера. Вот это против однобазовой всей этой хрени. Блинк это идеальный расклад. Так, Минка дропается, Минка копается. Пробку будет СОСу кладить. Да, залп Минка, кстати, вообще левый залп в пробку. Все-таки врубился буст. Красавчик СОС, как он отбился сейчас, а? Как у него это удается? Еще и чуть медивак тут не проводил, не сбил. Сейчас скоро блинк будет готов, но нужно подбустить опсервера сейчас. Нужно привезти сюда сталкеров обязательно, иначе Минкой можно... Так, все, пробка на добычу. Не, СОС трогать не стоит вообще. Даже банша залетает. Да, банша залетает. Один опсервер вперед, один дома остается. 29-27, экономика лучше. Улетает домой Рьянг. ЦЦшка очень поздняя. И сейчас СОС сравняется, даже вперед выйдет за счет этого. У меня ФП-то хоть стояло вообще. Кстати говоря. Лэбка, Логитек, С920. С920. Третий гейт. И СОС решил, что пора бы пойти вперед. Он отблинкивается, но вижен маленький был. Идет сейчас принимать Рьянга в центре. Передумал принимать Рьянга в центре. Апсервером все видит. Нужно подвести Апса. Ну что, будет СОС пытаться убить? Нужно сбоку зайти. Кстати, можно фокуснуть танк-то будет. На мэйне апсервер есть. Нету на мэйне апсервера. На второй базе зато есть. Но вторая база не прикрыта пилонами. СОС пытается в размен пойти сейчас. Кстати, можно выбить сзади прирост, который идет. Что СОС и сделает, между прочим, сейчас. Так, минус танк сразу. Марики и минус. Баншу отогнал. На мэйне банша строится иммортал. Сейчас не фокусит Рьянг рабочий. Уверчаж. Где пилон? Где апсервер? А вот со второй прилетел. СОС идет в размен. Это стопроцентная ГГ-тирана, я так думаю. Хотя здесь банша с инвизом. Может быть и не ГГ все-таки. Ребят, так что. Воспештак. Минус танк. Неприятно. Здесь врыв идет на размене. 50 энергии пока нету у Протса. Но скоро будет 50. Здесь 4 пилона. Нужно ставить на пилона. Уверчаж пытаться фокусить через шифт пилончики. У нас Рьянг пытается. За тебя фокусить через шифт, между прочим. Он их очень четко. Уверчаж пошел. И Морфл пытается к танку пробраться. Пробраться в танк не получилось. Но Баншу СОС зафокусил. Молодец. Без сталкеров отдался. Но 5 КСМ-ок осталось на 23. Ё-моё, сталкеров через атаку посылает. СОС, что ты делаешь, а? Сталкеров послал ты их через атаку. Ну, здесь у тирана экономика вообще нет. Нужно что-то привезти туда ему еще вперед СОСу. Нет, СОС теряет. Боевого лимита 30 на 14. СОС отдает эту игру против инвизной Банши. Отдал всех сталкеров. КСМ-ки запилили. Нужно было сохранить всех сталкеров в атаке. Иначе плохо все в итоге. Видите, сами. Две Банши здесь еще. Обсервера фокус. Нужно новый обсервер строить сейчас. Банша стреляет. СОС выходит. Куда ты выходишь? Что, СОС, тебе нужен варк, тебе юниты новые нужны. А ты тупишь. Так, танк тут пытается привезти Рьянг, чтобы... Так, брат. Хватит. Уверчаж на пилончик пошел. Хороший уверчаж. Медивагу выбить не мешало бы СОСу сейчас. Подблинкни, если ты под танк с мариками дерешься. Что ж ты делаешь-то, а? Что ты перехвалил СОСу сегодня, а? Настолько перехвалил, что он начал вообще какой-то бред делать. Подблинкни сюда танк. Ну, Медиваг, я не знаю, фокуснее танк с пробками пошел вперед. Минус Медиваг. Танк нужно забирать. Обсервер минус моментально. Баншина в халяву убивает. А нет, Обсервер не минус. Пытается минуснуть. Обсервер Янг не минуснул. Красавчик. Кто красавчик-то? Да никто не красавчик. Так, Банша минус. Банша не минус. Банша залетела на халяву сюда. Уверчаж выставляет СОС. СОС не выставляет Уверчаж. Мариков убил без потерь. 19-25. Пурабам. Банша еле-еле выжила. Нужно одного сталкера оставить. СОС оставляет. Давар еще сталкеров. Пошел вперед. Что здесь-то есть? Танк строится один. Вторая Банша где-то есть. Где она? Она летит. Сюда. Но если Мазеркор Оверчаж поставить, все будет на рынок. Кстати, Мазеркор полетел вперед. Танк 4 марика здесь у Тирана есть. Два отступают. Может быть получится СОСу нагнать даже одного. Танк почему-то не в Сидже. Зря не в Сидже. Сейчас держит танк этот. Кстати, экономика у Тирана сильнее. То есть, если СОС не добьет сейчас, то ничего хорошего его дальше не ждет на самом деле. Марики строятся по две штучки. КСМки выводятся, чтобы биться или для чего не выводятся. Да, они вывели сейчас СОСом. Что-то СОС бегает через сталкеров. Долго как Мазеркор ждет. Приди ты через рампу уже. Боится танк что ли? Пользователь Digital 86 активировал премиум на ваш канал. Вторая Банша здесь залетает. Проблемы. Второй сталкер варпится. Нужно уйти сталкером первым. СОС за контроль, же ты минус сталкер. Банш догнал, а там две банши. Здесь два танка минус СОС. ГГшечка, судя по всему. Я не знаю, как он выкрутится из этой ситуации. По-моему, это уже просто нереально физически. Хотя вот еще один сталкер подходит. Так, Мазеркор здесь. Блин, вниз уходит СОС. Нет, здесь беда. Здесь мулы, здесь вообще все замечательно. Здесь нихрена нет. Даркшайн пошел. Ну, вот за счет Даркшайна, может быть, да, действительно что-то получится сделать. Но очень даже на счет этот, у меня большие сомнения, что даже за счет Даркшайна получится сделать. Для пошку СОС убивает. Медиваков нет. У Рьянга пока сейчас первый добавит. Так, еще один танк. Можно, кстати, вот здесь вот нет. СИЧ не перекрывает. Можно было бы заблинкнуться, попытаться. Но если СОС это сделает, то что произойдет? КСМ, эксорвет тиран. Здесь заблочит сталкеров и маленький станк вообще без потерь. Практически убьет все. И это ГГ будет. СОС пытается Нексус дозаказать сейчас. Понимаю, что без Нексуса никуда. Призмы у него нет. Это очень плохо. Пытается выпускнуть Рьянг обсервер. Обсервер улетает. СОС отдал его сейчас неприятно. Но трех мариков в ответочку забрал. Пилон нужно прямо здесь заказать. СОС это понимает прекрасно. Пилон дозаказать. Этот мазеркором не врывается. А здесь есть куда ворваться, чтобы фокусить. Но хотя и сныкаться можно. Кроме мариков ничего нет. 8 мариков вперед полетели. Банша здесь залетает. СОС реагируй на Баншу. Реагируй на Баншу. Пролетает через весь мейн. Провал просто. Да, перехвалил. Перехвалил я СОСа. Дарк первый варпится. Сканы есть. Один скан есть. КСМ минус раз. Минус два. Три. Красавчик просто. Вот это, конечно, такие вещи СОС не прощает. Виртуозно просто исполняет обычно. Сейчас дарками можно зайти двумя. Фокуснуть два танка. И уйти и убивать, кстати говоря. Пытаться. Скана на мейне. Есть скан на мейне. Это плохо. Хочет СОС подловить, видимо, сейчас оппонент своего. Банша летит. Успел реангенвиз запилить. Красавчик. ПЦшка как висела, так и висит что-то. Мазеркор, телепорт домой. Ой, Баншу фокуснул с обсервером. Молодец. ССС-ка садится. Сейчас сядет СС-ка. Нужно СОСу минусить СС-ку. Еще один пошел. Дарк. Заходит СОС. Сканов-то достаточно. Начинает резать. Четыре марика минус. Скан пошел. Уйди. Ну, е-мое. Можно спасти было. Дарка в это время на мейне движуха. Один Дарк есть на обороне. Банша одна всего. Нужно обсервера подвести. Семь пробок у СОСа остается. Дарк со Сталкером режет. Сталкер убивает Баншу. Здесь СОС ЦЦ-шку пытается минуснуть. Сканов нету. ЦЦ-шка летит. По воздуху ее нужно блочить. Посадку в это время. Дарки выбивают. Какой царь, СОС? Одного Дарка танки выбиваешь. Что ж ты делаешь-то? Одним Дарком танки выбиваю. Одним блочить ЦЦ-шку. Все, что нужно тебе сейчас, СОС. ЦЦ-шку посадит сейчас. Скан есть в другой ЦЦ-шке. Рэйвен вышел. Все, не надо уже даже Дарков здесь законтраливать виртуозно. Рэйвен есть. Но по лимиту-то близко. 21.19 по боевому, что самое главное. Заходит СОС. Агрессивный блинк танк выбивает. Два других где-то сзади. Рэйвена пытается фокуснуть. Не фокуснуть. Даже если фокуснет, сканов очень много. Пробок осталось маловато. 7 штук на 10 КСМ. Все-таки эту игру интереснейшую. Судя по всему, затащит тиран. Ну как погоняли вообще. Люблю такие игры. Я очень любил в воле подобные игры. Это крутые самые, как мне кажется. Кто четкий, тот и выиграл. Это не там настроил. В пол-Т нажал. 200 лимита пошло там. Это реально интересно. Мульчики полетели. Риан грузит один танк. Медивак. Подтягиваются сталк. Этот СОС еще перевернуть хочет. Не, не здесь. Как ты здесь перевернешь? Рэйвен. Новый готов. Ну, хотя они, Эксуса 2 есть. Нужно пробок перевести. Переводят все пробки. Один минерал таскали. Конечно, не стоило этого делать. Одна в одну базу сейчас ситуация фактически. И, учитывая, что у просто есть вторая, пока сдаваться явно рано. Два дарка на обороне здесь стоит. Сталкерами пытаются зайти, кстати говоря, на мэне. И, учитывая сверхмобильных сталкеров, это хороший решеток. Реактор минус. Продакшн немножечко собьет СОС. Так. Рэйвен ставит аппетук. Аппетук там стебает. 16. А, у меня сейчас 16 дэмэдж. Это, думаю, еще тут как-то... Но она очень быстро кончается зато. Так. Спасибо всем за премиум и за поддержку, ребята. Очень приятно. Смотрите-ка. Разболит. Мула подрезал. Где-то еще подрезал. Ушел. Пилон надо минус. Мудерианг понимает. Пилон минус. 17-15. Право. Еще до сих пор даже... Даже непонятно, что происходит в этой игре. Почему? И непонятно, кто выиграет. Знаете, почему? Потому что стимпак этого тирана нет. Вот если он выйдет в стим, в такой био. С медиваками и танками. То все. СОСу беда. Если нет, то все. Так. Сталкеры вернулись. Есть обсервер на второй. Кажется, СОС видел, что банша сюда летит. Ее нужно подловить. Вот если сейчас подловят. Вообще красота будет. Видит СОС баншу. Давай, давай, давай. Лови, 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 лови. Минус банша. Просто царь. Ничего не убил Рьянг. То, что баншун фокуснул, молодец. Можно в размен идти. Вот в этой ситуации для тирана самый опасный размен. ЦСшки фокуснул. Сканов нету. Ревена как-нибудь тоже отфокусил. Дарки игру затащили, например. Ну, тиран с другой стороны с данными всеми может лететь. Я бы на месте СОСа пробку увел куда-нибудь на арест. Сюда, сюда, чтобы не из-за нычку ставить. Он третью собирается ставить. Что он? Зачем он две пробки сюда повел? Не знаю, зачем две повел. Так, сталкеры здесь есть. Тимпак заказан, но нету подсветки на мейн. Обсервера нужно провести сейчас на мейн. Так, СОС прячет сталкеров сейчас. Заходит, видит тирана. Нужно уйти. Обсервер нужно увести. Тиран идет вперед. Кстати, выход опасный такой. Ну, нужно ли Рьянгу до стима было вот так вот действовать агрессивно? Это вопрос, конечно. Рьянг считает, что нужно. Не знаю, что считает СОС. Дарк оббегает, вокруг сейчас обс залетает. СОСу нужно идти в размен сейчас, стараться. Потому что не в размен он ничего не сделает. Сейчас можно что сделать? Просто зайти, как я и говорил, минуснуть СЦ-шку. Одну Дарками со сталкерами и вторую. А потом уже попытаться сбить, например... Так, Дарк минусует Мариков. Хорош зашел. Четыре минус, еще два здесь есть. Скан не кидает по коренку. Почему не кидает Скан? Дарк вообще рулит на ура. Так, сталкеры отблинкиваются. Ну, все, тянуть время СОС сейчас будет. 56-63 лимит, ну, очень близок сейчас. Скан пошел Дарка отдать. Ну, нельзя Дарка так отдавать. КСМ-ки окружили. Только Скан сразу ушел. Танк не может Дарка выбить. Так, попытка попуснуть Ревена. А все РМСОС видят с этих, где Ревен находится. Сканов не так уж много. Один всего Скан у тирана есть, между прочим. Но попробуй выбить. Если сольешь остальную армию, то Скан, Дарк минус, СОГГ. То есть здесь нужно и как-то Ревена выбить, и армию неслить. Вот это задача называет. Так, пробки идут вперед. Минус что-то там. Ревен есть. СОС минусует Ревена. Пробки атакуют. Танки живут, пока нужно отойти. Все, нет, СОС слиться. Решил ГГ. Так, точнее, сталкеры вперед подлинкиваются. Ну, нужно как-то аккуратнее, чтобы было действовать. Сталкер уходит. Мазеркором нужно танк. Да, Мазеркором присутствует. Но сейчас Мареки придут. Нет, СОС слился, к сожалению. Думаю, что нужно было подольше посидеть, похладнокровнее. Вообще, зря СОС с тиранов в такой ситуации драться. Вообще не очень. То есть нужно было пойти в размин попытаться, где-нибудь сныкать хотя бы газ, убить попытаться СЦшки, потому что одна вообще 600 ПП. и попытаться потом выбрать, выбить Рэйвена. Ну что, ждем четвертую игру. Ну что, ждем четвертую игру. Ну что, хэппи-финале на Гоу Хоэске. Терен Мейкс Гуру еще бьются. Так, Медивак один СОС фокуснул. А, все, я понял. У СОСа погиб опсервер первый. И он просто не видел, что второй Медивак сзади подлетел. СОС как хотел сделать. Кстати, очень грамотно он хотел сделать просто. И это получилось бы. Он фокуснул первый Медивак, и он хотел демажных танков там грамотно потом, одного, второго разными юнитами отфокусить, чтобы марики тупо остались там, и развести потом. Но второй Медивак в итоге зарешал и в итоге Рианг расконтролил. Вот сейчас я на повторе это вижу. Там я не заметил сразу, почему и так произошло. Ну, кстати, вот при этом раскладе можно было бы второго Дарка доварпить. Один Архончик бы просто дэм уже навпитывал бы там невероятное количество. Но Дарк просто для таких игр и для таких бомжовых экономик Дарк это просто не знаю. Как в Варкрафте герой десятого левела. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, четвертая игра, ребят. Сус в разведку пришел. Вторая минута. Через реактор здесь опунинг. ЦС-шка через барак реактор. Сус не успел, кстати, проверить, что там. Да, Сус не успел заехать, кстати говоря. Хитрый Риянг. Факта пошла. Сус Старгейт играет. На этой карте надежнее через Старгейт сыграть. На всяких либераторах такой хрен. Главное, минутка лечения на стриме. И пустил скупую мужскую слезу за все СНГ. Старкрафт комьюнити. Это жив гейминг. Значит, должен финал быть СНГшный на GoFoSK сегодня. Ну, а мы смотрим другой турнир, где игры просто высочайшего уровня. Ну, на GoFoSK тоже будут крутые игры, безусловно. Но все-таки до СОСа даже хребищу нужно немножечко потрениться. Так, депошки новые пошли. 35-28 по лимиту. Третий Нексус почти готов. Старгейт готов. Летит Оракул вперед, между прочим. Здесь что? Так, нигде нету. Я не вижу сейчас эти, говоря. Так, взлетает СОС. Не повезло. Рабочим устроил депошку. 4 марика всего. А что их 4-то? Все. СОС боится минки. А она есть. Не зря боится. Хорош, знаете, и увидел, что минка есть стопроцентно сейчас. Блин, красавчик. СОС просто. 3 КСМа минус и 3 марика. Идеальнее и не придумаешь. Применение. И третий Нексус готов. Куф, я Оракул поднарезал. Тиранового лимита побольше. Сейчас. Куф-то домашняя. Нормально, чисто скилл. Взял и руки вытер. Третий Нексус раскачивает пилончики. Нормально перекрывает здесь. Оракул домой вернулся. Что-то УСОС ждет этим Оракулом. Как будто бы не знаю, что он ждет. Здесь тоже пилоны неплохо стоят. Периметр перекрыт. Но от либераторов нету пилонов. На мейне адепты ждут врыва. Все вроде как задефлено. Скорость таки адептам делается. По экономике УСОС это замечательно вообще. Так, адептики пошли вперед. Пилон есть, кстати говоря. Такое ощущение, что СОС в лоб собирается убить сейчас с этими адептами. Четыре гейта строятся. Дайте, четыре же гейта строятся. Здесь четвертый, я чуть не вижу. Здесь три. А, и здесь они, что это блюдо. Конечно, семь гейтов будет скоро. А, 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 ага. Феникса плюс адепта. Все это выдвигается вперед. Печальный комедий клуб юмор. Я смотрю, тут в чате пошел. Ну да ладно, что поделать. С этим поздно бороться. Оракул Ревелэйшн кидает. Фениксы здесь адептов. Ой-ой-ой, скилловые адепты. 15 штучек, 23 марика. А за адептов сколько мариков? Это вообще печаль просто. 21 адепт, 23 марика. Сейчас будет врыв со стороны СОСа. Это будет врыв окончательный и бесповоротный, судя по всему. Адепты заходят. Марики что? Марики биться собираются. Фениксы пытаются минуснуть медиваки. Медиваки фокуснуть не получилось. Кстати, успел Рианк наверх уйти. Это хорошо. Не получилось с одним врывом точку в игре поставить сейчас. Будет ли врываться СОС на хайграунд? Не уверен. Адепт, конечно, все больше и больше. Минки прям... Ой, если сейчас всех сюда привезти, то такой сплэш минки могут выдать. Симпака, кстати, еще у тирана не было. Теперь понятно, почему такая ситуация. Так, нет, решил СОС не врываться. Две фаржи правильно делает. Не надо туда врываться. Так, секундочку. Так, адепты Феникса бьются против Рианга. Рианг поднимает мародеров. Марики остались против адептов. А зачем он так спуститься-то решил? Я чуть не понял этого вообще, если честно. Минки поднять успел? Нет, что-то печельдос какой-то вообще полный. Фениксы разваливают просто все. Депошку уже СОС пробивает. На пофиг. 3-1 СОС. Следующий матч... За третье место матч. Это будет Хьян против Рианга, кстати говоря. Не надо обзываться. По поводу стрима все сказано. Что и как. Ничего уже не изменится здесь. А, за третье вообще Бо-3 место. Бо-3 это как-то слишком жестко. Хотелось бы и Бо-5 бы посмотреть. Ну, пусть будет Бо-3, ладно. Устали американцы, наверное. Бо-3. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, что происходит... Сейчас карты будут черкать... Бо-3 будет финал всего, кстати говоря... Матч за третье, прошу прощения... А потом финал... Сейчас я посмотрю, Тиран Вика стримит кто-нибудь вообще или нет... Продолжение следует... Так, Тиран Вик... А, ведёт 1-0 Тиран Вик... Вторая игра... Не, здесь понятно... Короче, Хэппи будет против Тиран Вика биться финал... Я не буду ставить её, чтобы нахрен... Потому что на Ютубе могут права возникнуть из-за рестрима... А так будет идеальный... Вот вообще... Всё будет замечательно... Да, раскладывает Тиран Вик Гуру... Вот, пожалуйста... Тиран Вик Хэппи... Финал Гу-Войска... А вот такие финалы нужны... В онлайн-капах... Да и вообще... Всяких ВЦСах европейских... Нам нужны... Тогда будет всё хорошо... Хотя там ещё не всё ясно пока, но... Кстати, Тиран Вик... Тут базовый прессинг... Да, ещё... Ни хрена Тиран Вик там не раскатал пока... Вот в чём проблема... Так, танки забирает... Один теряет... Мы ждём, пока будет здесь матч за третье место... Ну-ка, мы теперь смотрите... Начали черкать наконец-то... Хэппи, наверное, Янг... Да, Тиран Вик-то проигрывает, кстати, для вторую игру... Ой, это третья игра... Ё-моё, печаль... Ой, я накаркал-то... Здесь уже 1,1... И третью сливает... Там уже золото есть... Ну, без звука можно глянуть сейчас... Так, что там в игре-то... Ай, что-то у меня фризит... Ладно, не будем, короче... Смотрите, кто хочет... Посмотрите... Что-то у меня тричь фризит теперь... Давно такой хрени не было... Фризит начал регулярно... Все, захожу в матч за третье место... Янг Ян... Янг Янг Янг... да у тебя все печально просто не обратил я внимание на то что у него базовый именно прессинг идет мне показалось что он с 3 бас прессует с 3 бас конечно было бы успешно но все но гуру отбился это было 2 базовый улайн фактически в итоге не очень хорошо тиран век еще пытаюсь сделать 2-2 грейды в 11 144 на 200 лимита по боевому прав 35 разница но тем не менее это тяжело продавить начинается матч за третье поехали вот три будет с эти гря если тиран век еще там гуру развалил даже были б равные грейды вообще вот а то вот 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 Продолжение следует... Ну всё, попал Теренвик в ловушку. Развалил его Гуру. 2-1. Ну Хэппи не должен он развалить. Хотя всякое может быть. Ну что, у Лена первая карта. И здесь передроб Королева Линк. Гав, кстати. На Team Liquid'е ссылки там много, кто стримит. Я уже закрыл. Вот. Вот. Ну что, выходят линги Ну что, мув на оверов, эволюшн Да, передроб королевы лингов Игра долго не будет Готов ли будет Рьянг Или все в Корее еще не привыкли Пока Продолжение следует... ГМЛ за час Не надо брать ГМЛ за одну-две игры, а не за час За час это долго, потому что если ты в хорошем уровне в предыдущем сезоне в ГМЛ был То все там за пару игр переводят В общем, если уже перед открытием ГМЛ успел в мастере нормально наиграть и выиграть Пошел дроп сейчас от Хьяна Посмотрите Здесь бункер, минка Вообще ничего на хай-граунде нету Медивак первый строится Не, судя по всему 1-0 пользу Хьяна Сейчас посмотрим Пытается танк фокуснуть Живучий, блин, вычинка здесь идет И королев надо забрать, конечно Помочь танку, а то убить А то что-то он долго живет слишком В итоге танк-то живет, смотрите Что, Рьянг отбивается Бегая, говорю, минус Рьянг Ну вот, смотрите, какой рецепт это От этой попередропа Рецепт элементарный Всех КСМ-ок берем, всех юнитов Но как же здесь затупил Хьяна Вообще просто Настолько жестко Ему нужно вырубить Очень важно ключевые юниты Когда вот это все идет То есть Нужно сфокусироваться на танках Сначала А потом уже Мариков пытаться А не с КСМ-ками драться В итоге Все били танков Он там столько дэмэджов питал Что просто жесть И В итоге вычинлось Все, минка стреляет Минус Хьян Конечно же Эта стратегия Не просто прилетел, выиграл Нужно исполнять Я думаю, Хьян собирается Исполнить И не так сыграть Сейчас я посмотрю Даже в повторе Чтобы интересно было Идем в пост Еще одну игру Зато финал быстрее начнет Что тут говорить Продолжение следует... Продолжение следует... За третье место То ли 500 То ли 250 Не понимаю 500 По-моему Сейчас откроем Посмотрим А, нет, там вообще... А, нет, там вообще... Третье место 300 Четвертое 100 баксов Второе 600 Первое рубль Вот такое вот распределение Соответственно, две штуки баксов Призовой Ну, то есть Четвертое место Соточки Хоть с утешительной Останется Ну, еще учитывая Какая у корейцев Конкуренция Продолжение следует... Ну, что... Центральный протокол Кстати, тоже сверхагрессивная карта Ну, все видели Но кросс-риспы, правда Так, наоборот 1.0 Вянг Так Наоборот Не понял Какой еще портал Куда добавить Вот так Третье место Он проверяет не сказывать и все есть уже давным-давно он оттуда и не убирался он как был добавлен там так и есть добавлен предковать ну просто руки должны из правильного места расти вот тогда и gg плеер даже будет работать нормально я уже тысячу раз говорил что браузеры во-первых менять нужно вторых бета-профиль попробовать врубить там html 5 кэш почистить много всяких вариантов ну мало у кого не работает в общем-то 4 ручих ян пилит ян что-то подустал по ходу до решила кликом просто выигрывать так ксм к марика прикрыть не мешало бы но триггер прилетает блин будет уничтожен сэшку надо достраивать что-то линка далеко прошел наконец-то убили линка ну что ручи идут вперед ревенджеры пофиг что кросс респа решил хьян но я думаю что он так уже на халявку пробью не пробью дело действует ну кстати гря тиран вообще не готов тиран не ожидает в тупую такого врыва залп по ровучу ровуч приходят дэмэджены остается в итоге минку можно и увести второй ревенджера двумя ревенджера минку можно убивать ксм для починки на второй базе абсолютно недостаточно мариками пытается убить овера рианг не так-то просто это сделать ксм к навычинку там ровуч погиб но это тот док погиб все вычинки нет нормальные марики высаживаются нужно отступить танк заказан сейчас медивак готов уже все медивак танк готов и с сиджем будет рианг отбиваться если отобьется то в принципе более-менее у него ситуация будет так пошел врыв танк сиджется никуда не попадают что делает тиран подлетел там ближе ничего не сделал реактор потерял в итоге нужно идти вперед напрягать сейчас естественно фаерву по ксм хитрый хьян кидает 41 49 по лимиту боевого тирана естественно больше сейчас второй медивак трой танк все добивать идти при отзывания не просто поврелся задолбала хотел человеком себя почувствовать принципе нормально вот и вобрелся там еще один либератор меняется все местами что у нас у пьяна 5 ровуч и 2 реводжера королева да в принципе для обороны достаточно 16 лингов все заказано есть мульт лингов нет пока нет только заказом сейчас понимаю что тиран делает контроль слабенький вообще очень демонстрирую сейчас танк чуть не отдал все по земле отдал здесь у нас лэйр еще сейчас посмотрите можно нидус просто пилить будет даже я не знаю чё и париться кэш анидус просто иди сюда овер висит все компоненты из для него так либератор летает так у тебя не может быть премиум качество естественно устно премиум и лучше еще качестве чем на высоком естественно сейчас просто 4k и по 60 fps стоит поэтому качество должно быть хорошим очень даже фаербула пошли успевает риан сложиться улететь 86 110 по лимиту тиран тут уже вообще во всю продакшн развел 11 делается щит из тимпак там спай ручь третья хата и он готов к рыбам конечно тирану дал пожить сейчас и янг 2 базовым пуш может пробить Eszzzzzzzgzzzzzz11 юду нigh ну что выход идет от эффекта QuiSzzaobe Рьянга по лимитам боевым, кстати, очень близкая ситуация, 35 мариков, 5 танков, 1 либератор, 10-13 роущих и 11 реводжеров. Под фаерболами эстеран гулять не будет сильно, а то вообще все замечательно. Пошла атака, фокус реводжеров идет, танки увозят сейчас, уводит мариков. Ну, как-то кривовато все равно дерется Рьянг, но у него просто часть юнитов сзади в прирост идет. Вот, и, естественно, это очень важную роль играет в этой битве. 1-1 в 1-0 грейды, нужно быстрее Рьянгу действовать, сейчас еще один танк подводить, забирать, носить же его, ставить и врываться. Вот куда-то он зашел, непонятно, неправильное направление удара, вот сюда нужно было прийти, через Ксилнагу, как-то аккуратненько к этой позиции. Рьянг еще по центру бегает. Хороший передроп такой пошел. Но караптеры вылетают, успевает Рьянг вниз уйти, кстати, от караптеров. Лимит-то больше, 107-123, посмотрите, как не фокусил, вот Рьянг сейчас фокуснул бы медиваки некоторыми караптерами, и все бы нормально было. В итоге они просто не в тему, ничего не сбили, по земле все разваливается. Вторая атака не успевает доделаться, 1-1, вот плюс 1. Вот сейчас только с дозаказом, 16 ручий, лимит равный, только с этим дозаказом. Так, танки еще ближе приходят, реводеры, новая морфица, прирост от тирана весь сюда идет, фаер нужно выбить. Фаер падает, танки вообще дэмэдж вносят гигантский. Танк сидится, куда ты сидишь-то, на мой лбу, хотя бы, я не знаю. Фаер болла не кидает, Янг сейчас кинул, один танк подбрил, два законтролил Рьянг, 123-82, 2-0, изи Рьянг, ГГ финал сделал. Отлично. ЧС-4, семерки, договорники, о которых ты говоришь, это не договорники, но и варняк это как кто-нибудь специально кому-нибудь сливает там. Чтобы, например, из группы выйти, а это абсолютно нормальная практика, конечно, такое существует. Но в Корее, то есть, в Корее очень много про геймеров, очень много про геймеров, а кто-то друг, кого-то может не любить, кто-то из разных команд, кто-то принципиален. Конечно же, некоторые из друг друга знают, конечно, не по деле, потому что если ты друг с кем-нибудь, например, ну не знаю, я в команде, как в Рокси, мы были частенько так делали, как бы, да. А смысл, как бы, ну, все равно ты сыграл, мне лично и всем всегда принципиально выиграть первое место, как бы, и место выше. В любом случае ты биться будешь, как бы, а это, чтобы просто отношения не портить, как бы, из-за денег, потому что это хрень полная. заранее, чтобы все не обломались, делается, как бы, допустим. Но многие, как бы, не делают это, например, ну... Ну, кто, не знаю, кто уверен, что выиграет, там, я не знаю, кто принципиален в этом вопросе. Ну, хэппи не будет с револьвером деньги делить, например. Потому что он уверен, что и выиграет, и, как бы, вообще, с ним дело иметь никаких не хочет, как бы он говорил. То есть, даже тупо в скайпе писать, как бы, вот. То есть, ну, с кем-нибудь другим, может, вообще, с хэппи вообще ни с кем, может, не делить, как бы, в принципе, например. Кто-то, может, не знаю, как там, кто действует, хэппи, короче. Это абсолютно неважно. Так, вовсе делись, ты еще не понял. А, американский же сервер у нас. Там же полт, похоже, на Америку пошли, что ли. Что-то, какие печали, он запилил, что ли, на звергах Яна. Ошибка, по-моему, это была. Просто кьюра он как-то сегодня слил. Ошибка, по-моему, это было. Пользователь фермер 323 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, фермер 323. Пользователь фермер 323. Пользователь фермер 323. О, финал-то БО-5 у нас не БО-7 оказывается. Блин, все равно долго. На Гоуфу и СК все равно не успеваем. Давайте хоть я посмотрю, что там с хэппи чем-то творится вообще. Давайте картинку такую-нибудь поставим вообще. Что-то ничего не происходит пока, наверное. Там еще между игр какая-то пауза. Ну, уже начаться должно все было, по идее. Сообщите. А, нет, вон, смотрите, идет. Это йога что-то не в теме. Симпач с хэппи. О, как я успел. 1-0 хэппи. Красота, гуру. Там раскатывает на изичах просто. Конечно, он должен брать там. БО-5, не БО-7. Насчет лайфа что думают? Почему ГМЛ не хочу? Да какой мне некогда ГМЛ? Я вообще выйду ГМЛ, я уверен. Вот сейчас, как начало сезона, не успел. Так турниры складываются. Что я на все забью, ГМЛ выходить смысл? Нужно сначала планомерно играть. Ко время есть уровень, получить, а не резко браться. Можно резко взяться там. Дни, дня 3, дней 5, часов 6 поиграть. Уже, как бы, вот эффект. Но, потом это там технически вот это все набивание, как бы, очков. То есть, нужно планомерник. Лучше, как бы, так, поаккуратно начать. Потом. А потом взять все-таки. Спасибо всем за поддержку, ребят. Большое, очень приятно. Поддерживайте меня, мой канал, естественно. По ликвидитам описаний. Через плеер, премиум и отключенными облоками. Помните, что в описании канала есть группа ВКонтакте, теперь, где я выкладываю, когда матчи будут следующие. Ко-стримам будут следующие записи выкладываются. Так что, следите, вступайте туда. Спасибо вам за все. Ну и помните, что на кипбете кто вставочки делает, если делаете, через кнопку черного регистрируйтесь. Тоже небольшая помощь сотрудничаем с ними, плюс они турниры помогают, организовывают. Мэн Сиг зашел к Зергу за полгода. Ко-стримит, как в Лас-Вегас попался на ВЦГ, что ли? Или куда? Посмотрел 2 минуты, пожелал Ко-су удачи. Я не понял, про какого в Лас-Вегас ты говоришь, а Зергу захотел по мордасам надавать. Что со мной не так? Почему-то Зергу захотел надавать по мордасам. Сетку Го-Поиска кто-нибудь скинет себе. В часики по России, там быстрее себе скинут. Вот. Я подустал уже. Кстати, давайте на кипбете глянем, что у нас там. На кипбет Рейс Ворс, вы тоже мне сообщайте, ставочки есть там, запиливайте, если желание будет. Так, ну Лианг выиграл, кстати, не фаворитом он даже и был-то с Хьяном. Сос суперфаворит против Пулта. Сирал против Стрэнджа остался. Мана с Касом. Мана с Касом играет. Лина к Ману раскатала, но это очевидно. Мана с Касом не сыграли, Стрэндж с Сиралом не сыграли. Кас с Сиралом пока не сыграли. Пулт. Что-то они тянут. Что тянут, не знаю. Гол вычеркаю. Гол вычеркнули. Гол вычеркнули. Жирка. Гол вычеркнули. Гол вычеркнули. Продолжение следует... 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 эта сцена и стояла хотя нечуть ни хрена хэппи не раскатывает, подрался вровень готова к его хэппи на столько же прям жесть на 20 лимитов плюс гуру но парабам было близко сейчас только после до заказа за эрго больше стало все, врыв пошел в игру краем глаза за хэппи слежу да не, я шутил не надо на ламбук ломать а в голову технику не надо ломать не надо ничего смотреть я говорю, что звук у меня хороший сейчас еще проверю на всякий случай микшер не убавился нет, нигде ничего не убавилось поехали просто иногда подальше отсаживаюсь и может поэтому не доходить звук ну, так как мы видим Стрывары, 100 боевых корейцев вживую, не знаю каких, всех абсолютно не видел. Полту СОСа видела не раз. На МЛГ, на Дримтаке, на СВЦ. Джей Донго со сторком на ВЦГ. Чукани мелкие, очень были, в 2008-м. Эпик Гуру 2.0. Мониторов у меня два. Нексус ставит СОС. Пулк. Не знаю, смотрели ли он, как СОС играл с Рьянгом, но я не думаю, что Пулк намного сильнее Рьянга прямо. Разбивать не разбивал, но пац! Вот это для рук, чтоб удобнее такое. Разбивал на предыдущий. Как чё происходит? Не флуди, не флуди. Да, вот устал. Вчера 12 часов. Стрим сегодня идёт уже 7 часов с лишним. И вообще седьмой день подряд стримов. Часов по 8-10, поэтому и вчера 12, так что за эти 7 дней, наверное, часов 60-то настримил точно, если не больше. Реально много чего-то за месяц. СОС-240. Вообще, это адово, если. Ну, он ещё отдохнул. Успею ещё отдохнуть. Пристройка. Пристройка. Режим готов. Режим готов. Режим готов. База, атакована. Режим готов. Кто на нобицу? АСМ готов. Сейчас рванёт. АСМ готов. АСМ готов. В 2008 § Я уже не совсем мелкий был, но помельче, чем сейчас. но не такой мелкий как джейдон. Вскан сюда пошел, дестабилизаторы с мувом сейчас будет врыв, Nexus 3 ставится, то сыграет агрессивно. Какое? SSL, MLG я говорил, MLG, есть OC, Dreamhack, УЦГ, ASUS ROG есть, Assembly еще назывался тогда, по-моему, как-то так. Так, выход пул делает сейчас, что самое интересное. Так, SOS прилетает, оп, одного малика только сбрил, немного мог бы вот этих двух товарищей сбрить. Выход серьезный, идет здесь два пилона, здесь сталкеры-адепты есть, стимпак еще только через 30 секунд будет готов, так что время есть здесь, чтобы отбиться. Спускается SOS вниз, минус Марик, нужно накрывать просто, дестабилизатор второй есть, можно и лететь вперед. Так, Полт решил, что SOS сейчас таймингом подловит? Нет. Очень опасная ситуация сейчас с призмой сложилась. Сосик, Сосик, сейчас давай еще призму, потеряю. Не, призму SOS не потеряет. Старпорт готов, нужно... Так, улетает призма. Хорошо, что малики на стиме не приняли. Вовремя SOS валил, на самом деле, отсюда. Еще хотел тут подхарасить, что ли? Не, подхарасить лучше не пытаться. Либератор Викинг заказан. Камни проданут за пол сейчас. Ой, минус призма! Сос подловил. Хитрый Сос, ждал здесь призму. Минус призма, два дестабилизатора, но... Кстати, сколько дестабилизатор лимита занимает? Я вот что-то не помню. Пошел выход. Лимита все равно больше, посмотрите. Сос-то все равно больше лимита. Камни сейчас можно будет пробить. Правда, призмы нету. А как SOS так кушать собирается? Чуть не понимаю. Сейчас еще один морфл очередной выйдет. Призма какая-то сверхпоздняя. Не понимаю. Сос опасные сейчас игры играют. Так, заходят. Есть один Либератор. Здесь несколько юнитов вообще есть. Призма не прилетела. Походил, уходит назад. Сейчас будет скорость атаки адептам. Готово. Камни пробил. Полт может с другой стороны обойти вообще. Сос решил уйти просто домой. Так, выходит полт вперед. Видит, что Сос рядом. Блин, ну блинк поздний какой-то. Без блинка тяжело будет врываться, даже если адепт хорошо завет. Здесь минки есть, здесь... Кстати, Либератор-то ничего не перекрывает особо. Сос решил ворваться, врывается и все в кучу свел. Да что ж ты делаешь-то, ё-моё. Нахрен в кучу ты все свел. Минка такой демош нанесла. Лимита больше, полт, между прочим. Сейчас Сос отвалится, если так будет нагволить дальше. Пилк на рамку так себе был. Все с КСМ идет вперед полт. Принимает Сос бой. Адептов много. Сталкеров много. КСМ еще танкует. Иморклы падают понемножечку. Иморклы все меньше и меньше. 1-0 полт, похоже на то. Хотя еще пока нет. Пока нет. Иморкл всё сконтролил. Фукусить успевает мародеров. Вот это контроль. Не ожидал. А от кого еще, кроме как от Соса, отжидать такого контроля? В принципе. 22 КСМ и минус. Можно попытаться на экономике вытащить здесь. Но под либераторами стоять не стоит, чтобы вытаскивать на экономике. 74-23. Боевого 45 на 19 или 20 сейчас было. Контроль, конечно, что Сос успел дамы мародеров от Фукусити варпануть хорошие. Но как он, блин, здесь вроде расплетел от минки, а потом кучу собрал, как Хьян Лингов сегодня с минки тоже. К минке. По КСМ-кам идут 52-63. Ситуация замечательная для тирана, я считаю. Призма летит. Сейчас на викинга попадет. Прямо через викинга. На пофиг тоже. Ну что ж ты делаешь-то? Не стал рисковать, не видит выхода. Если б видел выход, может и залетел бы. Здесь не так много у тирана, кстати, было. Так, здесь Марик пытается убить. Сталкеры пошли отбивать. Две фаржи работают. Ну здесь 2-2 уже сейчас будет скоро и третья атака делает. Четвертый отменяет. Успел СОС отменить. Так, проблевает здесь СОС. Точнее пул СОСа проблевал, но СОС заходит в контратаку сейчас. Ну здесь микс такой. Ой-ой-ой, вообще микс ни о чём. Сталкеры. Одна сентрианинская адепт. Вот здесь гасты есть. Гвардиан сразу в минус. Надо было сентрюза. Кстати, был бы Гвардиан, СОС мог Кламбора забрать бы здесь. Потому что 2 армора бы очень сильно зарешали. Но Гвардиан попуснул сразу пол. В итоге, судя по всему, все-таки пол дожмел. Прям неожиданно пол тащить начинает, я вам скажу. Дробов никаких нету. Не должно быть лагов. Опять врыв пойдёт. Планетарку СОС пытается сбреить. Планетарку, возможно, сбреет, пул что-то не реагирует. Сейчас планетарка минус. Ну тут микс такой. 22 адепта, 8 сталкеров. Здесь уже либераторы, гасты. О, нет. Здесь слишком технология много. По Гвардиану вообще провал полный. 2, 1, 3, 3 фактически. Минус энергия Мазергора. Телепорта не будет. Минус СОС. 1, 0. Ну что, будет смена серверов, мне интересно, или на Америке они будут играть? Тупол, тут какая-то халява постоянно. 1, 2, 3. 1, 6. 1, 2, 3. 6, 7, 7. 7. 7. 7. 7. 8, 8. 9, 8. 12. 10, 11. Все готовы, сейчас игра на счет вторая, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Лагало жестко, но вряд ли это от меня, хотя иногда я уже говорил, что процессор иногда пишет, что проседает что-то из-за FPS, но это очень редко бывает и ненадолго Температура как будто есть какая-то, не знаю Но победителю я бы не стал говорить про победителя турнира, потому что только начало самое вообще финала 1.0, конечно, пол-то ведет, но SOS это SOS Единственный плюс тут американский сервер, конечно Маноказ 2.1 Блин, все-таки не затащил КАС, но В принципе, фавориты побеждают, что там говорить Сирал там остается, Сирал Сирал Стрэндж, Сирал КАС Ну что, здесь два сталкера Густится, кстати говоря, варф Ну блинка, насколько я понимаю, не... А нет, твойлайт пошел Твойлайт такой поздний, не понимаю Надо было первым твойлайт ставить вообще зданием после кибернетки Вообще тогда работает, блинка Хотя это было бы слишком нагло, конечно, со стороны SOS Ну что, пробка приходит... Зачем она сюда приходит, эта пробка эта? Пилон будет здесь вещество? Самое поразительное, что нигде SOS пилон не ставит пока Вот, под рампой пошел, раз Два и пробку потерял, ну что ж ты делаешь-то, SOS? Ну вот, нет, я не говорю, что неправильно сюда пилона ставить, здесь SOS знаешь, что делает? Ну поставь ты здесь где-нибудь один, сейчас все потеряет и все, гг Так, пилон доделывается, ирчашный пилон пошел, марики живут Телепорт надо домой делать, SOS делает телепорт, сейчас Mother Core не получилось отфокусить Вот эти, ставит Дарк Жайн сам И, ну ты, ну, от SOS такие ошибки, ну, нелепые, ну как так-то? Да поставь ты заранее пилон, ну не надо пробку уводить, ну, элементарнейшая ошибка Игрок в таком уровне должен понимать, что такое может случиться Ты идешь в тирану, прям под рампу ставить, выходя в Дарков Да вот где-нибудь здесь, да будь здесь в тупую, я не знаю даже Здесь он вижена нету, может быть, даже не видел бы Пуф Хотя нет, здесь наивно полагач не видел, но вот около газа вполне легко можно было бы это сделать Блинг заказан, пилон еще пошел, в итоге Дарк Шайн через 10 секунд Пилон только через, ну, хотя нет, пилон там ненамного будет отставать Так, 4, 3, 2, 1, гоу, Дарк Шайн 10-3 секунды, ну, через 4 пусть готовность Дарк Шайна посмотреть А, здесь, здесь туреточка, да Туреточка, это хорошо, но можно прорваться мимо туреточки, попытаться Ну, что-то Сос Дарков вообще не... А, он дома варпанул Ну, что за едиотизм, а зачем здесь пилон строил? Тяжело мне понять, Сос, сейчас 62-45 по лимиту пул вообще Ну, это 2-0 практически сейчас, если Дарки ничего не сделают, то реально 2-0 Пилон отдан Дарки не сработали 70-49 по лимиту, не, вообще беда, вообще беда просто Кстати, пул ведь был момент, когда была эра процессов такая жесткая И пул, ну, и все ныли, как обычно, там процессы, процессы И на каком-то иеме пул начал всех шатать Только хира в финале иема проиграл, ликвид хира Вон там шторма бузит жестко, как бы, но И то 2-4 Остальных всех пробрил Так что, в принципе, у него с процессами опыт гигантский Так, строится призма Пойдет ул-ин сейчас еще от пул на сталкерах, кстати говоря 10 центря Дарк один только погиб, один на центре стоит Ну вот врыв от пул-то идет, он сейчас на стиме просто изувечит здесь экономику процесса И изувечит его вообще всего, если сейчас зайдет сюда Центря опять танкует Сразу фокус центрил, то еще грамотно пул делает Ключевого юнита сразу отфокусил Молодец, пилон отфокусил Дарк, когда варпливается сюда, ну же дарком разобраться здесь Скан будет, скан будет, дарк ушел, красавчик Ну полтап сервера сбил И пошел к третьему нексус Нексус минус Отменять, наверное, сос понимает Отменяет, здесь два дарка на мейн залетают Пытается выйти Сканов до хрена оставлено, дарков нужно забрать Одного сос только успел забрать Улетает на вторую Здесь эту группу забреет безусловно Но по лимиту двадцатка даже больше проседает Уже даже пятнадцать Третий нексус сос все еще пытается запилить У пола тоже плюс один готово Сос даже не думает о грейдах Какие ему грейды сделать бы что-нибудь вообще Чтобы хоть что-то тирану убить Пилончики минусуются 106-94 по лимиту Хэппи 2-0 Ну я думаю, что Гуру Хэппи Не соперник в принципе Ну не то, что не соперник Должен Хэппи прогревать его Адептов 21 адепт, 3 сталкера 9-12 марок, 11 мародеров 2, так, 4 медивака Хороший микс полт Уходит, сос видит, что полт ушел Сос будет прываться Но полт рядом находится Так, адепты будут заходить Минус мародер Будет бой сос принимать Да, принимает бой Пол здесь не всеми юнитами Иллюзии надо пускать Значит вперед Странно, что сос иллюзиями не пользуется Я хвалил его за то, что он постоянно иллюзии вперед посылает Чтобы в центр армии попасть Но в этой игре почему-то вообще он так не делает Что очень странно Ну, с другой стороны, тиран Медиваки сядет, улетит Но, принимать тобой нужно как-то Довар в сталкеров еще идет Камни на третьей базе Сос сейчас забреет Пол кто-то видит Пол кто-то видит Либераторы раскладывают В общем так, что сталкеры могут пострадать Камни быстро падают Там по 200 кб за зал Везде оборона хорошая 117-135 по лимиту Еще стукеров в доварх идет Здесь минки Заходит тут агрессивный переблинк По адептам минки попали очень неслабо И на просто стиме раскатывает пламищ 80 на 130 Вегей в тысячном выходе Уп, плановит против Соса Будет в Корее у нас У нас американский сервер будет со временем интересен Единственное, что конечно Здесь не столь север решает Сколь начало Соса Постоянные какие-то провалы Причем смешные С пилонами в этот раз Но Все-таки Сос играет на сервере Пулт Пулт в Америке Играют на американском Соса скорее играет Но судя по всему Будет на Америке все отыграно Играем Продолжение следует... 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 Так, добавляются гейты 5 гейтов Призма и Твайлайт делается Но адепта ли это Или в линком будет соцпушать Пока не понимаю, честно 7 адептов Да, глефы пошли Плюс еще 2 гейта 7 гейтов адепта О чем тут говорить Решил соц, что нужно Что-то делать такое, на что Видимо контроля меньше Все-таки пинг Какой-то присутствует Ну а на адептов тут минимум контроля Просто дропаемся сюда И потом пытаемся развалить Ну кстати, без Глеба пока Ну это Харас пока начальный У Истимпак только призму не отдал Чуть не отдал призму Сейчас можно зафейлиться Здесь стенки нет Поэтому можно в лоб ворваться Тут ошибка Просто 2 депошки сюда И все здесь И мейн оборонять И адепты провалились Сразу же практически А адептов все больше и больше приходит Призма раскладывается СОС видит, что делает Пулт-выход Не слабый врыв Такой сейчас идет Успеет депошки поднять Простите Успевает поднять Но сейчас адепты Начнут наваливать Эт депошки С трех залпов Минус депошка Пулт идет вперед СОС заходит И адептами минусуют Просто по-моему Дома адепты Пилона нет Без медивака Это что-то прохлада Судя по всему Одну игру Карту все-таки СОС берет Как минимум Щиты успелись доделаться По-моему Или что это там был за грейм Не знаю Только у вас То ли щиты Но щиты в принципе Против адептов Какие разницы Они все же в трех ударах Убивают Телефон в бункер идет Бункер пытается СОС выбить Бункер выбивает Адепты Выбивают 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 Долго Выбивают Но выбили все-таки Залп по зелку Залп по адептам Минка дэмэдж наносит много 93-72 по лимиту Еще до варп Адептов пошел Полт приходит Либератор Вот Либератор может помочь Конечно нужно посылать Иллюзии сейчас вперед Битву принимать Иллюзии вперед Посылать надо Посылает СОС Иллюзии вперед Куда? На вторую базу Так оно и есть На вторую базу КСМки пытаются Сныкаться Куда вы пытаетесь Сныкаться, ребята? Адепты подходят Второй СОС Берет 10-ти зелка На мейне варп Иллюзии на мейн Можно послать сейчас СОС уступит В плане того, что Так Прямо в минеральную линию Так, как на минку отвел Адепту Парочку шут Сзади адепты Зелки сзади Ну, минки перекапываются Так, залп по Зелку Пару сталкеров бы Чтобы Либератора убить ГГ Ну, вот так Одну эту игру Отыгрывает СОС Видимо, у корейского сервера Не будет Будем на этом Доигрывать СОС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Диджитал 86 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Просто спасибо за стрим. Просто спасибо, Диджитал 86. Диджитал 86. Диджитал 86. Соточку твою. Спасибо всем за поддержку, ребят. Ну что, сумеречные башни. Вторая игра. Потащит сос, будет камбэк-то у нас или нет? Если будет, то прикольно. Кингстон Клауд называются наушники. Так, секундочку, кое-что проверю. ФП домой. ТСМ готов. Готов! ТСН готов! Кому навешать? Улучшение завершено. Так, хэп, ещё бьёт тут гуру. Прось с дороги! Рыжим готов! ТСН готов! Ну что, Нексус роба. Возможно, переедроп адептов какой-то опять же. Может быть, даже будет третий Нексус дестабилизатор. Может, более что-то стандартное будет. Сейчас посмотрим. Здесь через минки переедроп марики будут играть. Так. Не понимает, как бы. Дитя комедиклуба. Глупое. Значит, выпиливаем. Что тут говорить? Ещё. Так. Страфарест. Нет. С 50 рублей у меня стоит. Поэтому обузить все прихоти за ваш счёт, как говорится. Бусье. Ну что, призма готова. Билон соус добивает. Мазеркор хочет убить. Залпку, адепту делать. Ну что ж ты оверчаж-то не выставил? Было же 50 энергии. Он как жадный-то, а? Выставит оверчаж, всё нормально будет. Ну, по пробкам всё ещё в плюсе. Призма есть. Давай арку ещё адепт. Призма полетела вперёд. Там Либератор. Один уже залетает. Второй строится. Скорость таки адептам какая-то поздняя в итоге. Пробочка здесь едет около третей. Быстренько её подрезает сейчас. Здесь пилончик есть на мейн. Здесь пилоны добавляются. Часть адептов. Три адепта на второй оставлены. Либератор сейчас залетит на мейн. Важно, как разложится, конечно, здесь пол полетает. Раскладывается оверчаж. Сос ставит. Оверчаж ставит. Красавчик. Ничего, даже не выстрел. Хорош. Минус. Либератор. 59-56 по урабан. Так, хэппи 1-2. Если Сос сейчас проиграет, может быть ещё успеем на хэппи. Да и если выиграет. Хотя нет, если выиграет. Ещё одна игра будет, о чём я говорю. Врыв прямо в мариков идёт. Здесь перед рук отбивает. Сос легко. Дома раскладывает, насколько я вижу или нет. ФСМ раскладывает. Сейчас Сос очень плохо. Ещё и нету при этом всём скорости атаки на адептов. Грейда. Так. Минку не успел фокуснуть. Да что ж ты делаешь-то? Ну. Ну, видно, что пингец есть. Сейчас Минку не успел фокуснуть. Минку поздно начал фокусить. Но потом не успел просто призму засадить. Хотя мог это успеть сделать. Так. Здесь мариков ещё харасит. Пробки перекатываются туда-сюда, потому что либератор на мэне напрягает. А куда полетел? Сюда. Уверчаж просто выставляем. Так. Уверчаж. Вот здесь всё ещё харасит. 60 лук уже. 56 Сос. Вот Доминка, кстати, всё зарешала. Теперь нет. Крит масса просто. Уверчаж выставлен. Вот здесь, смотрите, а либератор висит просто. Уверчажем выбиваемый. Вот с этого пилона. Изи просто. Что делает Сос? Почему не хочет выбить? Я не понимаю. Здесь марики опять шатать сейчас начнут. А здесь призма уже и не работает, собственно говоря. Какая мощь. Жестолый битек. Так. Адептов всё больше и больше. Всё. Теперь у них есть скорость атаки. Грейт. Пол-то есть стимпак, между прочим. Адептов оставляет Сос на мэне. Сос тут на стимпаке врывается, кстати говоря. Очень жёстко он, кстати, на Адепту порывается. Очень нагло, я ему сказал. Телепорт пошёл. К СМ-ку Теппи ему недоконтролил немножечко. Но я хочу прям идеально играться. Ну а какой ещё хотеть? Сос хороший игрок. Идеально от него и нужно хотеть играть. Здесь Адепт наваливают. Здесь отошли. Телепортнулись в другой группе. Один семьдесят шесть пока что по лимиту. Ну пол на двух базах. Сос на Трениксу. То есть если он здесь подшатает ещё немного хотя бы. И там дома нормально всё сделает. То будет всё хорошо. Так. Переблинг. Адептами перетелепорт, я бы сказал, на мэйн пошёл. Так. Либератор до сих пор, я вижу, и не выбит PC. Попытка телепортнуться на вторую. Ну один телепортнётся. Даже одним можно навалять. Он красный КСМ. Ну что ж ты делаешь-то? Ну зато... Законтролил. Молодец. Новейшую муму уничтожил. КСМ-ку вылечили в это время. Наконец-то Мазеркуром сбривает Либератора. Но лимита пол-то больше. Причём боевого... Ну не в два раза, но намного больше. Блинг он не сделал. Это фейл. Сейчас может пол просто ТО кликом пробрить. И будет тяжело что-либо сделать. Хотя нет, вот до варп пошёл. Добычу давайте глянем. Тирана выше добыча с двух баз, чем пол-то с трёх. Потому что рабочих больше. Не, он хотя сейчас колеблется. Плюс мулы работают. Хотя здесь мул всего один. Что у нас Либератор? Один на мейн залетает. Нужно ещё больше адептов в Сосу варпить, иначе плохо будет. Но уверчаж плюс адепта, я думаю, отобьётся здесь нормально. Аккуратнее нужно быть. Отойти мишка под уверчаж. Что Соса сделал? Отошёл. Молодец. Либератор прилетает на мейн. Ну что он в лощи здесь? Одну пробку минуснул, но только одну пока что. Минку Соса пропустил. Оступает дальше. Второй уверчаж пошёл. Пока держится. В это время адепты в контратаке. Посмотрите. Мейн шатает пол-то. Здесь минку выбивает. Красавчик. Пол-то унижает дом. Вообще экономики сейчас не останется. Если отбивается, а Сос отбивается, то это ГГ. Просто вообще царь. Он сейчас развёл пол-то сам себя. Причём развёл. Но Сос помог ему в этом. Если бы не опыт Соса, то мог бы он отлететь сейчас. Просто от атаки лоб. 30 уже ксм от минус. 90 не 50. ГГ. Комбайк. 2-2. Красавчик. Что я могу сказать? Красавчик. Блин, уже больше 30 минут. Что сегодня творится-то, блин? Достало. Ждём пост решающую игру. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, точно последняя игра на данном турнире. Хэппи играет Гоуф ОСК, Кейп Бэт Рейс Ворс все еще идет. Сейчас посмотрю, что там у нас осталось. Там один матч, но Кейп Бэт Рейс Ворс остался. Да, Сирал против Ка... А, нет, Стрэндж Сирал начался, потом Сирал Кас. Два еще осталось, получается. ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Все, отвлекся здесь, посмотрел, что там на Кейп Бэте. Что там Хэппич, кстати говоря, тоже я не посмотрел. Сейчас вам доложу. Посмотрю. Ну, многие смотрят, наверное, тоже. Мораликос у меня работает и у стрима, у шесть человек смотрят. Подниму посещаемость ему на несколько секунд. А что кое-что, 2-2 что ли там, я не помню? Какой счет, в общем? Вооружен и апатен! ТСМ готов! Ну что, через два сталкера Сос начинает. В этот раз сначала для него просто по экономике великолепное. Посмотрите. 20-30, 24, парабам! Твайлайт пошел. Карта руины сероса. Респы по низу. Ну, фактически, по воздуху вот эти вертикальные близкие. По земле, по земле, в принципе... Не, по земле более гораздо близкие. Конечно, горизонтальные получаются. Так, сталкеры пытаются найти. Где же КСМ-ка? Кажется, Сос пронюхал, что Полт на Ксилнаге стоит. Так, Полт увидел сталкер, увидел, что он ушел. Что-то Сос дальше не пошел. А что Ксилнагу-то не проверил? Ну, Полт контролил КСМ-ку. Если бы сталкер хотел бы, она вряд ли бы ушла. Можно было бы на перерез вот сюда бы пойти. Вижен дал бы Ксилнаге. И здесь, в принципе, она уезжала. Где-то он бы ее засек бы и гнал бы наверх. В этот раз Блинк заказан. Улын ли будет с Блинком или какая-то экономика? А, все, Хэппи выиграл в Гоуфу СК. Все понял я. Это и думаю. Что-то морали косо 10 человек смотрел, а сейчас 7. Что, думаю, так упала посещаемость, если императора нет. Ну, Кэппэд Рейс Ворс остается до наш турнир. Здесь у нас доиграли до конца. И финал не Бо-7, Бо-5 в итоге никак в сетке написано. Может, уже, конечно, поменяли. Было Бо-7. Вот. Значит, пораньше отдохнем немножечко. Почему тервера не чередуются? Я не знаю, почему не чередуются, я не спрошу. Но я так думал, что СОС не против на Америке играть. Ну, молодец, Хэппич. Надо тащить ему, уверенности набираться, чтобы трамбовать на ИМ-катовице, всех этих европейцев. Багажник. Да и корейцев тоже там. Корейцы-то гидро валят. Да, пол-то. Ну, пол-то мы, между прочим, видим в финале. С СОСом, увидите, как он играет. Ива, подчеркивание, 774 поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Спасибо за стрим. Спасибо, Ива, 774. Премного благодарен. Что-то мне температура опять начала подниматься, не нравится мне это. Неужели антибиотики не сработают? Респектую всех за поддержку, очень приятно. Ну, скан минус обсервер, сейчас пол СОСу делает. Сталкеры где-то сзади ходят. А что они сзади-то ходят? Ну, блин, есть. Ой, чаш успевает. Хорош, молодец, СОС, хоть уверчашу спел выставить. Сзади сталкеры идут. Здесь тоже сталкеры, две штучки есть. Нужно отблинкнуться сейчас СОСу. Что он и делает. Био забегает на мейн. Все простим пачное мясо. Рабочих, уводи, СОС, пожалуйста, уводи, рабочих. Как же так? 10 пробок уже, минус 12. Это провал. Это не просто провал, это полный провал, я бы сказал. 12 пробок слить на таком забегании дешеврезном без медивак. Просто гулял сталкерами где-то в центре. Был бы здесь под пилонами, ничего бы СОС, простите, не смог сделать. Надо идти вперед, попытаться, может, отменить СС-шку. А как ты отменишь? Здесь уже било с медиваками стоит со стимпаком. Конечно, ты ничего не отменишь здесь. И разве что сверху зайти как-то. Наоборот, СОП-сервом сюда может блинкнуться на мейн. Мораликас это испанец. Нету фугасов у Полта. Очень большая ошибка. Сталкеры уйдут, поэтому все абсолютно точно. 80-92. СОС восстанавливает пробок сейчас. Но как-то, каким-то образом, пол там перестроил слишком сильно. Кстати, по... Перебор по газу у СОСа, поэтому он пока не добывает его. Вообще, в принципе, принимает бой. Адепты неплохо наваливают. Есть. Да, скорость атаки адептам присутствует этот грейд. СОС принимает бой в центре и разваливает Полта сейчас. Боевого-то лимита не меньше. Блинкаться агрессивно. Что же? Где этот блин? Вот он пошел. Один всего лишь либератор здесь. Минк увидит. СОС. Сейчас увидит. Нужно выманить залп этой минке. Хорошо, успел. Значит, пинг. Ну, хотя, можно и с пингом успеть. Это нормально сделать. Так. Либератор один у нас успел стрелить. Бугаденыш-то какой. Либератор два уже. 90-110. Не, ребят, что-то СОС тащит. Ой, с Полта что-то тащит. Ну, СОС пробок строит. Это хорошо. Ну, Полта тоже КСМ их строит. Что тут говорить-то? Нужно сверху заходить мимо либераторов. Так, полетели. Полетел врыв адептов сейчас. Будет врыв вообще, нет? Нет. Почему, СОС, не ходит сейчас? Хотя нет. Здесь трех гигантских. Пугадошил. Талкер минус. Идет Полт вперед. Вне либераторов драться. Мне кажется, это ошибочное сейчас решение со стороны Полта. Здесь две минки уже. Одну убивает. Вторую. Второй пока не идет. Скан, обсервер нужно отвезти. Я обсервер отвел. Искана, красавчик. Сталкера все больше и больше. 119-134. Мне нравится, что СОС и пробок... Хотя нет, все, восстановление пробок закончено. Но либераторов-то все больше и больше. Тянет СОС. Сейчас Аполт наращивает армию тоже. То есть, как бы, рассчитывать на то, что на халяву здесь ворвешься, как-то не приходится. Теперь уже адептами. Почему? Потому что вот этого количества СОЛКеров абсолютно недостаточно, чтобы всех либераторов-то фокуснуть. Пошел врыв. Хотя СОС с грамотного направления заходит сталкерами. Типа либераторы не достают до сталкеров, но они достают до адептов и до зелков. Поэтому это ГГ и 3-2 Полт, судя по всему. 1-1, тем более. Но вот СОС не стал технологии переходить. Не заулынил. Ну, сервер, да, американский. В оправдание СОСу, можно сказать. Но не будем оправдывать его, потому что он мог бы сказать, давайте чередовать. Сам согласился, значит, был уверен в своем скилле. Нет, здесь уже не вытащить. 2-2 делается, ГАСТы не... Нет, тут слишком Полт до хрена. Короче, Полт молодец, и он будет на ВЦС Европы. Вот что самое интересное. Ну и посмотрим, закономерность ли это или нет. Пробреет ли Полт кто-нибудь на ВЦС. Точнее, ЕМ готовится, естественно. Но это часть ВЦС. Вот будут 3 корейца, насколько я знаю. Гидра, Валит и Полт. На это время Адепты прилетают, начинают наваливать ГСМ-ку. 6-ти уже навалили. 8-ми уже навалили. Призму нужно взять и забрать. 120-8, 152. Четвертый Никсу ставит СОС. Ну, я не знаю, может быть, Шторм его мог спасти, но Шторма никакого и близко здесь нету. И продолжает СОС вот именно этот Никс делать. По боевому лимит на 30-ку проседает. Но здесь 2-2, а Тиранов 1-1 Протса вообще печаль. Ну, еще более печально, конечно, количество лимита и отсутствие технологий у Протса. То есть, ни Шторма, ни Дестабилизатора, который как-то может стрельнуть, перевернуть, ни хотя бы колоссов со сплэшем, ничего такого нет. И Либераторов вообще ничем, и Чаржа с Архончиками тоже нет. Хотя Чарж с Архончиками на таких грейдах при Гастах и Либераторах вообще бы ничем не помог, вообще бы развалился. То есть, он своевременно должен быть, когда масс-масс просит. Укус ни у одного Либератора СОС. Что самое удивительное, что СОС умудряется после такого провала а строить лимита немало и еще куда-то что-то делать, как бы. Так, что-то адепты там на мейн пролетели, Харас начался. Так, уйти никак. Перепортируется к Рампе СОС. Сейчас адептам 56-576. Ну, 130 на 30 лимита больше боевого. Булт идет вперед. Инфакт, нет. Минус. Успел Либераторов в другом направлении, еще и ЕМП. Здесь Либератор с выстрела всех убивает просто под ЕМП. и адепта, и сталкивать. Это просто разрыв, разнос, избиение, опущение, разгром. Так, уже и СОС, последний бой. Он не трудный, ни фига самый. Потому что это изи ТА клик для полка, но и разрушенные Либераторы. Игенчик. Так, что там, кип Беттерейс Ворс? Сейчас я посмотрю. Стоп-старт в любом случае сделаю, так как там задержки не нужно, если даже что-то осталось. Ждите.